1. Черные дожди действия происходят на следующий год, после разрушения деревни. Мы вместе. Они больше не настигнут нас, они не узнают. Любовь превыше жизни. Осень в этом году выдалась ранней. С начала сентября небо застилали серые тучи. Порывистый ветер задувал в щели раздвижных окон, унося с собой последнее тепло. Через несколько дней протянулись и серые нити небесной воды. Но даже затяжные дожди не смогли смыть с земли все беды. Неприветливая погода раскрашивала в черно-белые оттенки и без того скетичный вид нынешней конохи. Сакура вышла на ингаву и выставила руку из-под крыши. Растер и влагу в ладони, неприятно поморщилась утром, снова начал моросить дождь. В последнее время стало слишком много воды, она лилась небо, она была под ногами, и разумеется, воздух насквозь пропитан влагой. Промокшие деревянные стены чудом уцелевшего дома приобрели темный, даже зловещий вид. Когда-то здесь кипела жизнь, подумала она, с сожалением вспоминая, как во дворе дома сарадоскакаши дни напролет упражнялись в тайдюцу. Закрыв дверь на ключ, Сакура надвинула капюшон серого походного плаща пониже. Он отлично скроет метку бьяковая ее короткие волосы с небольшой просыдью. Длинные полуверхние одежды хорошо скрывали под собой ее походные подсумки. Она еще раз проверила, все ли взяла. Кажется, да, стандартный набор Шинобе, медицинский комплект, несколько свитков, и флягу воды. Сконцентрировалась на потоках чакры и полностью скрыла ее движение. Теперь можно отправляться в путь. Выходя за пределы усадьбы, бросила прощальный взгляд на Дымхатаки, вернется ли. В последнее время сложно что-нибудь планировать или того хуже, загадывать наперед события сменялись мгновенно, и часто, не спрашивая ее согласия. Охранники при выходе из деревни никак не отреагировали на невысокую женщину в длинном плаще и быстро переключились на игру в шоге. На каждом из них найдета форма джанинов, но Сакура сомневалась, что они могут ходить по воде, не говоря уже о других техниках. В основном, ниндюцу производилась из наручных приспособлений нинджетов. Затянувшееся сытое имбирное время более чем на 20 лет очень расслабило Шиноби. Да и какой смысл оттачивать техники, если количество миссий сократилось в три раза? Сейчас ниндюцу можно записать на носители и даже регулировать мощность воспроизводимой техники. Зачем тебе огромный огненный шар, если нужно разжечь костер? Выстави нужные параметры и используй нинджет вместо зажигалки. Или же во всем виноваты последствия употребления алмазной пыли? Несмотря на то, что много лет назад Сунади сразу вывела и запретила дурь, раньше многие увлекались, а теперь пожинали плоды. Все чаще у Шиноби наблюдалось уменьшение объемов чакры. Сегодня уже мало кто посвящал свое время на тренировки. В основном, те, кто называл себя Шиноби, занимались грабежом обозов и вымогательством. Восьмой Хакаги смотрел сквозь пальцы на все беспорядки, которые наводили его люди, призванные защищать жителей. Но, видимо, у Хакаги и его подчиненных были свои понятия о порядке в деревне. Нападение божественных сущностей началось внезапно, как и все плохое. Частицы Асуцуки полностью раскрылись в телах Баруто и Аквакия. Несмотря на старания седьмого, работу Амадо и многих ирьянинов, произошло то, что должно давно случиться. Баруто и Аквакия в смертельной схватке не оставили камня на камне в Канохе, после их бойни погибли многие знаменитые Шиноби, с которыми Сакура стояла бок о бок на четвертой войне. Погибли ее родители и почти все, кого она знала. Сейчас уже никто не вспомнит, из-за чего все началось, но последствия драки двух молодых Асуцуки страна огня пожинает до сих пор. Прошлая зима Каноха была полностью разрушена. Все, кто оставался в границах деревни мертвы. Больше десяти лет назад, когда Сакура узнала, что у Баруто пробуждается Тенсейган, она не поверила в сплетни из-за село Засвитки, чтобы изучить подробнее. Многочисленные записи гласили, Тенсейган пробуждается у ребенка, рожденного двумя носителями генов Асуцуки. Хьюго прямые потомки Асуцуки, а вот Наруто не из них, и если Сакура не ошиблась в расчетах, Хинута забеременела примерно в то время, когда они проводили миссию на Луне. Не потому ли, клан Хьюго так скоро устроил им свадьбу? Или они решили устроить праздник, глядя на Сакуру и Какаши? Свадьба Хакаги открыла за собой сезон свадеб в Канохе, Какаши Сакура, Шикамару и Тимари, Наруто и Хинута за короткое время многие, кого она знала, вступили в законные отношения. Как ни странно, Сакура очень плохо помнила день свадьбы. Все было, как в тумане, и самый яркий момент, который врезался в ее память, страшный неудобный свадебный головной уборцы на Каку Сине милосердно давила ей в голову. Как ни подгоняла швея, так и не смогла попасть в размер. И даже сменив наряд, Сакура чувствовала себя не в своей тарелке. Какаши, наблюдая за ней, забрал ее с собой, не дожидаясь окончания праздника. И после их ухода она помнила только его руки, нежность и любовь. Сейчас о нем напоминала только метка на ладони та самая, которая появилась у нее после кланового обряда. Вынырнув из потока воспоминаний, Сакура приложила губам ладонь с меткой. Моросящий дождь прекратился, Только редкие капли срывали свет от деревьев. Постепенно к середине дня западная часть неба начала проясняться, Но рваные края облаков снова набегали. Она уже достаточно далеко отошла от деревни, Придерживаясь выбранного направления, Повернула в лес. Несмотря на слабый дождь, Шедшим полдня, Походный плащ промок почти насквозь. Она освободилась от него, Чтобы не изодрать нитки на ветвях деревьев, Станут отличной подсказкой, Если за ней увяжется погоня. Снова прислушалась к своим ощущениям, Никто не идет за ней? Кажется нет, Дождь смыл ее следы, А запах растворялся во влажной пелене. Все же не теряя бдительности, Она продолжила идти пешком, Не используя чакру. Она уже привыкла передвигаться по деревне, Как можно более скрытно. С недавних пор, Хакаги ввел очередное новшество, Чтобы использовать чакру, Нужно заплатить за разрешительный документ. Сакура уже не удивлялась Всем нововведениям Коноха Мро, Не только она в деревне считала его слабым Каги. С другой стороны, Восьмому нужно отдать должное, Он взял управление деревней В очень трудное время И отчасти был прав в своих решениях. После борьбы двух Асуцуки восстанавливать в деревне Уже нечего, Да и, пожалуй, Некому. С тем же успехом, Прошлой зимой на месте Конохи Можно было поставить памятный камень И забыть о существовании деревни. Однако факт остается фактом Прежний мир Шиноби Еще немного и канет в люту. Милостью богов, Из семьи Хатаки Никто не пострадал. В тот злосчастный день, Сарада и Мицки вернулись С миссией раньше положенного времени. По дороге домой Они спустились в подземный этаж Научного центра, Едва поприветствовав родителей, Она отправилась в ванную. Ее водные процедуры Растянулись почти на два часа. В отсутствие Сарады, Мицки спустился к Сакури. Ребенок Арчимару С раннего детства Проявлял живой интерес К медицинским техникам И искал любого случая, Чтобы пообщаться с матерью Сарады. Кокаши проверял отчет И ждал, когда все, Наконец, Соберутся вместе, Чтобы отправиться домой в Канаху. Тем более, Что родители Сакуры Приглашали их в гости И ему не хотелось бы пропускать прием. Кокаши всегда особенно ценил Ее родителей И в отличие от своей жены, С удовольствием принимал Их гостеприимство. Пока Мицки читал свиток С очередным дюцу, Сакура отвлеклась на сигнал Самописца в районе Канахи Прибора зарегистрировали Слабое землетрясение, За ним еще одно и еще. Ничего необычного, Там часто случались Подвижки горных пород. И даже, И поднявшись на поверхность, Первые секунды, Сакура отказывалась Принять правду. Центр стал их совместным детищем, Где собрались те, Кому была небезразлична наука. Заняв место между Исследовательским институтом И особым подразделением Анбу по изучению Влияния чакры на силу природы, Они стали противоположностью Астрономическому институту В стране Редаку. За время своей работы Они сделали много открытий, Которые пошли на пользу Канахи и стране огня. Благодаря их разработкам, Страна упорочила свое положение На карте Меры Шиноби, Они дали воду Жителям Редаку, Они открыли газовые Месторождения в стране Чая, Они открыли золото В истуках Нака. Изобретенные ими техники, Способны проникнуть Вглубь земной коры И с большой точностью Определить положение Рудного тела Или пласта воды. Как и любое оружие, Новые техники Имели обратную сторону. Темная сторона Способна вызвать Подъем жидкой магмы Сквозь толщи земной коры. А самым малым И безобидным Было сильнейшее Землетрясение И напрочь измененный Рельеф местности Или похороненный Под собой целый город. Конечно же, Сакура никогда Не проверяла ее на практике, А знала о побочном действии Только методом расчетов. Престарелый Дайми Только радовался Все возрастающему Могуществу стран огня И считал деньги, Что рекой потекли В его казну. Но, Как и все в этом мире Дайми оказался не вечен. Не без помощи заговорщиков, На его место пришел Внебрачный сын Дайва. Кроме его Попадучей болезни, О которой Сакура узнала Еще много лет тому назад, Помогая ему Оправиться после приступа, Нынешний Рей Дайми Привык жить Непрекращающимся праздником. О слабостях Сакура давно знала И не придавала Особого значения До тех пор, Пока страна огня Не стала пожинать Плоды правления Молодого Дайми Тот оказался слабым политиком, Его велика косла За морковкой Многочисленные министры И придворные Ради своих выгод. Единственное нововведение, Которое вызвало улыбку У Сакуры, Было видение закона, Запрещающего Убивать собак В стране огня. За это его И прозвали Собачьим Дайми. Прообразом этого персонажа Стал Токугава Цунаюси Пятикраткая Сёгун Из династии Токугава Феодальный правитель Японии, Руководивший страной С 1680 по 1709 год. Однажды буддийский монах Предсказал Цунаюси Отсутствие у него наследника И раннюю смерть Единственного сына Из-за того, Что в одной из прошлых жизней Он жестоко обращался С собаками. В ответ он издал Множество законов, Запрещающих плохо Относиться к собакам, Кошкам и другим животным. Известен также Под прозвищем Собачий Сюгун. Почти перед разрушением Канохи, Команда Сакура Сделала еще одно открытие, После которого, Ей стало страшно Посредством чакры И не они выделили частицы, Способные проникнуть В ядро планеты И привести к непоправимым Последствиям. Эта информация Стала сразу же засекреченной, Но, Как и предполагал Кокаши, Знание либо просочилось Из стен института, Либо в редаку Параллельно сделали Подобное открытие. В скором времени Нашелся умник, Который решил Шантажировать Дайва Новым открытием, Угрожая привести Частицы в действие, Он требовал, Чтобы Дайме Запретил Шиноби Как явление. На его авантюру Не согласился даже Дайва, Но после разрушения Канохи, Восьмой Хакаги, Будучи в восторге От идеи философа Ричи, Вел разрешение На пользование Чикрой. Та самая идея Была предложена Философом Еще много лет назад. Он даже специально Приезжал в Каноху, Чтобы увидеть, Как живут Шиноби Описать их быт. Как оказалось, Он составлял описание, Чтобы выставить Шиноби В нелицеприятном свете. Его книга Была издана, Но не пользовалась Успехом, Многие так и не поняли Ее тираж, Оставшись нераспроданным, Разошелся по библиотекам. Однако в последние годы, Возможно, Они совпали Со смертью Старого Дайма, После прихода К власти Дайва, Идеи философа Ричи Обрели популярность. Казалось бы, Что плохого в идее Отказа от жестокости. Но все обличение Философа Обрушилось на Шиноби, Хотя в мире Достаточно злые Последователи Ниншу здесь ни при чем. Под влиянием Дайма, Народ постепенно Принял его идею И с тех пор Шиноби обвиняли Во всех бедах, Что постигли Страну огня. Неурожай После разрушения Канохи. Виноваты Шиноби. Недостаток продуктов. Виноваты Шиноби. Эпидемия холера В столице. Кто виноват? После смерти родителей И многих своих знакомых Сакура начала воспринимать Все происходящее вокруг Как сторонний наблюдатель. Если бы не помощь Какаши, Она бы не пережила Потерью родителей. В тот день И поднявшись из стены Института на поверхность, Сакура не поверила В увиденное. Основной удар Пришелся по старой части деревни, Новый город Почти не пострадал, Но взрывной волны Зданий покосились. Складывая печати, Чтобы развить гиндюцу Она не услышала, Что говорил Какаши. Ками, Сдавлено сказал он, Я не вижу Ни единой живой души. Он активировал Шаринган, Но даже этого Было недостаточно. Придя в себя, Подключилась Сарада, Она тоже не поверила Отцу и так же как он Смотрела на мир Валой Дымке. Мицкий вызвал Змей и приказал им Искать выживших, Несмотря на заключение Какаши. Не дожидаясь, Пока остальные Придут в себя, Сокура в несколько прыжков Добралась до бывшего Центра деревни К родительскому дому, Точнее, Его обломком. Наскара разбросала камни И упала на колени, Застыв перед страшной картиной. Кажется, Она пробовала лечить И вливать чакру В отца и мать, Но безрезультатно, Мертвых уже не вернуть К жизни. Где-то среди Раскрошенных камней, Под разбитым аквариумом, На полу еще Трепыхались Разноцветные рыбки. Какаши, Надо найти банку И набрать в нее воды, Со слезами на глазах Проговорила Сокура, Протягивая в пыльную Ладони собранных рыбок. Отдайся ради Она позаботится, Он видел, Что Сокура Начала чудить от горя. Она извлекла Из-под горы Мусора Какую-то емкость, Обтряхнув ее, С помощью чакры Наполнила водой. Рыбки, Кажется, Не заметили перемены Места обитания. Почему так случилось? Растерянно Спросила Сокура. Непонятно, Кому она адресовала Свой вопрос, Но в ответ, Какаши молча Прижал ее к своей груди. Это не те объятия, Когда он делился Своей лаской И любовью с ней. Плотно обвил ее руками, Стараясь защитить От всего ужаса, Что предстал перед ними. Своей каменной хваткой А он сильно шинобе кажется, Сломал ей два ребра, Но об этом она узнает Только на следующий день. Возможно, Его странное действие Вернуло ее в реальность. Потом Какаши Еще много раз помогал ей И был рядом, Когда это так необходимо. Молча держал ее под руку Во время похоронной церемонии, С нежностью прижимал к себе, Стараясь утешить, Говорил ей слово поддержки И возвращал ее в реальность После кошмарных сновидений, Проводя руку Сметчик рая по голове. Заставлял ее принимать пищу И буквально Тащил за собой на тренировки. Он очень хорошо помнил себя, Когда у него не осталось Никого из близких, И старался дать Сакуре все то, В чем раньше так нуждался. Теперь же, Помощь нужна ему самому. Наконец, Лес начал постепенно редеть, Уже показался Нескорастущим под лесок, А за ним проглядывали рисовые поля. На фоне серого неба Сенея листва вспыхивала разноцветными огнями И к концу дня рябила перед взглядом Сакуры. Природа не обращала внимания на происходящее с миром Продолжала жить в своем ритме. В этом году сезон Мумедзи Станет еще более удручающим, Чем в прошлом. Отодвигая ветки на своем пути, Сакура вышла к полям. Желтые, налитые летним теплым, Колосья риса клонились к низу. Яркими искрами, Под серым небом, По краям полей вспыхивали Алые соцветия лика риса. В последнее время он стал слишком символичным для Сакуры, Но здесь, на рисовых полях, Это просто растение. Крестьяне высаживали его Для укрепления почвы И защиты от грозунов. В вечернем свете, Буйство красок начало постепенно блекнуть. Скоро закат и пора подумать о ночлеге, Но она пока не решила, Где будет ночевать, Попросится в дом или же под открытым небом. Засмотревшись на поля, Сакура совсем не заметила большой камень И ничуть не поддала ногой по нему. Почти вросшую в землю каменное извояние, Божество смотрело куда-то прямо перед собой, Словно выискивая врагов на своем поле. Такие всегда ставят у полей для защиты и приумножения урожая. Подернутые мхом, Божество рисового поля сжимало колосья в руках, И высеченных в камни. Несмотря на недавно прошедший дождь, Сакура опустилась на колени перед ним. Хатаканаками сама, Спаси и защите свое пугало. Коснувшись лбом земли, Она поспешно встала и, Постояла еще несколько секунд, Прикидывая в уме, Есть ли смысл молиться богам в десятый месяц. Боги давно сошлись на сиженных мест И отправились почтить память матери всех богов, Заодно обсудить прошедший год. Но если за святилищами приглядывает сам, И без убог удачи, Его помощь пригодится Сакури. «Деточка!» Дребежащий старческий голос Раздался со стороны зарослей лекариса. Сакура мгновенно обратилась в слух, Ища взглядом нарушительницу успокойствия. В предзакатных тенях Она разобрала полусогнутую фигуру старухи. Ее потемневшее от солнца лицо Походило на каменное изваяние Божества рисовых полей. «Помоги бабке разогнуться, Спина болит, нет сил!» Как и Ирьянин, Она была готова броситься ей на помощь И уже резко двинулась в ее сторону, Но как Шиноби, Сакура прислушалась к окружению. Что если поблизости прячется С десяток Шиноби, Готовых напасть? Ветер шумел в ветвях деревьев неподалеку, Воронья перелетала с места на место, Между рядами колосьев слышно, Как рыба бьет хвостом об воду. Кроме нее и бабки, Здесь никого нет. Сакура взяла ее под руку И поинтересовалась, Живет ли кто-нибудь в деревне? После разрушения Канохи, Люди переселились отсюда От греха подальше. Мало ли чего еще ждать От этих Шиноби. А чьи это поли? Сакура стиснула зубы, На то, Как она отзывалась о Шиноби, Но старалась вежливо поддерживать разговор. Здесь неподалеку живет хозяин, И от сюда до холмов, Она махнула рукой В противоположную сторону, Весились его. Понятно, Протянула Сакура. В медленном темпе Они добрели до деревни. Там и правда, Кроме старухи никто не жил. Почерневший тростник на крыше Кэгдепора с кустарником И оттого, Поселение выглядело Еще более отталкивающим. Впрочем, Как и все вокруг. Сакура развесила у огня Походный плащ И обратилась к хозяйке, Бачан, У меня есть мазь, Очень хорошо убирает боль. Ей не потребовалось Второе приглашение, Разрешая себя полечить. Втирая ей мазь, Сакура применила Разновидность Медицинского дьюцу, Обновляющего суставы Во всем теле. С его помощью, На следующий день Старуха будет бегать Как девочка. И в принципе, Не важно, Кем она считает Шиноби. Главное, Что Сакура сделала все, Зависящие от нее. Так бы поступила Кукаши, Если бы не... Комментарий к 1. Черные дожди, Пишите в комментариях, Что понравилось, Что не понравилось. Рады вашим отзывам, Отвечу всем. 2. Воспоминания В доме старухи Воняло мышами. Сакура проворочилась На циновках всю ночь, Так и не сомкнув глаз. Едва проваливалась В забытие, К ней приходили Ужасные образы Разрушенной деревни, Она мгновенно Распахивала глаза, И все начиналось По новому. Полночи она считала Про себя и вроде как заснула. Сквозь сон Послышалось шуршание Под полом. Потом чертова мышь Решила что-то покрысти Сквозь звук Поедаемого дерева Сон уже не шел. Хозяйка дома Уже привыкла, И как захрапела С начала ночи, Так и сейчас Продолжала издавать Причудливые звуки. На мгновение затихла, И через несколько секунд Снова разразилась Громким всхрапом. У нее остановка Дыхания во сне, Отметила про себя Сакура. В момент вспомнилось Несколько рецептов Отваров и лекарств Отопная. Она собралась На утро Посоветовать Некоторые из них, Но не стало Показалось, Что будет невежливым Намекать на ее Оглушительный храп. Сакура так и лежала, Считая про себя И изучая черный потолок. Сквозь маленькая, Затянутая Клеенкая кошка Где-то под потолком Начал брежить свет. Не дожидаясь, Пока утро Полностью вступит В права, Она тихонько Оделась И свернула С опальное места. Положила на токанома Несколько рю И вышла из дома. В предрассветной мгле Почерневшее дерево На ингаве Покрылось Полупрозрачной Коркой ини, А остывший воздух Врывался Изо рта паром. Рядом висело Несколько бамбуковых Прутьев хощегаки, Подсушенные плоды С белыми, Выступившими Кристаллями сахара, Такому манили Взять с собой Хоть один. По-видимому, Сушеную хурму Любили не только В конохе. Сакура не удержалась И забрала с собой Один прутик В дорогу. Ясное небо Украсилось в оранжевый, Предвещая скорый восход, По западной части Еще темная. Яркий контраст Придавал середине неба Причудливый Светло-фиолетовый цвет. Именно такой цвет Напомнил об одном случае, Что произошел С ее мужем и дочерью Больше 17 лет назад. На полочке в ванной Давным-давно Поселились многочисленные Баночки с шампунями, Бальзамами И ароматическими солями. Неизвестно, Сколькими из них Пользовалась Сакура, Но для Кокоши Они все казались Одинакованными. На одной из них Нарисована девушка С длинными цветными волосами. Под действием Постоянной влаги, Что царило в ванной комнате, Надпись на бумажной Этикетке Растрескалась И почти стерлась, Скрывая из виду Самое важное. Выдавив в ладонь Шампунь странного цвета, Кокошин нанес Его на волосы, Вспенил и смыл. В запотевшем зеркале Совсем не видно Своего отражения, Да и к чему это, Если в нем Увидишь себя С серебристыми, Лишенными Всякого пигмента, Волосами. Кокошин Аскара Вытер волосы, Оделся и вышел Из душной ванной. Маленькая Сарада Увлеченно играла На циновке С Покуном, Навязывая ему На уши Разноцветные ленточки. Заметив Отца в проеме двери, Она удивленно Уставилась на него. Покун Страдальчески Вздохнул и, Подняв взгляд На Кокоши, Переложил поудобнее Голову На передние лапы. Пойдем купаться, Пока вода не остыла. Пап, Сарада Хотела спросить его, Почему его волосы Такого красивого цвета, Но он не давал Договорить ребенку. Давай отпустим Покуна на время. Кокоши присел На корточке И сложил печать Отмены, Тотчас, На том месте, Где лежал Нинкен, Остались только ленточки. Кокоши Помог ей Расстегнуть платье И подождал, Пока дочь Самостоятельно разденется И залезет в воду. А покажи мне Водную дюцу. Сарада знала, Что отец показывал Ей фигурки Зверей из воды. Под действием Чакры в его ладони Появлялись Кошечки, Собачки И зайчики. Давай сначала Помоемся, А потом я тебе Все покажу. Договорились? Кокоши Выдавил на руку Тот же шампунь И намылил Ребенку голову. Привычными движениями Смыл пену И оторопил на мгновение. Сарада, Как две капли воды Была похожа на кокоши В первую очередь, Из-за пепельно-серебряных волос. Такие же жесткие Эны электризованные, Но они не торчали, Как щетка, А заплетались в косы. Теперь ее длинные волосы Приобрели светло-фиолетовый оттенок. Он бросил взгляд в зеркало, И его смутная догадка Подтвердилась, Он тоже стал обладателем Светло-фиолетовой шевелюры, Ведь они мылись Одним и тем же шампунем. Завтра в Канохе Собирался совет пятикаги И даже головной убор Не скроет смелого цвета волос. Пап, А как же дьюцу? Недовольно спросила она, Наблюдая за тем, Как он уже вытирает ее. Я покажу тебе Другую дьюцу, Сейчас все увидишь. Оба с фиолетовыми волосами, Они встали перед зеркалом И начали складывать Печать и хинги. Какаши удовлетворенно Посмотрел на родной цвет Своих волос и сарады. Теперь ты сможешь Менять свою внешность Как захочешь, Подытожил он, Все еще не уверенный, Что у двухлетнего ребенка Достаточно чакры, Чтобы поддерживать технику. В ответ она сложила Новые печати, Меняя цвет волос на розовый, Со словами, Хочу быть как мама. Стоило упомянуть о маме, Какаши почувствовал Ее приближение. Все верно, Дело шло к вечеру, И Сакура вернулась вовремя, Как и обещала. Она поставила в угол Большой свиток И придирчиво оглядела обоих. Кажется, Не заметила нашего дюцу, Какаши собрался Выдохнуть про себя, Но сарада все испортила. Мам, Смотри, Какие у меня теперь волосы, И в доказательство своих слов Помахала перед ней Розовыми хвостиками. Какаши, Ты научил ее Печатим хинги? Удивленно спросила она. А у него просто Фиолетовые волосы, По-детски беззаботно Рассказала сарада, Он и меня покрасил, Посмотри, Мам. Не успел Какаши Слово сказать сарада, Прокричала Кай. И сняла хинги. Цвет волос мужа и дочери Стал светло-фиолетовым. В этом сезоне Фиолетовый оттенок был модным, И Сакура купила баночку для себя, Несколько раз использовала И оставила, Но никак не думала, Что Какаши помоет себя И ребенка с ним. Этот момент до сих пор Вызывал у Сакуры Добрую улыбку. Сколько бы ни случилось Несчастье в последнее время, Воспоминания были с ней всегда. К ним можно возвращаться В любой момент, Независимо от окружения. Они придают сил Двигаться дальше, Их не выдрать клещами, Не стереть техниками, Не заглушить страхом. Последнее отдушина, Что осталось в этом мире. Солнце давно поднялось В небе и в быстром темпе, Сакура покрыла Большое расстояние за полдни. Доля нарисовых полей Оказалась далеко позади, Снова путь пошел в гору. Невысокий лес, Состоящий из отдучавших Плодовых деревьев, Встретил ее разноцветным Ковром опавших фруктов. Сочные мелкие яблочки Имели терпко-кислый вкус. Такое же отдучавшее дерево Росло в саду в их доме. Под ним какаши Учился радует адюцу, Иногда они сражались На деревянных мечах, Оттачивая кендюцу. К стволу была привязана Мишень для метаник Кунаев и Сурикинов. С помощью кокаши, К пяти годам Она освоила все базовые техники, Но ее чакра тоже Предрасположена к стихии молнии. Сарада росла способным ребенком, Хватало знаний на лету И многие считали ее Маленьким гением, Но как могло быть иначе В семье Хатакия? Впрочем, Сири и Ниндицу У нее выходило не все так гладко, Простейшие упражнения На разделение жидкости На составные части Вызывало трудности. Сакура присматривалась К дочери, но мысль о том, Что ребенку всего лишь пять лет, Возвращала ее на землю. Может, позже. Говорила она, Успокаивая себя. Позже она увлеклась Медицинскими техниками Только лишь потому, Что ребенок Орочеморуживо Интересовался ими. Желание оставаться Лучшей в классе Академии, А потом и в седьмой команде, Не позволяло Сараде Расслабляться. Глядя на него, Стала делать первые успехи В Ирии и Ниндицу. С Мицки, Сарада всегда чувствовала Особенную связь С первых дней Знакомства в Академии. Барута в новой седьмой команде Очень напоминал Наруто в детстве, Но был не таким оболтусом. Возможно, Детство, Проведенное в мирное время И в полной семье Дало свой результат Сын седьмого Стал занощевым малым. Чего стоит его прозвище Для Кокаши Старик Вашистый. Едва заслышав эту фразу, Сарада неслась на Барута С кулаками, И тот часто получал от нее. Кокаши, Глядя на подрастающее поколение, Только улыбался и кивал Сакури, Намекая, На нее и Наруто в детстве. С тех пор, Как она впервые увидела Своего отца в облачении Хакаги, Сарада тоже захотела стать как он. В раннем детстве Она бесцеремонно срывала С него головной убор Хакаги. Когда стала постарше, Подолгу оставалась немой, Стоило ему едва отлучиться, Тайком лезла в шкаф И примеряла на себя облачение. Впрочем, Желание стать главой деревни Не улетучилось, Когда она стала еще старше, Приходила в резиденцию, Чтобы обучиться. Под предлогом помощи ему, Сарада с интересом изучила Отчеты с миссией И присутствовала на переговорах. Даже сейчас, После разрушения деревни, Сарада не остыла к титулу Хакаги, Когда ей исполнилось 16 лет, Вместе с Мицки вступила в Анбу. Сакуру часто задавалась вопросом, Что может привлекать ее ребенка В хитросплетениях интриг, Взаимовыгоды и лжи? Возможно, Желание сделать мир лучше? Скорее, Нет. Сарада, Так же, Как и Кокаши, Стремилась внести долю равновесия В тот хаос, Сгладить углы, Упорядочить обезумевший мир. Что можно упорядочить сейчас, Когда старые устои рухнули? Может, Попытаться склеить разбитую вазу? Часто, Склеенные по кусочкам вещи Становились только краше. Интересно, Какой будет ее техника кинцуги? Правление шестого хакаги продлилось чуть больше десяти лет и в наследство седьмому он передал заново отстроенную деревню. В газетах часто сравнивали канаху и столицу стран огня, отдавая пальму первенства деревне Шиноби. Несмотря на уменьшение спроса на миссии, канаха процветала. Впрочем, сытое время продолжилось и при седьмом хакаги. После победы на Кагуе и миссии на Луне, все казалось таким мелким, почти не требующим внимания. Были локальные стычки, были пришлые нукинины и разного рода авантюристы, и на первый взгляд казалось, что наступил мир. С обратной стороны медали в деревне не затихала борьба за влияние денежной потоки. Когда они разобрались с Садакаса и Тера, через некоторое время появился ему подобный, только более заширенный. Неудавшийся теракт для семьи шестого Хакаги Сакуры помнила до сих пор. В тот вечер она пришла к нему на работу вместе с Сарадой, та была еще совсем маленькая и помещалась в нагрудной перевязке. Маленький дрон пробил оконное стекло и, жужжа, вылетел на середину кабинета. Какаши отреагировал мгновенно, отправив смертельный груз в измерение Камуе. Посягательство на жизнь шестого повергло Сакуру в шок, но тогда она самонадеянно решила, что оно первое и последнее. Позже выяснилось, что подобных происшествий будет еще около 30. Если быть точнее 28. Сакура специально считала и анализировала каждый случай и даже шутя, говорила Какаши, что в среднем их пытались убить 2,8 раза в год. Разумеется, покушения начались не сразу, а тогда, когда их научный институт стал делать первые успехи. Кому-то очень не хотелось, чтобы в рядоку появилась своя вода. Семью Хакаги пытались отравить на приеме дайме, но не учли, что Какаши имеют очень чуткое обоняние. Обнаружив яд по запаху в еде, он с помощью техники земли обрушил стол со множеством яств. Искусно приготовленные богато, украшенные рыбы и морские обитатели, всевозможные дичь и редкие напитки на полу все смешалось в пеструю мешанину. Послышался женский визг и лязг оружия самураев, у выхода образовалась небольшая давка. Сам Какаши стоял на балконе, наблюдая издалека за происходящим. Тогда внутреннее чутье не подвело его. Убийца находился в числе гостей, он безошибочно его вычислил и после суда поразил Чидаре. Потом случилось еще несколько неудачных попыток, после которых Какаши всерьез озаботился подготовкой Сарады в качестве шиноби. Он никого не тренировал настолько интенсивно, и никому не предъявлял таких строгих требований, как к своей дочери. Тому были веские причины. С виду маленькая и безобидная девочка в 9 лет пробудила шарингом. В тот день они вдвоем возвращались из столицы, когда на них напал отряд нукининов. Защищая Сараду, Какаши принял на себя удар главаря банды, но она не знала, что это очередной ход гения шиноби он стал нематериальным. Какаши пропустил сквозь себя удар заряженным нинджетом, одновременно поражая техникой молнии окруживших его. Наблюдая, как ее отца в отвод убьют, она испытала шок. В момент перед глазами вспыхнула пульсирующая красная дымка. Все движения в бою показались ей как в замедленном кадре. Глаза сковала сильная боль, когда она почувствовала чужую чакру позади себя. С молниеносной скоростью она изо всех сил воткнула куны в шею нукинина. Ее обдало потоком горячей крови, но от страха Сарада продолжала бить его, хотя тот уже был давно мертв. Когда бой закончился, Какаши с трудом узнал своего ребенка, с зажатым в руках кунаем по уши в крови, она уставилась на него взглядом злобного волчонка. «Как ты мог так подставляться?» — прокричала она. «Так нужно», — коротко ответил отец, наспех оглядывая ее. Кажется, на ней нет ни одной царапины, но одна деталь заставила его нахмуриться, что случилось с ее глазами. «Покажи мне глаза!» Болят очень сильно, будто песка насыпали, плаксиво пожаловалась, прикрывая их рукой. Он убрал ее руки от лица и внимательно смотрел, такие же серые, как и раньше, только в уголках запекшаяся кровь. Но если учесть, что она вся в чужой крови, не мудрено. С другой стороны, он не мог ошибаться, когда видел ее красный взгляд. Какаши осторожно провел рукой с медицинской чакрой, снимая ее неприятные ощущения. «Скажи мне, что ты видел во время боя? Может что-то странное заметила, такое, чего не видела раньше?» Он старался мягко подвести ее к разговору. Она непонимающе посмотрела на него, спрашивая себя в уме, что могла видеть иначе. «Ты видела все в красном ореоле?» «Да», — осторожно ответила она, — «откуда ты знаешь?» Его смутные подозрения подтвердились окончательно, когда он посмотрел на нее сквозь шарингон глазные чакры от водящей канала и перенасыщенной чакурой. «Но откуда?» «Ладно он, Какаши, прошел многое, но при чем здесь Сарада? Откуда у нее?» «Об этом никто не должен знать, кроме меня и матери», — поняла. Наказал он. После рассказа Какаши о новой способности Сарады, Сакура решила, что это ошибка. Как, каким образом у нее появился шарингон? Она провела множество исследований и генетическое сходство крови Какаши Сарады на 100%, но неужели чужеродная ДНК настолько сильно вплетена в его кровь, что родной ребенок является ее носителем? Кажется, пришло время добавить в очерки у Чихи Сайюри еще один раздел. Сакура спросила Цунади, возможно ли передача шаринга над кровью Какаши, она только пожала печами, подтверждая, что подобное явление вполне предсказуемо. Но Кабуто не поверил ей, доказывая, что если ДНК чужеродная, она не способна проникнуть в родные клетки. Бывший ученик Арачимару примкнул к научному институту после того, как его учитель был полностью оправдан и дал гарантии, что ничего плохого не замышляет. После Четвертой войны он долго скрывался, но впоследствии его обнаружили Анбу. В обмен на жизнь, он обязался служить на благо деревни Листа. Его появление стало для Сакура неожиданностью, но разве не этого ли она хотела, когда будучи в роли Хакаги записала свои мысли в ежедневник Какаши? И если отбросить рассуждения о морали и этике, боевая мощь и светлые умы деревни нужны всегда. Иногда Кабуто казался ей напыщенным гордецом, который упивался своими знаниями. Иногда его опыт помогал ей в исследованиях и разработках. Впрочем, прошло очень много лет с тех пор, когда она привыкала к новому сотруднику. Сейчас Сакура не побоялась оставить на него институт и отправиться в путь. У реки плодовый лес постепенно стал редеть, уступая на другом берегу место реликтовым деревьям. Берег был изрезан перепадами высоты, скальная порода то полова спускалась к воде, то резко обрывалась в самом неожиданном месте. По скользким серым камням Сакура спустилась ближе к воде и продолжила идти, заодно присматривая себе место для ночевки. Между выступами встречались небольшие пещеры, больше похожие на каменные выемки. Долгота дня уже ощутимо уменьшилась. Сакура с сожалением подумала, что могла бы закончить миссию сегодня, но со стороны горы начали опускаться тени. Желательно поторопиться с выбором апартаментов, подумала она про себя с улыбкой, высмотрев углубление около пологого выступа, выбрала его. Досконально провела убежище на предмет незваных гостей в виде лесной живности не так страшен хищник, как неудобства, причиненные им. Медведица или кабаниха с потомством переполошат весь лес и тогда скрытности можно забыть. Сакура наживила крючки и забросила леску в воду, привязав другой конец к большому камню. Осмотрела место в поисках ветоки, подыскав подходящую для костра, перетащила ближе к стоянке. Камень с леской начал подергиваться раньше, чем она настрогала щепы для розжива. Что ни говори, в далекие времена, когда Кукаши был сенсеем седьмой команды, он выучал их жить автономно. Камень с влажным хрустом расколол череп увесистой рыбы. На минуту Сакура замешкалась, вспоминая про себя печати техники воскрешения, который ее обучил Кабута. Сожалея, что ей не удалось попрактиковаться в новой технике перед уходом, ее охватывало и некоторые волнения перед завтрашним днем. Она собралась сложить печати, чтобы снова оживить рыбу, но в последний момент передумала. Все-таки ее миссия секретная и светить вспышками чакры нежелательно. Ловко орудую Кунаем, Сакура выпотрошила рыбу, сняла хащегаки с бамбуковой палочки и отложила в сторону. Вскоре аромат жареной рыбы напомнил, что с утра она ничего не ела. Завтра ей понадобятся силы для завершения миссии. 3. Тусклый свет. Гигантские реликтовые криптомерии, кажется, помнили доисторических животных и где-то под небесами взмывали ввысь, смыкаясь с огромными ветвями. Стояла звенящая тишина, только высоко в ветвях шумел ветер. За ночь воздух остыл, слабый мороз студил щеки и покусывал за кончики ушей, но вдыхая хвойный аромат, Сакура не обращала внимания на холод. Приятно дышать полной грудью. А павшие хвоинки скользили под ногами и осторожно переступая ветки, она пробиралась все дальше. В реликтовом лесу она не встретила ни одного живого существа, кроме деревьев ее, здесь никого нет. Но, несмотря на полную тишину, показалось, что кто-то пристально смотрит ей вслед. Будто шла по шумной, людной улице в праздничный день и сотни глаз устремлены на нее. Захотелось скрыться под широким плащом. Она оглянулась и жала в руке кунной, но быстро поняла, что одна здесь. Постаралась отбросить свои предубеждения, заглушив сомнения, продолжила путь. Только ощущение чужого присутствия никуда не делось. Вполне ожидаемо в эпоху враждующих кланов тут хоронили известных членов семейств. То там, то здесь, из-под осенней травы и пожелтевших хвоенок выглядывали могильные камни с изображением печати разных кланов. Она остановилась и посмотрела на оба. Сквозь ветки деревьев проглядывал маленький голубой островок. Ориентируясь по солнцу, через два часа наступит полдень. Нет, она не опаздывала с миссией, и в запасе еще есть время. Осталось всего ничего найти за хоронение Сакума Хатаки. Сакума и Тэко Хатаки покоились под одной из криптомерий. После открытия темной стороны техник Земли, Сакура ужаснулась, вероятно, что не только она пришла к подобному открытию. Посовещавшись с Какаши, они решили, что знания никто не должен использовать во вред. Позже стало известно, что в астрономическом институте тоже узнали о побочных явлениях техники Земли. О том, что с помощью направленного потока чакры можно вывести на поверхность поток лавы, а если взять чакру и не направить вглубь, можно разрушить планету. По просьбе Сакуры, Какаши стер в ее сознании всю информацию, касающуюся смертоносной техники. Под предлогом перезахоронения останков своих родителей, с помощью ментальной техники он передал это знание умершему отцу. Только вот, под которым деревом захоронены их останки. Все криптомири оказались ей одинаковыми, и даже его свиток с подробным описанием мало помогал ей. Сакура помнила дорогу и держала в уме карту местности, но на всякий случай, достала маленький компас. Даже с поправкой на искажение, она уже должна быть на месте. Для чего она проделала весь этот путь? Если ничего не выйдет, она вернется с пустыми руками, ситуация примет угрожающий оборот. Какаши рисковал жизнью, а теперь она не справится. Она отлично помнила, почти слово в слово, что рассказал ей Какаши, и сейчас казалось, что она уже давно на месте и теперь только ходит вокруг. Это должен быть серый камень, добытый в окрестностях Канохи. Если обратить внимание, под ноги камня здесь не все серые, встречается и мрамор, и песчаник и другие, не местные породы. Вот, кажется, это он. Сакура смахнула сухую траву с высеченного знака клана Хатаки. И сейчас готова расцеловать холодный камень. Сложила печати, чтобы произвести слабую технику земли ровно столько, чтобы поднять гроб наружу. Пласт земли с тихим гулом сдвинулся, и с глубины на нее дохнула затхлой сыростью. Быстро развернула свиток с записанной техникой и печатями воскрешения. Кабута переработал технику, чтобы не использовать чужой труп. Но все же настаивал, чтобы она применила самое сильное воздействие чакры, для максимального подавления воли воскрешаемого. Сакура даже поругалась со своим коллегой, так как считала, что волю подавлять неэтично. Так и сейчас, оставшись при своем мнении, она повторила в уме всю последовательность. С некоторым волнением, сконцентрировалась на потоках своей чакры и стала складывать последовательность печатей. Нарушила тишину, царящую здесь, повторяя название печати вслух. Письменные свитка под действием чакры стали постепенно перебираться на доски гроба, оплетая в загадочном узоре. Она почувствовала сильный отток чакры к воскрешаемому, сложила заключительную серию печати и – ничего. Снова вокруг нее тишина. В безмолвии чувства обострились и вся незримая энергия, что витала в лесу, сконцентрировалась в одной точке. Сакура ясно почувствовала присутствие чужой чакры и с легким предвкушением насторожилась. Возможно, если бы она чуть больше развивала сенсорные способности, узнала бы, чья это чакра. С треском крышка гроба слетела и не успела она моргнуть, как сильная холодная рука сжалась на ее шее. Темно-сырые глаза Сакумы горели беспричиной, первобытной злобой. Чудовищная сильная хватка бывшего мертвеца опережала сосуды на ее шее и перед глазами расцвели яркие цветные пятна. Они увеличивались с каждым ударом ее сердца, застилая обзор. Сакура, что он есть сил, напрягла шею и впилась ногтями в его руку, чтобы он не задушил ее раньше времени. Воскрешенный был гением Шиноби, по силе превосходящим великих санинов. Возможно, вместе взятых. Ростом чуть выше кукаши, но Сакура никогда не чувствовала на себе всю мощь силы своего мужа. Воздух почти закончился в легких, а чтобы вдохнуть, нужно приложить немалое усилие. Кое-как она со свистом выхватила кусок воздуха. Его хватка стала сильнее, еще чуть-чуть и он раздавит ее шейные позвонки. Дело дрянь, он был в ярости. «Как ты посмела?» Он проговорил хриплым голосом, почти, как у кукаши, когда он был взбешен. С силой ударил ее головой в дерево и сжал шею еще сильнее. Кажется, из носа хлынула кровь. Времени нет и не до экспериментов. Сакура активировала печать Бьякова. Из точки на лбу, ветеватыми линиями, печать разошлась по телу, добавляя ей силы и одновременно, залечивая повреждения. Она перестала царапать его и ткнула ему перед глазами раскрытую ладонь с клановой меткой. От его хватки Сакура не смогла сказать ни слова, а так хотелось прокричать «Я тоже хатаки». Одновременно, со всех сторон послышался собачий лай. В прыжке стая Нинкинов набросилась на ее обидчика. Пакун толкнул его всеми четырьмя лапами, отпрыгнув, остановился, как вкопанный. «Хозяин?» Недоумевая, спросил он и остановил всю стаю. Когда-то давно, кукаши на всякий случай заставил ее подписать контракт со стаей, и одним из условий было то, что они появятся, когда ей будет угрожать смертельная опасность. Минутное замешательство подействовало на Сакума, тот ослабил хватку. Воспользовавшись моментом, Сакурд изо всех сил ткнула коленом ему в грудь и отбросила в сторону. Нинкина ощерили клыки и окружили ее, отгораживая от воскрешенного. «Да кто ты такая?» Прокричал он. Сакура не могла говорить, он повредил ей голосовые связки. Залечивая повреждение на шее, только злобно посмотрела в его сторону. На минуту показалось, что он может пойти в атаку и во второй раз. Хозяин, это жена кукаши, начал покун, не отходя от Сакура ни на шаг. В ответ, на лице Сакума смешались удивление и страх, смятение и, кажется, жалость. Было видно, что он искренне раскаивался за свое нападение. «Зачем ты меня оживила?» Спросил он и в миг обуздал свои эмоции. «Больше невозможно ничего прочитать. Возможно, поэтому кукаши и носит мазку. У него тоже все написаны на лице. Мне нужна техника, которую кукаши запечатал в вашем сознании, Сакума-сан. Зачем она тебе?» «Долго рассказывать», — Сакура уклонилась от ответа. «Почему ты пришла, а не кукаши?» Он внимательно изучал ее, но от нее не укрылось, что каждое сказанное слово он пропускает через призму своих сомнений. «Я повторюсь долго рассказывать», — прошипела она сквозь зубы, да и в таком состоянии совсем не горела желанием говорить. «Назови мне свое имя». «Меня зовут Хатаки Сакура», — постаралась более спокойно ответить, но продолжала его сверлить недоверчивым взглядом. «Прошу прощения, Сакура-сан, я напал на тебя, не разобравшись в чем дело. Мне бы тоже следовало извиниться за беспокойство. Какой сейчас год?» Он спросил с таким видом, будто интересовался который час. Сакура назвала сегодняшнюю дату и ее слова вызвали у него неподдельное удивление. «Получается, кукаши уже пережил меня?» С улыбкой спросил он. «Выходит, что так, интонация Сакуры говорила о том, что она не разделяла его радости. Почему он не пришел, ты мне расскажешь? Мне больно говорить, вы только что, чуть не сломали мне шею. Я очень сожалею о своем поступке, позволь мне загладить свою вину. Хорошо, только дайте мне закончить лечение». Сакура ясно заметила его сознание, что он чуть не убил ее без вины. Оно доставляет ему ощутимое неудобство и было бы невежливым, еще раз напоминать о случившемся. По ее лицу пробежала слабая улыбка, но, несмотря на видимое миролюбие Сакума, в памяти еще свежа его каменная хватка на шее. Если вдруг он опять бросится на нее, придется прекратить технику воскрешения и искать другое решение. Такой вариант будет нежелательным для Сакуры. С опаской, посматривая в его сторону, она применила слабое дюцу и выровняла землю на месте его могилы, словно там ничего не происходило. Все это время, пока он наблюдал за ними, удостоверившись в том, что Сакуре ничего не угрожает, наказал Сакума, чтобы больше не прикасался к ней и отправился в свое измерение. Они продолжили путь, молча, искоса поглядывая друг на друга. Сакума первым решил нарушить тишину. «Сакура-сан, расскажи мне, что с какаши. Все, что я знаю о нем, это то, что его нет в царстве мертвых». Он спит, почти безжизненным голосом произнесла она, почти два месяца как спит, и пояснила, литургический сон, понимаете? Глаза моментально застели слезы, но Сакура держалась из последних сил, чтобы не расплакаться перед ним. «Потому я прошу вашей помощи», — голос предательски дрогнул, превратившись в шепот. «Вот как?» — удивился он, вскинув серые брови совсем, как какаши. «Я помогу тебе, но хочу знать все, что произошло за время моего отсутствия в этом мире. Хм, боюсь, что не расскажу вам всего, я родилась намного позже, чем мой муж. Но вы правы, в мире многое произошло». Сакуре пришлось рассказать в подробностях все события, что произошли в Канохе и Стране Огня в целом, после смерти Хатаки-старшего. Он живо интересовался любыми фактами, сразу вспоминая своих старых знакомых и спрашивая ее о людях, имена которых она часто слышала впервые. Чем-то напомнил ей экзамен по истории деревни в Академии Шиноби. Но если события после Второй войны Сакура рассказывала как по учебнику, без всякой эмоциональной окраски, то дальше на временной шкале была Третья война и нападение Кьюби. Ее в то время еще не было на свете, зато Кукаши был непосредственным участником, и Сакура не умолчала о нем. «Вот как?» — значит, отреагировал он на рассказ Сакуры. Непонятно, сожалел ли он о чем-либо. Она хотела добавить, что его смерть морально убила Кукаши, когда он потерял сначала Сакамандников, а потом и Сенсия, у него никого не было, чтобы подержать. Сакура постоянно сравнивала в уме себя, когда потеряла родителей и чувствовала помощь Кукаши во всем, и его, когда никого не осталось, но помочь или поддержать было некому. К сожалению, былое уже не вернуть, но так хотелось высказать ему все. Сакура сдержала порыв, сжав кулаки в карманах и поинтересовалась. «Если честно, я думала, что вы все знаете и всех видите из чистого мира. Я провел много лет на перепутье между мирами и только после встречи с Кукаши отправился в мир мертвых. Но даже оттуда мы не видим, что происходит в мире живых. То есть, это неправда, что умершие присматривают за нами?» «Не знаю», — поморщился он. «А как там вообще? Что там происходит?» — спросила Сакура, не обращая внимания на его внезапную неразговорчивость. «Тебе это не нужно знать», — отрезал Сакума. «Так нечестно», — нахмурилась она, — «я вам все рассказываю». «Во-первых, не называй меня на «вы», мы почти одного возраста». В ответ на недоумие Сакура он продолжил с той же интонацией, если бы говорил Кукаши, «мой земной путь закончился примерно в том же возрасте, как у тебя, понимаешь?» И, во-вторых, продолжай, «мне интересно». «Ты, кажется, остановилась на втором правлении Херузена». Сакура поражалась внешнему сходству Сакума и Кукаши, тот же взгляд, мимика и жесты, порой казалось, что перед ней настоящий Кукаши, здоровый и невредимый. На минуту вспомнила, что Сарада тоже похожа на него. Чтобы отвлечься от сравнений, она продолжила свой рассказ, но уже не смогла рассказать о нападении Арачмару во время Чуниншикин, без своей оценки тем событиям. Она так увлеклась рассказом, что когда они вышли за пределы реликтового леса, солнце порядочно опустилось к западу. Завтра уже будут почти на месте, а там рукой подок до горной гряды, на которой расположен астрономический институт. Совсем забыл, мягко улыбнулся он, «Ты не устала?» «Не пора ли остановиться на ночь?» Она пожала плечами, но пришлось согласиться, дни уже стали короче, а двигаться в темноте нежелательно, когда в стране огня неспокойно. Они развели огонь, Сакура достала из-под сумка сушеную хурму и предложила своему спутнику. «Ну что ты!» Он мягко отстранил руку Сакуры, такие как я, не испытывают ни голода, ни холода, нам чужды любые человеческие потребности, пояснил и хотел еще добавить, что за время, проведенное с ней, в нем родилось острое желание исправить свои ошибки, которые он сделал при жизни. Хотя то, что он сделал со своей жизнью, уже не исправить никак. Но вслух сказал, «Мне достаточно того количества чакры, что ты потратила при воскрешении». «Немного помолчал и поинтересовался, а это весь твой ужин? А что такого?» Сакура удивилась, додая последнюю из трех ягод, что взяла вчера утром у старухи. «В мое время Кунаича могла съесть небольшого кабанчика в одиночку», — хмыкнул он. «Ты сегодня потратил очень много чакры, нужно восполнять запасы». «В этой печати почти такое же количество чакры, как и у Джин Чурики», — пояснила она и ткнула себя в лоб, показывая Набьякова. «Я заметил, ты чем-то напоминаешь мне Цунади». Он прищурился в отблесках огня, наверное, была с ней в хороших отношениях. И сейчас тоже, довольно заметила она, Шишо уже много лет живет в стране туманов. Сколько лет потратила, чтобы освоить эту печать? Он не поверил, когда она сказала, что на освоение печати ушло около трех лет. Сакура не стала ему возражать, зная, что многие не верили ей, но правда так и останется правдой. Насытившись, она закончила рассказ о четвертой войне и Шинобе. Сакума внимательно слушал, иногда задавая наводящие вопросы. Продолжила рассказывать и, конечно же, упомянула о длительной миссии, когда вместе с Какаши попали в другой мир и вернулись обратно. Это вызвало неподдельный интерес ее спутника. Разве могут существовать параллельные друг другу миры? Перебил он рассказ Сакуры. Еще как могут, улыбнулась она и принялась рассказывать научное обоснование учения о пространственных переходах. Перед свадьбой с Какаши, Сакура изучила незаконченные труды. У Татани ее таки пришла к выводу, что по всей планете разбросаны некие переходы в другое пространство, другой мир. Ученый работал над тем, чтобы вывести закономерность расположения переходов, но не успел его жизнь внезапно оборвалась. Она закончила его труд и рассчитала все точки перехода в другое пространство. Какаши в то время высоко оценил ее работу, но не позволил узнать о ней широким массам. С помощью Шарингона он отправил ее в каждую точку, где они вместе запечатали переходы между мирами. Она обиделась на своего мужа, но Какаши дал ей понять, что существуют знания, в которые лучше не посвящать многих. Если через переходы в пространстве Садака со своим подельником начали перевозить наркотико-алмазную пыль, то вряд ли они переняли бы что-то хорошее из другого мира. Сакура уставилась на горящие языки пламени и продолжила говорить, но вспоминая прошлое, ей показалось, что это было так давно, словно из какой-то красочной и яркой другой жизни. После открытия научного института она не бросила изучать тему пространственных переходов и через несколько лет вывела технику, позволяющую открыть переход в любом месте на карте Миры Шиноби. Разумеется, о своем открытии она не рассказала даже Какаши и теперь уже по привычке, старалась держать язык за зубами. «Повезло Какаши с тобой». Сакура вопросительно посмотрела на него, она всегда считала, что это ей повезло с мужем. «Но я не думал, что он станет ученым вместе с тобой, вы ведь Шиноби. Сейчас научные технологии идут рука об руку с ниндюцу, поэтому важно знать не просто много техник, а быть на шаг впереди, чем все остальные. Каждая техника, начиная от самой простой, получила научное описание, ее можно воспроизвести и записать на специальное устройство. Сакума-сан, поверь, мы такие же Шиноби, мир ничуть не изменился, здесь царит та же жестокость, что и в эпоху враждующих кланов. Сколько ни пытались предыдущие Каги навести порядок, все пошло на смарку. Изменились только способы достижения целей. Если раньше Шиноби годами оттачивали свои техники, то теперь Джанины могут с трудом ходить по воде. Пылка закончила она. «Нелегко вам, — многозначительно протянул он, — но постараюсь помочь тебе, чем смогу. Ты, наверное, знаешь, что добро, оно первично и всегда есть надежда». «Спасибо, Сакума-сан, — Какаши тоже всегда так говорил, — тихо сказала и почти незаметно подавила зевок. Его слова подействовали на нее, как тусклый свет в темноте, вселяя уверенность. Может быть, правда, есть возможность все исправить?» Она быстро отключилась, несмотря на то, что пришлось спать на голой земле. Когда послышалось ее размеренное дыхание, Сакума укрыл ее своим джанинским жилетом. 4. Основное блюдо. «Все-таки, хорошо, что удалось найти с ним общий язык, — не открывая глаз, — и подумала Сакура. Пред утренний нега, когда еще одной ногой стоишь в мире грез, но сознание уже рвется покорять высоты самые приятные за всю ночь. Как ни странно, вчера стоило сомкнуть веки, она провалилась в забытие, темное, без обрывков снов и образов прошлого. Кажется, только закрыла глаза и вот уже утро. Она сбросила с себя джанинский жилет, еще хранивший сонное тепло. Плечи обдало холодом перед рассветом в горных районах страны огня уже чувствуется дыхание зимы. Костер давно прогорел, и ветер разгонял побелевшие хлопья пепла. В предутренней синеве обратила внимание, что это не ее вещь. Огляделась вокруг в поисках ее хозяина никого нет. Где Сакума? Он же не обязан постоянно находиться рядом. Тем более, что его воля осталась при нем, — сообразила она, — а если он ушел и больше не встретится? Немедленно прокусила палец и вызвала Кацую. Призыв собачьей стаи остался недоступным для Сакуры. Они отказались слушать ее, согласившись прийти на помощь, только если возникнет опасность. Найдите мне этого человека. Она показала жилет слезняку, чтобы дать почувствовать остатки чакры Сакума. Сакура-сан, но здесь присутствует только ваша чакра, никакой другой я не чувствую. — Точно? — спросила она и, согласившись с ее заключением, вспомнила, что Кацую не чувствует чакру мертвого человека. — Спасибо, Кацую и Сама, извините, что побеспокоил вас. Совсем рядом она услышала звук легкого шлепка об землю. — Это тебе, — послышался голос Сакума. — Поешь, а потом отправимся в путь. Две тушки лесных голубей упали справа от нее. Еще недоумевая после его появления, она посмотрела на него, потом на птиц. — Что, потеряла меня? — усмехнулся он. Сакура зашлась в благодарность их и принялась очищать голубей от перьев. И действительно, почему она решила, что ее спутник должен быть постоянно рядом? — Пока ты спала, я пытался обдумать все события, что произошли с вами. Начал он, когда она возилась с огнем и разделывала тушки. — Получается, мир Шиноби достиг небывалых высот после Четвертой войны. И через 20 лет вы вернулись обратно к истокам, будто деревни Шиноби не существовало и вовсе. Неужели не осталось достойных среди жителей Канохи? — Может, осталось, — многозначительно заметила она. — Если ты говорила, что предыдущий Хакаги пропал без вести, на его место должен заступить один из его предшественников, Какаши или же Цунади. Почему вы позволили встать во главе деревни такому слабому человеку? Дайми отклонил кандидатуру Какаши, Цунади отказалась, она уже не молода для такой должности, глухо отозвалась Сакура. Она отлично помнила тот момент, после которого их начали молчаливо игнорировать в Канохе. Несколько лет назад, Наруто взял Каваки в деревню под свою ответственность, и даже поселил мальчишку в своем доме. Находясь рядом с Баруто, частицы Асуцуки странным образом начали активнее распаковываться в их телах. Как нельзя лучше, в деревне пришлась помощь Амада. Ученый раньше работал на организацию Кара, но с появлением Каваки, резко принял сторону Канохе. Он безвозмездно делился знанием с Наруто, а тот, как управляющий деревней и любящий отец, слушал каждое его слово. Когда частицы распаковались на 89%, они забили тревогу и созвали консилиум. Цунади к тому времени уже уехала из стран огня, и вместо нее пригласили Сакуру в качестве эксперта. Какаши тоже присутствовал вместе с ней. Как выяснилось, природа кармы еще не до конца изучена, и основанная цель консилиума состояла в том, чтобы сравнить печать Сакуры и метку Асуцуки. Подобно Бьякова, карма в состоянии покоя представляла собой маленький ромбик, но когда требовалось, метка распространялась по телу, придавая фантастическую силу ее владельцу. По мнению Амада, для эксперимента нужно снять печать с тела Сакуры. Ее удивленное молчание присутствующие приняли как согласие. В силу правил 3,1, воспользуясь правом мужа, отозвался Какаши. Его реплика вызвала немое недоумение, как же так, вот Сакура перед ними, готова принять участие в эксперименте и вдруг из-за какого-то дремучего правила, их задумка рассыпается на глазах. К слову, правилам запрещалось жене предпринимать решение без согласия своего мужа. Законы Канохи не пересматривали уже давно и в самый неудобный момент, недочет дала себе знать. Сакура чен беременна, это может навредить ее здоровью, сказал он, сжимая ее похолодевшую ладонь. Она продолжала молчать, ведь Какаши подал ей соответствующий знак, но неужели Наруто мог так просто пожертвовать кем-то из команды? Сакура часто пыталась поставить себя на его место, но всякий раз, развивая подобные события в уме, она никогда не предполагала решать проблему за счет остальных. С другой стороны, она понимала Наруто как никто другой. В таком случае, собрание можно считать оконченным, подвел итог Шакамару. Оказавшись дома, под звукопоглощающим барьером, она спросила Какаши, для чего весь этот блеф, зачем ты сказал о том, чего нет? Намекая на то, что беременности нету в помине. Ты веришь всему, что скажет этот ученый? Сакура попятилась, понимая, что и в этот раз Какаши оказался прав. Сколько она знала Мада, тот часто сыпал разбросанными терминами и фактами, но если вдуматься в его слова, он делился только той информацией, которая повернет события в правильном для него ключе. Они снова молча продолжали путь. Вопрос Сакуму выдернул ее из-за воспоминаний, в чем заключалась немилость со стороны Дайва. После смерти старого Дайми нам дали понять, что наш институт не очень-то и нужен. Дайва не предложил нам ни одного нового заказа на исследовании и в скором времени Наруто сократил финансирование. Мы отпустили всех работников и для остальных сделали вид, будто прекратили работу. В институте нас осталось трое, я, Какаши и Кабута. О нас знала еще Сарада и ее сокомандник. Они Анбу, поэтому не думаю, что будут делиться этой информацией с кем-то еще. Мир совершенно не поменялся. Нам продолжали улыбаться в глаза, но каждое наше предложение Наруто встречал немым равнодушием. На самом деле, как предполагала Сакура, имелось много причин и, возможно, она могла ошибаться, думая, что их начали игнорировать именно с того момента. Но тогда в Канухе никто не препятствовал закрытию института. Какаши все время отмалчивался и никак не комментировал случившееся. А теперь, когда на кону стоит слишком много, Сакура опасалась, как бы ее не обнаружили рядом с астрономическим институтом. Ты уверена, что Наруто именно пропал? Он столько сделал для деревни и в самый трудный момент исчез. Это верно, никто не знает его местоположение, полушепотом сказала она. Боль от потери сокомандника немного притупилась, но все также давала знать о себе. В прошлом году после трагедии, она провела анализ ДНК всех неопознанных телефон на совместимость с Наруто, и ни в одном из случаев результат не дал положительный результат. Сакума, глядя на ее переживания, не знал, о чем можно спросить, чтобы не свести разговор к потере семьи, друзей или же еще чему-нибудь, что вызывает у нее, едва сдерживаемые слезы. С другой стороны, просто так она бы не отыскала его могилу и не подняла из мертвых, если бы деревни и страна процветали. Ее затея слишком серьезная и не менее опасная, Сакура хочет, чтобы он передал ей сведения о запрещенной технике, с помощью которой она собиралась стереть с лица земли астрономический институт. Сегодня ночью он решил, что не будет так, как она задумала. Очень опасно подвергать ее риску, ведь если Какаши придет в себя и узнает, что с его женой что-то случилось, ему будет очень сложно принять правду. Мужчинам из рода Хатаки незаслуженно везет на хороших жен, подумал он и спросил, ты вчера обмолвилась, что недавно была с Какаши на миссии разведки. Мы были в столице в начале июня, вспомнила она, опуская некоторые подробности, начала рассказывать. Несмотря на разногласия Какаши и иконы Хэмру, Сарада продолжала работать в Анбу. Вместе с Мицки они образовали неплохую боевую пару и к тому времени завершили много успешных миссий. В этот раз она работала в столице и краем уха услышала, секретную информацию, о том, что Дайва изъявил желание жениться. Даже направил посланников на побережье океана и его избранницей стала принцесса народа Айну. В качестве приданого она передавала свои земли во владение стран огня. Так часто делали, чтобы прирастить новые территории и заодно защитить свой народ от нападений. Только в этой истории многое не сходилось, Дайми жил в мире развлечений, совсем не обращая внимания на государственные дела, и вдруг, такое серьезное решение, что даже назначена дата свадьбы. Сарада сначала не поверила слухам, но разузнав подробности, передала своему отцу все, о чем узнала. Кокаши согласился с ней, считая, что в этой истории много неизвестных, и в начале июня они с Сакурой отправились в столицу. Простые миссии по разведке и поиску информации всегда нравились ей, на них можно прикинуться незнакомкой. Часто походила на театр, где Сакура и Кокаши отыгрывали заранее подготовленные роли. В этот раз им удалось проникнуть на закрытое собрание столичного клуба для приближенных к Дайме. Дюжины самых богатых и влиятельных глав семейств регулярно собирались в самых разных местах, чтобы обсудить положение и дело разделить между собой сферы влияния. Сам Дайва не участвовал в подобных сборищах, наивно полагая, что вся власть находится в его руках. В тот раз избранным местом стал дом одного из местных феодалов. По ранее обговоренной роли, Сакура должна выйти в состав обслуживающего персонала и выведать информацию. Кокаши в тот вечер находился рядом и прикрывал ее, если вдруг придется срочно прекращать миссию. Она решила, что роли обслуживающего персонала будет недостаточно, кто из них будет выкладывать ценные сведения при горничной или официантке с подносом. Зная об извращенных вкусах и неумеренности присутствующих гостей, Сакура поступила иначе. Не Таймари древние и любимые развлечения в среде богачей и приближенных ко двору, а простыми словами поедание закусок с обнаженного тела девушки. Считалось, что еда, нагетая человеческим теплом, придает жизненную энергию и долголетие. Конечно же, присутствующим запрещено прикасаться руками и даже общаться с живым предметом сервировки, поэтому Сакура, не сомневаясь, выбрала эту роль. В его доме находились специально обученные девушки, они часто соревновались между собой, чтобы занять место на подобном приеме. Под видом горничной, Сакура проникла к очередной счастливице и усыпила ее. Красавица проспит долго, примерно до следующего вечера. Сакура приняла чужое обличие, скопировав даже маленькую родинку, справа от пупка. Скрыла потоки чакры и спустя некоторое время ее, богато, украшенную редкими цветами с немнередкой едой, выложенной на голом теле, внесли в зал. На золотом блюде, наполненном розовой водой, лежал банановый лист, настолько огромный, что Сакура помещалась на нем в полный рост. Ее волосы украсили живыми цветами, лицо покрыли тонкой патиной сусального золота, продолжая узоры ниже на груди. Остальное тело-живот, руки и ноги покрыли водорослями, чтобы еда не соприкасалась с кожей, а только слегка нагревалась от ее тепла. На руках выложили приоткрытые раковины морских гребешков, а в каждой ладони лежал цветок лотоса, вдоль ног раковины устриц. Панцирь морских ежей, наполненный оранжевой икрой, повара выложили ей на живот, перемежая с цветами и фигурно вырезанными овощами. Сакура мысленно поблагодарила их, за то, что они догадались обрезать острые концы на панцирях. Нарезанные искусно приготовленные кольца неприличного моллюска и трепанги на листьях бамбука уложили ей на грудь. Основные украшения стола для компаний присыщенных извращенцев уже подано, послышалась музыка сями сына и вечер начался. В этом доме не скупились на роскоши, несмотря на неохватку продуктов в стране, здесь собраны самые редкие, и в большом избытке. Присутствующие здесь, кажется, не знали они урожаи голодающих у северной границы. Кроме Сакуры, внесли еще двоих девушек, украшенных цветами и различной едой. Она закрыла глаза, чтобы не выдать себя и полностью настроиться на окружающие звуки. Мысленно попросила прощения у кукаши, если вдруг он по запаху обнаружит ее. Так и произошло, едва начался прием, она почувствовала легкое прикосновение такое, как ее касался только муж. Здесь ты намного вкуснее, чем вся эта мишура. Его шепот она узнает из всех голосов, доносящихся до нее. Следующий голос одернул кукаши, мол, дотрагиваться до девушки, тем более, разговаривать с ней считалось маветоном даже в среде избалованных извращенцев. Вечер тянулся невыносимо долго, вместо полезной информации пустая болтовня, которая стала для нее единственным развлечением. Господин Минамото выкупил горячие источники в долине пара, послышался высокий мужской голос слева. Говорят, он подарил их своей наложнице, а она перепродала их и накупил золотых побрякушек на все деньги. После фразы послышался раздражающий мужской смех и, заслышав его, Сакура очень захотела скривить губы. Конечно, она так не сделала. На свадьбе Дайва надеясь увидеть его за знобу, обвешанную золотом, вторил ему собеседник. Пока ничего, касающегося их миссии не прозвучало, Сакура даже начала скучать от праздных разговоров, доносящихся со всех сторон. Постепенно количество еды на ее теле уменьшалось, но она чувствовала, что Какаши постоянно находился рядом с ней. Вы представляете, девушка оказалась Кунаичи и попыталась отравить его в постели, но охрана засекла ее и деревне Шинобе. Пришлось отвечать по полной за это недоразумение. Писклявый голос доносился совсем рядом с ней. Жаль, что это случилось не в нашей стране, у нас Шинобе теперь по струнке ходит после разрушения Канохи, сказал неизвестный и подцепил трепанга с ее груди. Сакура очень пожалела, что не сделала себе инъекцию легкого яда, чтобы выделить его через пары на коже и вызвать диарею у тех, кто берет еду с ее тела. Присутствующих вельмож ей совсем не жалко. То ли еще будет после свадьбы, тонко намекнул второй собеседник и, кажется, угостился икрой морского ежа. Послышался плеск розовой воды. Видимо, эти двое обмыли руки в том же блюде, где и лежала Сакура. Благо, банановый лист достаточно широк и не пропускал влагу. Что же будет после свадьбы? Насторожился первый. О, это приватный разговор, давайте отойдем подальше от чужих ушей. Она направила тончайший поток чакры в слуховой канал, усиливая способность в несколько раз. Звук отдаляющихся шагов говорил о том, что они направились в сторону окна в дальнем углу. Вы меня заинтриговали, не томите же. Поговаривают, что во время обряда в храме Шиноби готовит небольшую провокацию, и знающие люди не будут присутствовать там, сказал второй. Но разве такое допустимо? Вот увидите, после произошедшего Хакаги станет мальчиком для порки, и возможно, в стране огня запретят пользоваться чайкрой совсем. Его фраза вызвала приступ смеха у собеседника. А наша принцесса определится. Наконец, со своим преданным, он перешел на шепот. Вы представляете, она еще думает, предавать ли ей свои земли во владении страны огня или нет. В самом мнении, скажу вам, у нее выше крыши. Она хоть и принцесса, но кроме титула и голого побережья у нее ничего нет. Вот если бы прибрежные провинции перешли нам без преданного в качестве принцессы, другое дело, мечтательно проговорил первый. В чьи владения отойдут новые земли? Пока не могу вам точно сказать, будьте наготове. Скорее всего, эту территорию разделят между несколькими семействами. Сакура хотела послушать и дальше, но почувствовала, что на сегодня ее роль отыграна прислуга выкатила под нос из комнаты. Уже на кухне с нее сняли остатки водорослей и, все еще находясь в чужом обличье, набросила на себя одежду и вышла в тускло освещенный коридор с высокими колоннами. Не думал, что ты настолько привратно поймешь свою роль, тихий голос Сукио нарушил тишину. От широкой колонны едва заметно отделилась тень, и он бесшумно оказался позади нее. «Накинь на себя и нам пора». Сакура послушно набросила серый плащ с капюшоном, частицы сусального золота не так просто смыть с лица. С ними она станет легко узнаваема, но Какаши позаботился и об этом моменте. В полном молчании она добралась до дома, и даже потом он не проронил ни слова. Она ясно заметила, как на его скулах нервно подергивались желваки. Их дом в столице Какаши купил через подставных лиц еще в то время, когда был Хакаги, и очень долгое время им никто не пользовался. Может быть, зря, в их личный унсен подведена уже горячая минеральная вода. Рядом с домом бил термальный источник. Сакура отменила технику превращения, закрывшись в диша, едва ли не сорвала с себя одежду. Не обращая внимания на боль, ногтями содрала с лица остатки золота и принялась оттирать мочалкой тело, особенно там, где соприкасалась с водорослями. Кажется, едва ощутимый запах морепродуктов и вместе с ним сборище богачей до сих пор преследовал ее. Как же противно! Она продолжала тереть покрасневшую кожу, пытаясь смыть с себя остатки этого вечера. Не получалось хоть раздерив кровь. Чужие взгляды, что оценивающе скользили по ее телу, хоть и замаскированному по другую девушку. Надменные разговоры ни о чем словно въелись в подсознание. Казалось, что к ней до сих пор тянутся чужие пухлые пальцы, норовя оторвать кусок ее тела. На протяжении долгих лет смотреть и тем более, прикасаться к ее телу мог только муж. Несмотря на услышанную важную информацию, Сакура чувствовала себя предательницей. По дороге домой, Какаши дал ей понять, что считает так же. Это понимание стало самым мерзким за этот вечер. Какаши наскоро обмыл тело и, оставив только соляную лампу, погрузился в теплую воду Онсина. Открыл книгу на загнутой странице, но пробежав глазами по нескольким столбцам, закрыл и отложил в сторону. Роман и Ячичи всегда помогли ему сосредоточиться, но не сейчас. Миссия прошла успешно, они узнали все, что требовалось. Во время свадебного обряда готовятся покушение на Дайва, но скорее всего, пострадает принцесса, возможно, смертельно. В таком случае, ее земли без лишних разбирательств перейдут во владение Страны Огня. Нападение собираются обставить так, чтобы потом обвинить Шиноби Канохи. После всего, что случилось с деревней Шиноби, под руководством Восьмого, Какаши не жалко, если их подставят. Но скорее всего, пользоваться Чикрой запретят вовсе, тем более, что в стране молний уже давно введен запрет. Но далеко идущие перспективы его особо не беспокоили. Важно не допустить, чтобы пострадала принцесса. Она не виновата, что волей случая оказалась замешана в грязной игре окружения Дайва. После миссии осталась неприятная оскомина Сакура. Возможно, она хотела узнать больше и даже узнала, слушая разговоры собравшихся вокруг нее. Но какой ценой? Она так легко разделась для сборища подонков, что пришлось стоять около нее весь вечер. Никогда не считал себя ревнивцем или, хуже того, собственником. Кажется, за все время совместной жизни он был выше унизительной ревности, будучи уверенным в ней. Просто не допускал мысли, что она может сделать и такой шаг. Холодный ум подсказывал, что так бы поступила любая кунаичи, используя свое тело, как приманку так легче, да и это просто миссии. Но неприятное, саднище чувство поднимало голову все выше, задвигая все дальше здравый смысл. Тихий плеск воды отвлек его от разъедающих самокопаний и Сакура скользнула в бассейн через ширму. С тихим вздохом окунулась по шее и заняла место напротив него. Мазнула взглядом, но не задержалась на нем и его лица не видно в контражуре. Чувство ревности захватило его полностью и очень хотел сказать ей что-нибудь неприятное, пройтись по ее поступку. Поджал губы, едва удерживая в себе слово и понимая, что это очень и очень несвойственно ему. Никогда в жизни не позволял себе говорить ей обидные слова. Череда трагических событий изменила их обоих, но Сакура в его жизни единственный источник, кому он дарит любовь и от кого получает утешение. Как маяк среди моря, напоминающий о земле. Она опустилась головой под воду и через несколько мгновений вынырнула. Подняла руки из-под воды и привычным движением распустила волосы. Розовая волна с узкой змеей просиди огладила ее плечи и спустилась под воду. Капли воды еще сбегали по ее лицу в свете соляной лампы он попадал прямо на нее и только сейчас Какаши заметил некую странность. Ее лицо, шея, руки все покрыты красными пятнами и мелкими царапинами. Множество маленьких повреждений до сих пор сочатся с укровицей. Какаши молниеносно оказался рядом с ней, но еще быстрее его укололило сознание, для чего она так сделала. Сквозь собственный стыд он залечивал царапины на ее теле, боясь посмотреть ей в глаза. Как можно быть зацикленным на себе, оставаясь глухим по отношению к ней? Совсем недавно он дал ей понять, что думает о ее поступке и Сакура отлично поняла его посыл. Но даже не потрудился спросить ее о том, как она себя чувствует. Ничтожество. Кажется, последнее событие здесь ни при чем, и следует винить только свое Эго. Неужели он изменился так сильно, что не замечает происходящего с его женой? Постоянная борьба на протяжении двух десятилетий против неправды и откровенного зла вытянут душу из любого. Надоело постоянно держать руку на пульсе, быть наготове, боясь отпустить. Кажется, если отпустишь, все окружающее втянется в бездонную воронку смерти. В борьбе с пустотой чуть не потерял самое ценное Сакуру. Если бы только она дала ему шанс все исправить. «Прости меня», – прошептал он, когда зеленое свечение Метчикры погасло в его руках. «Это ты меня прости, я должна была сказать тебе о своих планах. Можно я тебя поцелую?» «Какаши!» Ее губа тронула легкая улыбка и сразу же утонула в его поцелуе. Он готов пройти губами каждый миллиметр ее тела, только чтобы она забыла эту миссию, как страшный сон. «Тебе не больно?» «Продолжай!» Сладостный шепот мог стать для него спусковым крючком, чтобы смять ее тело в своих ласках. Достоин ли? Глядя на ее полупрекрытые от удовольствия глаза и слыша ее прерывистое дыхание, его внутренний демон готов сорваться с цепи. Боясь сделать ей больно, или показаться грубым, прикасался к ней как в первый раз, чувствуя ее приятные напряжения на кончиках пальцев. Осторожно, мгновение за мгновением, он терпеливо заставлял ее раскрыться перед собой. Он знал, что от его касаний Сакура дрожит от удовольствия, забываясь, подгибает пальцы ног. Нежная и сладкая, тая в его ласках, она заключила его талию между бедер, намекая на большие. Чувствуя на себе ее искушенные прикосновения, как Аши готов сдаться в сладкий плен. Не спрашивая его, она исполнила свое желание, приподнявшись над водой, начала двигаться на нем. Соляная лампа прогорела, оставив после себя легкий аромат и сопая полную темноту. Когда ведут разговор на чувственном языке прикосновений, освещение не нужно. Он слышал только тихий плеск воды и ее приглушенные стоны. Теплые воды и близость любимого человека дарили чувство защищенности, одновременно отправляя сознание в космос. После посещения Онсона голова еще долго шла кругом, на теле чувствовались ее недавние прикосновения, а разум не хотел отпускать приятное время провождения. Сакура мирно спала, положив голову ему на плечо и обнимая его свободной рукой. Самое время вслед за ней прокинуться в забытие, но блуждающий ум снова вернул его в начало вечера. Каким бы ни был его враг, сам Дайми, или его окружение, он ни за что не позволит себе проигрыш, не позволит отобрать его Сакуру, его дочь, его жизнь. В груди зашевелилась холодная льдинка мести, и план следующей миссии начал складываться в голове сам по себе. Они вышли к высшей точке горной гряды к полудню. Внизу подернутый облаком лежал город пара. Немыслимое количество горячих источников парило одновременно, и облачная шапка почти никогда не сходила с неба над городом. На вершине горы яркое солнце светило им в спины, отчего на поверхности облака от теней Сакуры и Сакума разошлись разноцветные кольца Глории. За следующей, более высокой горой расположен астрономический институт, а наличие большого количества термальных источников говорило о том, что в этих местах развит активный вулканизм. Если совершенно случайно в тех местах случится сильнейшее землетрясение, никто ничего не заподозрит, подумала она про себя. Это и есть твоя цель? Спросил Сакума. Сакуру кивнула в ответ, но сейчас каждый их них думал только о своих стремлениях. 5. Жертвенная овечка, госпожа, приподнимите руки, пожалуйста. Полохари взлетели вверх, вслед за вытянутыми руками принцессы. Свадебный наряд красного цвета с геометрическим узором из темно-синих прямых линий оттенял традиционную прическу. Камни граната в звеньях цепочки, что спускалось с конздаси и с кости мамонта, столкнулись друг с другом с тихим треском. До церемонии осталось меньше часа и совсем скоро принцесса Тека станет законной супругой Дайми Страна Огня. Она опустила взгляд на Сараду, пытающуюся завязать ей по особи, но что-то смущало в оточенных движениях ее новой прислуги. Девушка явно непростая, значит ли это, что именно она и убьет меня? Пытаться узнать своего будущего убийцу для принцессы Айну стало некоторым развлечением в последние дни перед свадьбой. По приезду в столицу Страна Огня, под видом мнимой заботы, ее оградили даже от прислуги, не говоря уже о приближенных. «Ты давно работаешь здесь?» спросила она и украдкой смахнула слезинку. «Да, госпожа, мне приходилось выполнять подобную работу», смущенно произнесла Сарада, поправляя очки. Сыграть чужую роль или втереться вдове для нее не составляло труда, и когда учитель Конохамару объявил ей о новой миссии, она согласилась без задней мысли. Позже Сарада проанализировала предстоящую миссию и многие детали в ней не понравились. Она поспешила поделиться соображениями с отцом все-таки «Шестой Хакаги имеет больше опыта в закулисной игре». «Это миссии по сопровождению принцессы?» спросил он. Сарада кивнула и заметила, что после ее вопроса его взгляд стал еще мрачнее, чем в последние дни. Вместе с матерью они такими вернулись из столицы оба темнее ночи. На любой ее вопрос отшучивались, будто перед ними нехорошо обучена Анбу, а ученица Академия. Мицки довольно точно предположил, что возможно Кокаши и Сакура узнали нечто такое, что сами еще не в силах принять. Сарада тогда вспылила, сказав, что его навыки наблюдения заканчиваются где-то в районе ее юбки. Сокомандник наградил ее выразительным взглядом и ничего не ответил на ее выпад. Вообще, взгляды – это первое, что возникло между Сарадой и Мицки с самого начала обучения в Академии. Еще не зная его имени, она почувствовала пристальный взгляд в спину. Не скрываясь, он просто пялился на нее, хотя в мире шинобидолгие взгляды никогда не приветствовались. После уроков она специально наступила ему на ногу, посылуя небольшой разряд электричества. Она решила, что после подобного предупреждения он перестанет так делать. На следующий день она поняла, как ошибалась этот засранец все так же пялился на нее. Пришлось его воспитать кулаками с чекрой, о чем незамедлительно сообщили родителям. Приняв к сведению жалобы руки Сенсия, мать выслушала ее сбивчивое оправдание и предложила, чтобы она просто поговорила с новым учеником. В тот день, Мицки пытался оправдаться, говорил, вроде она приковывает к себе взгляд, но разговор не задался и вход снова пошли кулаки. Так пролетели три года в Академии, и Сараду совсем не удивилась, когда их поставили вместе в одну команду. Возможно, работа в команде изменила их взаимоотношения, но в ее 16-й день рождения Мицки признался ей в любви. Теперь наступила очередь Сараду пялиться на него, плохо понимая, что побудила его на такой поступок. Тем вечером она вернулась с праздника бледная, как стенная, конечно же, родители заметили изменения. «Ты так выглядишь, словно Мицки пялился на тебя весь вечер», спросил отец. «Хуже, все намного хуже». Она закрыла руками лицо, стараясь не заплакать, он признался мне в любви, с этими словами она бросилась как оши на грудь. Опишев то ли от признания дочери, то ли от понимания, что она настолько выросла, что ей признаются в любви, он медленно поглаживал ее по голове. Когда она окончательно успокоилась, сказал ей, что независимо от того, хочет она быть с Мицки больше, чем с сокомандники, она должна быть честной в первую очередь с собой. Они стали ближе только после разрушения деревни, отношения закрутились с такой же скоростью, как и перемены вокруг них. Мицки стал ее единственным другом, и что-то промелькнуло в его отношении к ней, похожее на то, как ее родители относились друг к другу. Он тоже очень тонко считывал малейшие изменения в ее настроении, будто в раз настроился на ее волну. Если уже Мицки предположил, что ее родители узнали в столице некую информацию, которая озадачила их, Сарада начала самостоятельное расследование. Во-первых, ее миссия оплачивалась в два раза выше, чем все остальные, во-вторых, вместе с ней во время свадьбы дайми будет находиться еще 20 шинобеконохи. Назвать их джанинами у Сарада язык не поворачивался, но почему бы в такое сложное время ей не выдвинуться вместе с отрядом, чем пробираться одной? Учитель Конохамру, сидя в кресле Хакаги, только развел руками, мол, ничего не поделать, у вас разные задания. Собрав доступные сведения, Сарада снова попыталась выспросить своего отца, чтобы найти недостающую деталь к мозаике последних событий. Тот продолжал ходить с непроницаемым видом, но каково же было ее удивление, когда он решил отправиться вместе с ней в столицу. В двух часах ходьбы до места назначения он затянул ее воронку Камуя и поведал некоторые детали предстоящей миссии. На принцессу готовится покушение, и тот отряд будет занят его подготовкой и воплощением в жизнь. Получается, моя задача сопровождать ее и охранять от своих же людей. Да, но там произойдет нечто большее, нежели простое покушение, и если им это удастся, в стране огня запретят пользоваться чакрой. Какаши не собирался говорить дочери, что во время свадебной церемонии вместе с покушением астрономический институт планировал испытать применение частиц чакры Инь. И пока Сарада занята охраной принцессы, он сделает все, чтобы предотвратить страшный эксперимент. В стране молнии уже давно есть похожий запрет, с сомнением произнесла она. «Дело не в запрете», подумал, взвешивая, «стоит ли говорить ей то, что узнал в столице, и даже не в покушении на принцессу». Он решил ей рассказать все, что знал сам. Если Сарада принимает участие в миссии, то обязана знать все риски, связанные с этим. А в чем же тогда опасность применения частицы? Сарада, нельзя быть настолько неосведомленной, работая в Анбу. Он сначала упрекнул ее за детский вопрос, но все же поделился с ней информацией, возможности управления частицами и позволит им изменять природные условия так, как захочется. Что плохого, в том, чтобы пошли дожди в пустыне. Какаши посмотрел на нее умаляющим взглядом и задал встречный вопрос, «Как ты думаешь, что произойдет в стране, если плодородные земли превратить в пустыню и выдавать каждому по горсту рису в день?» И, в ответ на ее вопросительный взгляд, начал загибать пальцы. Если вдруг при покушении на свадьбе погибает не только принцесса Айнов, но и Дайме, династии прерываются и власть переходит к клану Набунага. Какаши загнул второй палец. Насколько я помню, они ярые противники Шиноби, но кланы землевладельцев в свою очередь ненавидят Набунага. И теперь представь, если эксперимент с частицами и не удастся, они обратят плодородные земли в пыль, а жителей заставят мигрировать в поисках пропитания. В стране начнется новая война, и если учесть, что клан Набунага занимается производством оружия, в итоге они станут только богаче. Твоя задача не допустить, чтобы пострадала принцесса и в случае непредвиденной ситуации организовать ей передачу власти в стране огня. Отец, но почему Конохомару дал миссию именно мне? Выпылила сарада и уставилась на него широко распахнутыми глазами, не в силах сказать больше ни слова. Прости меня, это его месть, он до сих пор не может смириться с моим физическим существованием, потому решил действовать через тебя, сарада. По его предположению, если ты пострадаешь, то пострадаю и я. И, к сожалению, он прав, угрюмо закончил он. В любом случае, ничего не бойся, в миссии участвуют саски, ты будешь не одна, успокоил какаши и прикоснулся губами к ее жестким волосам на макушке. Во время свадебной церемонии держись ближе к принцессе, поняла меня. В его личном измерении звук отталкивался от стен и возвращался вновь к своему источнику, а серые глухие стены могли раздвигаться по желанию и точно так же менять свою форму. Она тоже мечтала пробудить Мангеко, чтобы уметь пользоваться техникой Камуи. Сарада молча кивнула и с опаской заглянула в его серые глаза такие же, как у нее вспыхнули красным, и в следующее мгновение они оказались на том же месте, где и попали в его измерение. Госпожа, посмотрите на меня, нужно поправить ваш макияж. Справившись с обе, Сарада промокнула ее слезы и, орудуя большой пушистой кистью, припудрила заплаканные щеки. Угольным карандашом навела контуры татуировок на лице принцессы. Она плакала с самого утра, слезы стекали по щекам, постоянно смывая только что нанесенные белила. Сегодня такой радостный день, вы выходите замуж, вам нужно улыбаться, как можно более непринужденно начала она. Возможно, кто-то и порадуется, когда принцесса Айну отойдет в чистый мир, а ее земли новым владельцем, иронично заметила она о себе в третьем числе. Пока я рядом с вами, ни один волос не упадет с вашей головы. Повернитесь спиной, нужно еще немножко подправить. Как я могу доверять Шинобе Канохе, если они весь предыдущий год творили бесчинство на моих землях? Если бы не они, я бы не согласилась на предложение вашего дайми. Госпожа, не следует судить обо всем стаде, глядя на больную овцу. Надеюсь только на помощь высших сил. Упреждая ее вопрос, принцесса протянула в раскрытой ладони небольшую, грубо выпиленную деревянную фигурку медведя. Почитаете дух медведя? Спросила Сарада, моя бабушка тоже была из Айну. Она пришла в деревню Шинобе вместе со знаменитым белым клыком Канохе, у них родился сын, который впоследствии стал шестым Хакаги. Мою бабушку тоже звали Тека. Кактюсен мир, многозначительно протянула принцесса. В последнее время она все чаще вспоминала историю о женщине из ее племени, которая много лет назад ради любви бросила свои земли и ушла в Каноху. В истории так много совпадений, но если та ушла ради любви, то ей придется вступить в брак по принуждению. Нам пора выходить, и помните, что бы ни случилось, я буду рядом с вами, госпожа. Просторный внутренний двор столичного хромового комплекса по случаю праздника украсили с особым изяществом. Дорогие цветы и бумажные фонарики к вечеру сменятся яркой иллюминацией, несмотря на отсутствие электричества в столице. Дайми женится не каждый день и, даже если в стране проблемы, нужно устроить торжество по высшему разряду. Хотел бы Кукаша порадоваться, но понимание, что весь этот праздник затеян с целью доказать свою мнимую силу, заставляло сплюнуть через зубы и крепко выругаться. Черная диабазовая плитка во дворе поглощала солнечное тепло и отдавала его окружающим с двойной силой. На отгороженной части двора еще в древние времена какой-то мудрец поставил солнечные часы, наказывая предкам содержать их в порядке. Многие искали в этом высокий смысл, но сейчас они сильно выручали Кукаши, когда тень от острова на верши сравняется с насечкой, начнется свадебный обряд. Несколько деревьев гинква, что росли у входа в храм стали отличной маскировкой для него. С высоты отлично просматривается все, что происходит здесь, ухрана уже расставлена, но, кажется, они не замечают коноховцев. Люди Конохамару пронесли адскую машину на территорию комплекса и под видом камня духов установили у входа в храм. Пахнуло взрывчаткой, ветер разносил смертоносный запах по всему двору перед храмом. Все приготовлено и уже пошел обратный отчет, ровно в полдень начинается церемония, ровно в полдень здесь все взлетит к чертовой матери. Коноховцы установили во дворе специальное устройство нинджит, способное перенести в другое место довольно приличный вес, примерно рассчитанный на двоих поджарых людей. Но дайвы весят как двое, даже трое человек, следовательно, устройство только для него. Принцесса здесь, увы, как размена и монета. До церемонии остались считанные минуты. Ворота, ведущие в храмовый комплекс, уже распахнуты, и гости постепенно заполняют двор. Нарядные богачи их жены, наложницы с детьми, прислуги и даже с ручными собачками чинно выстраиваются вдоль красной дорожки. По ней должна пройти принцесса так как ожидающему дайва. Только вот, жениха нигде нет. Что если, зная о готовящемся покушении, он просто не явится? Так поступили некоторые главы семейств, которые задумали весь фарс с женитьбой на принцессе. Сомнения кокоши развеялись с появлением дайма, вот он, разодетый в шелк вышагивает в гетто по черной диабазовой плитке, ступил на ковер. Как только его сандалии выдерживают такой вес? Шаг за шагом он приближается к своей цели. Самое время поставить защиту вокруг дорожки. Барьер четырех монахов считался особо сильным за всю историю ниндюцу. Кокоши заранее подготовил клонов и в обличии буддийских монахов они вошли во двор хромового комплекса вместе с гостями. Их красно-желтое одеяние не вызвало никакого интереса ни среди гостей, ни среди так называемой охраны. В складках одежды клоны скрыли руки в молитвенном жесте, бормоча с утра под нос, незаметно сложили печати. Возник незаметный прозрачный барьер, способный удержать в себе даже взрыв бомбы хвостатого зверя. Он почувствовал сильный отток чакры и потянулся в подсумок за солдатской таблеткой. Вполне возможно, что еще придется дать бой после происшествия. Почему-то интуиция подсказывала Кокоши именно такой исход событий. Обратил ровняется со стрием и тогда нужно быть готовым. Показалось ярко-красное хори принцессы и серебристый хвост его дочери. Сарада склонив голову, прошла сквозь разношерстную толпу и заняла место ближе к принцессе, насколько позволяла ее роль. Прикрыла нос рукой, явно ощущая запах взрывчатки. Ей по наследству досталось умнее всех в роду хатаки чуткое обоняние. Жрец связал правую руку Дайвы и левую принцессы таки начал читать священный текст. Сейчас толпа присутствующих благоговейно замерла, пытаясь вслушаться в слова. Тени все ближе стремиться к насечке солнечных часов. Сарада сверкнула глазами на принцессу и незаметно протянула руку к подсумку с кунаями. Порыв летнего ветра смешался со словами жреца. Тени сравнялись. Три два один Камуя Под городом пары расположено множество горячих источников и часто горячий воздух с шипением вырывался прямо из-под решеток на дороге. Этот город знаменит бесплатными мсенами и банями здесь был избыток горячей воды и она часто стекала по улицам невостребованной. Немногочисленные жители настолько привыкли к природным удобствам, что даже еду готовили на пару, поднимающимся из-под земли. Сакура наклонилась над решеткой, выходящей из каменной мостовой и протянула ладони над паром. Когда она почувствовала, что руки достаточно прогрелись, встала и продолжила рассказ, вот так, в тот день я чуть не осталась без мужа и дочки. Какаши пытался скрыть от меня, что направляется вместе с Сарадой в столицу, но видимо, он забыл, что его жена Шиноби. За все время, что мы с ним знакомы, научилась его читать как раскрытую книгу, но самое интересное, Сакумасан, что накануне я видела сон, сказала Сакура и задумалась, подбирая слова. Какаши Сарада принесли мне целый букет цветов, высокие, с зелеными сочными стеблями, она отвела взгляд и принялась жестикулировать, словно те цветы снова оказались перед ней. В жизни, когда Сарада была маленькая, они часто приносили после тренировки букетики из цветов, что росли на полигонах. Но тот, который был во сне, они протянули мне охапку больших красных ликорисов. И на следующее утро какаши Сарада ушли на миссию в столицу, понимаешь? Понимаю, нелегко тебе пришлось, но, несмотря на смертельную опасность, они справились со своей миссией. Справились, повторила его слова и отняла руки от решетки, только какой ценой? Такая жизнь у Шиноби мы постоянно стремимся к смерти. Я не хочу больше терять своих близких, Сакумасан. Сакура схватила его за рукав и развернула к себе лицом. С меня достаточно разрушений деревни, какаши Сарада единственные, кто у меня остались. Злобно прошипела, сквозь зубы и вперев в него взгляд, полный отчаянной уверенности. Сакумас мерил ее хмурым взглядом и аккуратно высвободился из ее крепкого захвата. Ничего не сказал ей в ответ, но был полон уверенности, что завтра он поможет завершить ей свою миссию. Они держали путь к часовой башне, чтобы укрыться в ней на ночь. И только оказавшись на верхнем этаже, в зале с часами, он произнес, завтра утром вместо тебя пойду я, поняла меня? Он давно все продумал и решил еще задолго до прихода в город пара. Но почему? Сакура пыталась рассмотреть его лицо, насколько позволяли опускающиеся сумерки. Он это серьезно сказал? Наверное, потому что так захотел. Ответил Сакума вопросом на вопрос. Как будто оказался прав, когда советовал ей подавить волю воскрешенного, но как можно поступить с этикой? Сакура была одинаково уверена в своих убеждениях даже тогда, когда Сакума чуть не сломал ей шею. Он должен передать ей запечатанную в нем технику, но сам вызвался проводить ее до места назначения. Чего стоят его слова о том, что добро первично и всегда побеждает зло? Чего стоят пара голубей и его джанинский жилет, накинутый на ее плечи ночью? Он так сильно напоминал шесть Источник зла Сдерживание ударной волны дало большую нагрузку на чакры каналы. Даже находясь в измерении Камуя, он инстинктивно накрыл голову руками. Какащесон с ощутимым акцентом окликнула принцесса и протянула ему кунной «Сделайте то, что следует. Только прошу вас быстро и безболезненно», ее голос отдавал легким эхом. Какаше обернулся на звук, Тека припала на колени, дрожащей рукой держалась за острие кунная. Он не сразу понял, что она хотела, но ясно заметил в ее взгляде панический страх. Вместе с Арадой и Саски они поставили на кон многое, чтобы спасти принцессу, но кажется, она готова просто так распрощаться с жизнью. Неприятно, но следовало бы сделать поправку на то, что Тека не Шиноби, и большую часть жизни провела среди своего народа. Подобные виражи судьбы способны вывести любого из равновесия, особенно когда такое невинное создание, как эта девушка, оказывается замешана в политической интриге. Встань, госпожа, приказал ее одним рывком, поднял ее с серого, отдающего металлическим блеском, пола. Она встала как безвольная кукла и, выпрямив спину, посмотрела ему прямо в глаза. Нет, ее рано списывать со счетов, подумал про себя Кукаши, замечая ее достоинство, даже в готовности умереть. При других обстоятельствах он бы побеседовал с ней и предложил охрану квалифицированных Шиноби. Но сейчас нет времени рассуждать о ценности жизни, когда они втроем висели на волосок от смерти. Он поймал ее взгляд и погрузил в легкое гендюцу, с наименьшим количеством используемой чакры, только для того, чтобы унять ее страх. Спрячь свое оружие и никогда не доставай его, если не умеешь им пользоваться, добавил ей напоследок. Сарада все это время наблюдал за ними. Отец создал своего клона, чтобы тот ненадолго остался с текой в измерении Камуи. За сегодня она готовилась умереть уже дважды пока Сарада готовила ее к церемонии и сейчас, поэтому ее небезопасно оставлять в одиночестве. Как профессиональный Шиноби, Сарада знала не один способ уйти из жизни с помощью подручных средств, а ее небогатая практика уже пополнилась несколькими случаями, когда враг ликвидировал сам себя буквально голыми руками. Несмотря ни на что, пришлось поторопить впереди их ждал еще бой. Отец понял ее без слов и сложил печати. Очертания серого пространства начали меркнуть, возвращая их в реальный мир. Сквозь серую завесу дыма ничего не видно, белые хлопья и пепла падали вниз, оседали на волосах, на коже, скрипели на зубах. Сарады и кукаши попали в самую гущу боя, отовсюду слышны женские крики, пляск оружия и язычный голос командира отряда охраны Дайми. После взрыва двор хромового комплекса превратился в сплошной хаос, хотя основной удар пришелся на стены барьера, гости услышали сначала громких хлопок, а потом увидели, как острые осколки камня духов летят прямо на них. Конечно же, ни одна часть не достигла своей цели барьер четырех монахов сделал свое дело, никто не пострадал. Но где же Дайва? Какаши активировал шаринган и бегло осмотрел двор даже запаха не осталось, следовательно, нинджет справился с переносом. Он не горел желанием защищать ни жизнь нынешнего Дайми, ни жизнь принцессы. Откровенно говоря, ему было наплевать на них ровно до того момента, пока амбиции приближенных феодалов не стали угрожать миру в стране огня. Гендиюцу с дымовой завесой идея Какаши, но ее воплотил в жизнь Саски. Он находился поблизости, обыскивая каждый угол хромового комплекса. Где-то здесь спрятано устройство с частицами и если пойдет общую суматоху его приведут в действие, уже никакой барьер не спасет. Выброс заряженной энергии достигнет центра планеты и за 4 секунды откликом вернется в атмосферу. Последует еще более чудовищный взрыв, который может стереть с лица Землю всю столицу, а встряска серьезные последствия в том районе, где оно приведено в действие. Прикрывая перемещение Саски, Какаши Сарада сдерживали наступление отряда Шиноби из Канохи. Конохи специально направил своих приближенных, чтобы те охраняли устройство инь. Внезапно перед Какаши оказался неизвестный, держа на готове заряженный нинджит. Парень не успел моргнуть, как оступился под ножку и тотчас лишился катана. Какаши даже не хотел использовать чакру против них, ударил острием по его наручному браслету и вывел из строя, наградив хозяину пинком под зад. Вслед за первым, на Какаши бросились еще трое. Несколько взмахов, и бедолаги бросились в рассыпную, лишившись своего основного оружия. В последнее время многие очень полагались на нинджеты, забывая о тренировках. Теперь же, пожинали плоды, когда более подготовленный противник двигалась более ловко и проворно, играючи, выбивал их оружие из рук. С другой стороны, он опасался, что слабых Шиноби специально пропустили вперед, чтобы измотать, а потом взять живыми. Никогда нельзя недооценивать врага, эта истина прописана кровью в своде правил Шиноби. Если заговорщики из клана Набунага имели столь грандиозный замысел, значит, будут рьяно защищать свои интересы с помощью нынешней Канохи. В отличие от своего ее серебристые волосы праздничные кимоно красились чужой кровью, придавая ей грозный вид. От ее клинка только и разлеталилась брызг крови и опадающие в ней с тела. Кокошип попытался сделать ей замечание, чтобы не поступало так жестоко с более слабым противником. Она даже прислушалась к его словам и, мгновение спустя, рассекла чью-то голову, как яблоко на две половинки. Извини, привычка, усмехнулась она и продолжила в том же духе. Над эмоциями ей придется еще долго работать, невольно подумал Кокоши и оттолкнул от себя очередного защитника деревни. Тот кубарем покатился к стене и затих на некоторое время. Сарада слишком отдалилась от него в стрессовой ситуации и она часто поступала, как хотела. Ее эмоции часто преобладали над разумом, подсказывали ей желания. Кокоши удивился, когда она получила звание Анбу, в пятнадцать она получила звание Джанина, в шестнадцать вступила в Анбу по рекомендации Конохамру, который, всем вокруг говорил, что военные времена в Канухе канули в лету и можно упразднить половину требований к званиям. Это случилось еще до разрушения деревни, и Наруто согласился с его предложением. Когда грянула беда, стало некогда вводить новые требования в рядыш и обошли все, кому не лень. Миссии были совершенно разными и необязательно владеть Чикрой в совершенстве, когда есть компактные нинджеты. Что касается Сарады, на фоне остальных Шиноби ее уровень владения Чикрой был близок к нынешнему уровню учителя Конохамру. Его дочь сражалась как дикая кошка, это одновременно льстило Кукаши и в то же время, он был очень зол на нее. Вместо того, чтобы слушать его приказы, она развлекалась, махая катаной. Дым к цели и нашла устройство с частицами и нь. Пора постепенно убираться с территории храма. Сарада вошла в раж, и впереди Кукаши продолжала рубить катаной. За ней уже тянулся кровавый след из убитых и раненых, но в ярости она не замечала ничего. Они медленно продвигались в сторону ворот, Кукаши продолжала отмахиваться от нападающих и Сарада, орудующей катаной, по пояс в чужой крови. Едва они выйдут за пределы храма, смешаются с толпой и с помощью пространственной техники перенесутся во дворец. Придется на некоторое время там остаться, чтобы предупредить новое покушение на принцессу. Количество солдат поубавилось отряд Конахамару перебиться Радой, те, кто остался, корчатся от боли на земле. Если они сейчас не ретируются, может прибыть подмога. Кукаши бросился к дочери, чтобы схватить ее за руку и вытащить с поля боя, но чакра подавляющая цепь оказались быстрее. Ее руки и ноги опутала блестящая черная цепь, сделанная из металла, похожего на тот, из которого были изготовлены чакра принимающая штыри нагата. В несколько слоев цепь намоталась вокруг ее шеи, чтобы не дать ей возможности воспроизводить техники глаз. Сарада, кажется, была готова к подобному развитию событий и только крепче перехватила Катану. Хоть она и без чакры, к ней все еще не подступится. Но ее преимущество оказалось недолгим в руках командира взвода цепи дернулись, увлекая ее за собой на землю. Вот как может обернуться самонадеянность на миссии. Во время Третьей войны, Какаши тоже понадеялся на себя и его первая миссия в качестве Джанина обернулась фатально. Сейчас, во дворе хромового разработку нового плана отхода нет, да и какой родитель сможет оставить своего ребенка в логове врага. Какаши на ходу сложил печать и техники подмены телом и мгновенно оказался на месте Сарады. Он успел только оттолкнуть ее, да так, что она приземлилась на крыше около хромовых ворот. Проехала боком по черепице и чуть не врезалась головой в статую Кумыну. «Папа!» Закричала она, что он есть мучий. Ее глаза пронзила дикой боль, сковывая голову в раскаленные тиски. Она резко зажмурилась, проверяя, не выкололи. Приоткрыла один глаз, осматриваясь вокруг себя, затем другой. Глазные яблоки продолжали пульсировать от боли. Все вокруг полыхают красным, так же, как и при использовании Шарингона, только в разы интенсивнее. Боль растекалась от глаз, отдавая в уши, словно ее двинули камнем по голове. Удар головой она не исключала после того, как отец отбросил ее на крышу. Стекло в очках натреснуло и в правом глазу обзор разделился на две части. Сарада опустила глаза вниз, глядя, как ее отцу завели руки за спину и уводятся двора храма, закованного в чакры поглощающие цепи. Она боялась даже подумать, как с ним будут обращаться в тюрьме. Теперь большой отряд Шиноби, что послал Конохамыру. Во время этой миссии она была безмерно зла на своего учителя. Шутка ли, он отправил ее на верную смерть, и если бы не вмешательство ее отца, лежать ей среди убитых во дворе храма. А ведь она только хотела восстановить праведливость в мире. Показалось, что на глаза набежали слезы, но когда капли упали на черепицу, она запоздала и поняла, что это кровь. Папочка, что же я наделала? Прошептала она, ты меня не простишь. Над двором столичного хромового комплекса стелилась неприятная энергетика. Саски не поверил Кокаши, когда тот сказал ему, что во время свадьбы дайме готовится провокация почище, чем просто взрыв. Устройство с частицами представляло собой небольшую коробочку, не больше, чем сверток бента, но его мощь способна стереть с лица земли весь этот город. Задание Кокаши стало практически невыполнимым, ведь устройство могли замаскировать под один из камней в стене. Его могли закопать и положить черную плиту сверху, а их в комплексе не счесть. Устройство не источало никакого запаха, по крайней мере, так сообщил Кокаши, его обоняние в разы лучше, поэтому он верил ему. Единственная зацепка излучения чакры, оно вполне осязаемо, но, черт возьми, он не сенсор, у него больше нет силы Риньгана. Много лет назад вобляда Каасуцуки выколол его глаз во время бой с Шики. Осталось полагаться на свой единственный, но уже немного близорукий Шаринган. Потоки чакры инь едва выделяются на общем фоне и вместе с ним здесь полно шиноби. Слабые, не выше уровня генинов, однако их присутствие здорово сбивает с толку. Саски затаился за статуей Комайну, наблюдая за подготовкой свадебного обряда. В полдень прогремит взрыв и тогда, по ранее разработанному плану, он наведет массовое гендиюцию и примется за поиски. Какаши Сарада взяли на себя отвлечение отряда Конохомары и немногих охранников Дайми. Их намного больше, но они в разы слабее, что позволяет даже вдвоем успешно отбиваться. Все равно, что отмахиваться от комаров, Какаши только отбрасывает наемников от себя, но его девчонка методично перерезает горло каждому, кто замахнется на нее. Смешная. Он обыскал каждый угол, но так и не нашел устройства. Стены храма и пол без признаков посторонней чакры, значит оно каготу из присутствующих. Хаотичный поток вспышек человеческой чакры и выстрелы из нинджетов здорово сбивают с толка. Нужна только им чакра, больше ничего. Пришлось спуститься с крыши в самой гуще боя, им чакра ярко выражена меньше, чем у половины присутствующих здесь шиноби. Он снова прислушался к ощущениям. Все не то, у каждого из шиноби чакра циркулирует, постоянно в движении. В устройстве статичное излучение. Саски быстро пригнулся, даже не глядя в сторону опасности кукаши и ударом ноги отбросил от себя нападавшего парень крашиноби. Тот откатился к стене и замер. Его имская чакра циркулирует, но что за сгусток в области живота? Саски мгновенно очутился рядом и перевернул его тело, бедолага еще не очнулся от удара. Под его джанинским жилетом оказалась сумка. Никто и никогда не носит на себе сумок, особенно под жилетом. Одним движением рванул молнию. Кукаши был прав, устройство оказалось не больше, чем сверток бента, но яркое излучение инская чакры вполне ощутимо. Пространственное измерение Саски представляло собой выжженную пустыню. Белый солнечный свет отражается от такого же белого песка и больно бьет по единственному глазу, вызывая непроизвольные слезотечения. Здесь и закончится существование новейшей и единственной в своем роде разработки астрономического института устройства с частицами чакры инь. Он создал клон и отправил его как можно дальше от себя. Одной рукой сложил печать простого барьера чакры и принялся ждать, когда клон уничтожит устройство. Прислушиваясь к ощущениям копия, почувствовал, что тут складывает печать о матеросу. Черное пламя охватило небольшую коробочку, но пока ничего не произошло. Выброс инь чакры произошел внезапно, напрочь оглушив Саски. Барьер оказался слишком слабым против убийственной силы. Сначала удар отбросил его в сторону, а потом пришелся по барабанным перепонкам. Носом пошла кровь, и в ушах послышался противный звон. У него есть четыре секунды, чтобы ретироваться из своего измерения, иначе его захлестнит вторая волна взрыва. Очертания реального мира проступили быстрее, чем предполагал Саски. Он очутился на крыше хромовых ворот, у статуи Комейну. Чуть не влетел в Сараду, то плакала или же приходила в себя после Чегото. После чего? Папочка, всхлипывала она. Краем глаза он заметил белесую макушку кокаши, того вели закованным в чакры поглощающие цепь вон со двора. Что случилось? Спросил он. Сарада едва ли не подпрыгнула от испуга, оказывается, он не просто спросил, а прокричал свой вопрос. Последствия взрыва в его измерении он будет чувствовать еще долго, если это контузия. На ходу Саски поставил себе диагноз. Она посмотрела на него в упор, из ее глаз текли кровавые слезы. Кажется, у девчонки пробудился Мангеко, но додумать он не успел, она начала втягиваться в воронку, наподобие Камуя. Молниеносно Саски ухватился за пол и ее оборванного и пропитанного кровью Кимоно и отправился вслед за ней. Сакура, вставай! Сакума потрепал ее плечо за минуту до того, как начали бить часы. Может быть, часовая башня была надежным укрытием, все лучше, чем посреди леса, но находиться рядом с ударным механизмом, когда часы бьют полночь некомфортно. С трудом стряхивая с себя сон, Сакура встала с пола. Пора отправляться в дорогу. Дни, проведенные в компании Сакума, подошли к концу. Нет, она знала, что так и должно произойти, но не думала, что настолько привяжется к нему. Приятный собеседник, надежный напарник, опытный шиноби и так поразительно похожий на Кукаши. Еще она знала, что ее подсознание занимается самообманом, принимая Сакума за Кукаши. Как бы там ни было, он воскрешенный, и его время тоже на исходе. Перед тем, как ей лечь спать, он продемонстрировал ей кисть левые руки, кончики пальцев начали осыпаться, это означало, что действие техники воскрешения уже подходит к концу. Сакура напитала его чакрой, этого пока достаточно, но следует поспешить. Астрономический институт стоит на горе, которая возвышается над городом без применения чакры, простым ходом они будут на месте перед рассветом. Она так мало всего рассказала ему. Раздался бой часов, сначала мелодия, а за ней и оглушительные удары. Сакура присела на одно колено, зажимая уши. Удары слились в один оглушительный звук, она почти не воспринимала его, только слышала, как от чрезмерной громкости в лабиринте ухо пульсируют слуховые косточки. «Не будем терять времени», скомандовал Сакума, и увлек ее за собой вниз по винтовой лестнице. После того, как Саски уничтожил устройство с частицами Чакры-Инь в астрономическом институте незамедлительно начали работу над новой, более усовершенствованной моделью. После его отчета, Сакура еще больше убедилась, что источник зла находится именно здесь, на границе со страной Редаку. Институт сотрудничал вместе с заговорщиками из клана Набунага, снабжая их нинджетами, а в его недрах идет работа не только над новым устройством с инскими частицами. До того момента, как отправиться на эту миссию, Сакура планировала проникнуть внутрь института, чтобы уничтожить его изнутри. Но подобные затеи слишком рискованы и отнимут много времени. Да и конечный результат может отличаться от задуманного. Если ход миссии отклонится от плана, и что-то пойдет не так, прикрыть ее отход будет некому. Нет, она не согласна на такой риск. Когда Сакура узнала о том, что Кукаши находится в заключении, она не поверила. Показалось, что сдача в плен спланирована им заранее, для достижения цели миссии. Но потом Сарада призналась ей, что это по ее вине они задержались во время боя, на нее внезапно накинули цепи, а отец пожертвовал собой, чтобы спасти ее. Терпение Сакура на исходе, когда Кукаши в тюрьме, а восьмой Хакаги спит и видит, чтобы убить Сараду. Именно тогда в ее уме сформировался план этой миссии. Как можно более скрытно дойти до места захоронения Сакума, воскресить и вытащить запечатанную в его сознании запретную технику. С ее помощью вызвать разрушительные землетрясения рядом с астрономическим институтом, положить конец истоку узла. Только не учла, что старший Хатаги немного изменит ход ее миссии, собираясь самостоятельно отправиться, чтобы уничтожить институт. Город Пара, покрытый шапкой облака, оказался позади. Под покровом ночи они вошли в невысокий сосновый подлесок, что раскинулся у подножия горы. Деревья тянутся черной тенью по всей пологой части склона, но институт находится на другой стороне, более отвесный. Там негде скрыться, нет ни одного дерева, лишь нагромождение огромных валунов. Сакума-сан, тихо позвала его, а ты точно помнишь запечатанную технику? Я могу забыть, как меня зовут, познание, что запечатал какаши, останется при мне всегда. Может все-таки, я пойду? Сакура, он протянул ее имя и даже в темноте, по его интонации, она почувствовала, как он подкатил глаза в той же манере, что и кукаши, подумая о своем муже и ребенке. Да и зачем тебе я? Действие техники воскрешения подходит к концу, а так я смогу внести свой вклад в вашу борьбу. Ты прав, но, согласилась она и вздохнула, за это время я успела так привыкнуть к тебе, хотя и понимаю, что воскрешение нарушило законы природы. Не кори себя, ведь я никуда не денусь, усмехнулся он. Просто буду ждать вас по ту сторону и постарайтесь с какаши не торопиться в чистый мир. Сакура задумалась, и они продолжили идти, но уже молча. Небо на востоке начало постепенно светлеть, но до рассвета еще далеко. Все идет так, как они распланировали вчера вечером. В предутренних сумерках Сакума приблизится к отвесной скале с помощью запечатанной техники вызовет землетрясение настолько мощное, что на месте института не останется камня на камне. Лес поредел, они вышли на плато, за которым протекает горная речка, а дальше начинается каменный хаос. Дальше я сам, сказал он и положил руку ей на плечо. Что? Она хотела возразить, как же он пойдет в одиночку, но сразу осеклась, понимая, что больше не увидит его и тратить драгоценное временном причитании слишком расточительно. Оставайся здесь, ты почувствуешь, когда сработает техника. Сакумасан. Вскрикнула Сакура и бросилась ему на шею с объятиями. Будь осторожна на обратном пути, ипотечески мягко сказал он и провел рукой по ее спине, а вот это, передая какаши, с этими словами он оторвал от своего джанинского жилета короткий белый рукав и вложил его Сакуре в руку. Все еще сжимая в руке кусочек материи, Сакура смотрела ему вслед, Сакума шел вперед, все больше отдаляясь от нее. Мельком оглянулся назад с легкой, едва уловимой улыбкой, и скрылся за огромным валуном. Сакура набросила капюшон накидки и принялась ждать. Пасмурное небо окрасилось в матовый жемчужный цвет и окончательно посветлело. По ее расчетам, к этому времени Сакума должен быть в районе горной очки, а оттуда рукой подок до стен института. А что, если он не сможет? Что если его запаса чакры будет недостаточно, чтобы воспроизвести запрещенную технику, или же, почуяв неладное, сотрудники института успеют эвакуироваться? Неужели все труды пойдут прахом? Может быть, она не учла какой-нибудь мелкой и незначительной детали, а теперь неучтенные обстоятельства сыграет против. Поток ее сомнений нарушили чужие шаги позади нее. Сакура вжалась спиной в серый ствол сосны, стараясь не дышать. Шаги приближались, кажется, два человека идут по направлению к институту. Совсем забыла, что в 9 утра и в 9 вечера сменяется охрана у ворот. К 9 утра от астрономического института не останется и пыли, тогда двое охранников могут стать невольными свидетелями случившегося помимо нее. Кто знает, что может произойти, если не привидиками, обнаружат ее в этом районе. Можно в одно мгновение устранить лишних свидетелей, словно их никогда и не существовало. Она стоит в выгодном положении за деревом, и в тот момент, когда двое пройдут мимо нее, нападет на обоих, быстро, может быть, безболезнен. Они даже ничего не успеют сообразить, когда лишатся жизни. Сакура осторожно переместила руку на подсумок, готовясь достать куны. Двое с каждой секундой приближались уже слышанных разговор. Как-с-как же, осточертело все, вздохнул первый хриплым голосом, вчера уплатил налог, и до конца месяца будем жить впруглот, пожаловался он. Твой-то, хоть здоровый, отозвался второй, по его голосу заметно, что он был совсем юным, моя Юки, совсем плохо стала, все никак не придет в себя после тяжелых родов, и ребенок еще, постоянно голодный, орет сутками напролет. Мы тоже живем впруглот, рис закончился еще три дня назад. У меня десять отов дома, обреченно напомнил первый совсем рядом с Сакурой, ты знаешь, что старшему только через год исполнится семь лет. Так что, пахать нам до гробовой доски, он откашлился и сплюнул ей под ноги. Вот он, наступил удобный момент, чтобы воткнуть острие кунаи одновременно в шею каждому из них. Они не успеют упискнуть, когда она с хирургической точностью сделает задуманное. Медлить нельзя, ведь это ее потенциальные враги, они будут первыми, кто расскажет о разрушении института, а возможно, заметит и Сакума. Сакура бесшумно вдохнула воздух и перехватила рукоять кунаев поудобнее. Двое униформе охранников продолжали отдаляться от нее, что-то неуловимое остановило ее в последний момент. Сакура так и осталась стоять, держа в запотевших руках кунаев. Неужели она зачерствела настолько, что готова лишить жизни невинных людей? Разве этому учил какаши в ее далеком детстве, когда был сенсеем команды 7? Интересно, задумываются ли аморалити, кто в стенах астрономического института разрабатывает смертоносные устройства, наподобие того, что уничтожил Саски? Вдалеке раздался глухой гул, звук не прекращался, только нарастало словно тысяча подземных взрывов с чудовищной силой, сокрушительная энергия рвалась наружу. Сила запрещенной техники, запечатанной в сознании Сакума, была феноменальна, по своей силе разрушения и вместе с тем, ей можно пользоваться очень направленно, буквально для того, чтобы точечно воздействовать. Сильное землетрясение похоронит глубоко под землей институтов всех, кто там находится, в русле реки, возможно, сойдет сель или же случится каменепад, в городе пара будет звенеть посуда в шкафах и попадают книги с пола Ксакура давно рассчитала в уме всевозможные последствия. Он справился, мелькнула радостная мысль одновременно, неизвестно откуда, в ее сознание вспыхнула необъяснимая тревога, дошли те двое охранников до своего места работы или нет? 7. О милосердии, переодеваниях и ядах золотистых хомячок лениво вылез из импровизированного гнезда, принюхиваясь к воздуху, перебежал в другой конец клетки. Его маленькие глазобусинки отблескивали в слабо освещенной комнате. Попробовал на зуб металлические прутья клетки, словно чувствуя опасность, проворно взбежал по стенке вверх. Перебежал на потолок клетки и снова начал крысть прутья, сопровождая каждое свое движение громким звуком в утренней тишине. Цепляясь лапками за прутья, как маленький узник, он помедлил мгновение и уркнул в колесо. Со скрипом раскручивая его, постепенно ускорялся и крутил колесо почти час, изредка останавливаясь на короткие передышки. Ты успокоишься, наконец? Снизу раздался слабый женский голос, сейчас вечера проснется. Хомяк на секунду остановился и, отдышавшись, продолжил крутить колесо. Послышался недовольный детский плач, но женщина помедлила подниматься к нему, надеясь, что ребенок в скорости уснет. Все-таки бессонная ночь давала себе зать, усталость медленно одолевала ее. Однако маленькой надежде не суждено сбыться, плач становился все громче, ребенок и не думал успокаиваться. Стараясь как можно более осторожно подняться с футана, чтобы не потревожить больную поясницу после родов, встала и подошла к детской колыбели. Она подоспела и вовремя едва взяла ребенка на руки, земля под ногами начала раскачиваться. Показалось, что голова закружилась и в последний момент успела схватиться за стену, однако ничего не прекратилось, только на полках начала дребезжать посуда. Ичера нужно на улицу. Скомандовала она больше самой себе, ведь Ичера еще не было месяца от роду. Сакура переждала землетрясение и направилась в сторону города Пара. Это не входило в изначальный план ее миссии, ведь после уничтожения института ей следовало бы поскорее уносить ноги из этих мест, однако невольно подслушанный разговор двух охранников не давал ей покоя. Она готовилась их убить, но вместо холодного расчета, присущего убийцы, ей владел и жалость не к ним, а к их семьям. Только где их разыскать, город Пара небольшой, не стучать же ей в каждую дверь. Прямо из-под ног выбежала куница встревоженная зверя и в лесу еще никак не пришло в себя после землетрясения и красивый лоснящийся коричневый мех на спинке и белые лапки. Решение пришло само собой, Сакура сложила серию печати и теперь ничем не отличалась от мимо пробежавшей куницы. Ее расчет оказался верным, в скорости по той же дороге в сторону города шли напуганные охранники. Мэрар Громко прокричала куница и распушила хвост посреди дороги, стараясь обратить на себя внимание прохожих. Смотри-ка, сказал тот, что постарше, и протянул к ней большие руки, какая хорошенькая. Возьми детям, пусть поиграют, сказал младший. Куница шарахнулась от протягивающего руки охранника и с криком вскарабкалась на спину младшему. Ты что делаешь? Он пытался ее стряхнуть с себя, но не крепко зацепилась за его униформу. Оказавшись внутри небольшого дворика, куница спрыгнула с чужого плеча и в три прыжка добежала до изгороди. Навострив уши, она притаилась за кустом камели и с каждой минутой убеждалась в словах охранника. Со стороны дома послышался плач ребенка и тихий голос его жены. Куница юрков сбежала по изгороди и спрыгнула в переулок. После землетрясения она скрылась в клубах пара и сложила обратные печати. Принимая новые хинги, Сакура вышла из облака пара в обличье старухи. У вас водички не найдется? Спросила она, когда оказалась на пороге дома младшего охранника. Да, конечно, Бачан. Тот слегка опишел от ее вида, седые всклокоченные волосы выбивались из-под серого капюшона, а скрюченная спина отлично подчеркивала ее лицо, покрытое морщинами. Пока он скрылся в доме, Сакура обратила внимание на его рацию, лежащую на тумбочке. Со свистом и шипением она разразилась звуками. База вызывает, ответьте. Он бегом подлетел к работающей рации, и на ходу расплескивая, сучил бабки стакан воды. Сакура не спеша отпила глоток и снова прислушалась к разговору. Из неразборчивого шипения она разобрала, что всех оставшихся в живых работников астрономического института собирают в управление местной полиции. Прекрасно, подумала она, медленно прихлебывая воду, даже если некоторые работники уцелели, этого будет недостаточно, чтобы полноценно восстановить работу института. Милая, мне пора! Крикнул жене с парова и выбежал на улицу. Подожди-ка, старуха обратила на себя внимание, весь испачканный, посмотри вон! Она провела рукой по его спине, будто стряхивая пыль, и заодно незаметно посадила ему на одежду крошечную копию Кацуя. Она потом расскажет ей все, что слышала. Вместо милой отозвался плачем маленький ребенок. Сакура поставила стакан и осторожно заглянула в комнату. На шкафу стоит клетка с хомяком, посередине комнаты футан, с которого пыталась медленно встать молодая женщина, у стены детская колыбель, откуда доносился детский плач. Позволь тебе помочь, предложила Сакура. Женщина приготовилась отказаться, но ухнула от приступа боли, оглянувшись на нее, недоверчиво кивнула. Ну, будет тебе, совсем мамку измотал. С этими словами она взяла ребенка на руки и положила рядом с матерью. Малыш уставился на бабку внимательным взглядом и на секунду прислушался к ее словам, перед тем, как, причмокивая, начать искать грудь. Он у тебя наедается? Коротко спросила она. Ичера постоянно плачет, а у меня поясница болит, и еще здесь пожаловалась женщина. Покажи мне, может быть, смогу помочь тебе. Сакура заставила ее лечь на живот, в ее руке светло-зеленым светом вспыхнула бы мистическая ладонь. Послала слабый импульс чакры вдоль позвоночника, чтобы ввести ее в глубокий сон. Зачем лишний раз кому попало знать, что странная бабка владеет ирией ниндзицу. Она выровняла сдвинувшиеся кости таза на прежнее место и, перевернув ее на спину, проверила внутренние органы. Как и ожидала, обнаружила воспаление в животе и в груди. Чем только здесь занимаются местные врачи. Возмутилась про себя и продолжила лечение. Скорее всего, в небольшом городе был один или два врача, которые брали за свои услуги неподъемные деньги и, соответственно, те, кто не мог оплатить их услуги, ждали, когда болезнь пройдет сама по себе. Сакура закончила лечить женщину и на всякий случай проверила здоровье ребенка. Удовлетворенно улыбнулась, когда не обнаружила у него никаких отклонений. Пора убираться. Она поискала в подсумке свиток с травами и извлекла те, которые пригодились бы для молодой матери. Наскара черкнула на клочке бумаги, как делать отвар и как его пить. Вот теперь точно все. Она уже поднялась на гору, с которой вчера вместе с Сакуму смотрела на свои тени в Глория, когда ее потревожил Кацуя. Сакурасан в полицейском участке пытались связаться с астрономическим институтом, но безуспешно. Они собираются послать людей на то место, откуда обнаружен эпицентр землетрясения и включили пеленг-систему, чтобы избежать проникновений нукининов. Благодарю вас. Копия Кацуя растворилась в воздухе, Сакура прекратила технику хинги и скрыла потоки чакры. Пеленг-система была разработкой астрономического института, и пользовалась большим успехом у местной полиции, ведь полноценный сенсорный купол могла себе позволить только кинаха. Остальные города пользовались этим нинджетом, чтобы вычислить проникновению любой чакры. Если система включена, о ее присутствии в городе пары уже знают, но никогда не догадаются, что это была именно она. Да и в любом случае, сейчас, когда потоки чакры скрыты, она невидима для сенсора, тем более, для нинджета. Она еще раз оглянулась на город и отправилась в обратный путь. По ее почетам, он займет намного меньше времени, чем в первый раз. Может, объяснишь мне, что случилось? Хрипло прокричал Саски. Дядя Саски, неужели ты не видел? Его арестовали. Ее голос надрывно звенел, Сарада плескала воду себе на лицо, чтобы смыть чужую кровь после сражения. Саски не поверил ни единому ее слову и устало вздохнул, стараясь унять свою злость. Зачем нужен был весь этот фарс с барьерами, массовым гендицу и поисками устройства инчастиц, если Кокаши добровольно сдался властям? Что-то не сходилось, Сарада явно не договаривала. Он обязательно выяснит, но не в присутствии принцессы, она и так уставилась на них. Даже если он не с нами, это не меняет нашего плана, мы должны доставить госпожу такого дворец и обеспечить ее безопасное существование. Я не хочу во дворец, раздался ее голос из дальнего угла серого пространства Камуя, верните меня домой, к моему народу. Боюсь, это невозможно, ответил Саски, вы законная супруга Дайми Страна Дня, и имеете равные с ним права. Церемония бракосочетания не состоялась, или вы не знаете? Достаточно того, что ваши руки были перевязаны перед камнем духов, осадил ее пыл. Как же сложно с венциносными особами, они считают, что все вокруг обязаны им. Сарада сбросила с себя окровавленные кимонои, слажив печати, достала из свитка запасные очки. Следовало бы торопиться, ведь нервен час, заговорщики могут объявить принцессу Току погибшей, и тогда на их плане можно поставить жирный крест. Все готовы? Спросила она перед перемещением и, получив утвердительный кивок, постаралась отправить прямо в покой принцессы. Почти получилось они втроем оказались на женской половине столичного дворца. Тека начала возмущаться, мол, мужчинам сюда запрещено входить, Сарадзе даже пришлось ее уговаривать, ссылаясь на то, что он будет защищать ее жизнь. Своим появлением они подняли небольшой переполох, никто не ожидал увидеть принцессу. По дворцу уже начали расползаться слухи, что она сильно пострадала при взрыве во время церемонии. Даже явился главный управитель дворца, по мелкой нужде, но все трое поняли, что кто-то важнее хочет удостовериться в том, что принцесса Тека чудесным образом выжила после взрыва. Будет еще не одно покушение, пока мы не устраним всех заговорщиков, предостерегла ее Сарада, поэтому вам придется потерпеть наше общество, добавила с улыбкой. Откуда мне ждать следующего? Растерянно произнесла она и начала стаскивать с себя праздничные одежды. Они не смогут устранить вас законным способом. Скорее всего, будут пытаться отравить, возможно, нападут открыто, но я не уверена, предположила она и помогла принцессе снять с себя тяжелый праздничный наряд. Хотелось бы знать. Госпожа Тека, если хотите, мы можем условиться, что я буду пробовать всю еду и питье, что вам подают в стенах дворца. У меня очень тонкое обоняние, можно сказать, этой кикегинкой нашего клана. Тем временем, Соскейсон будет защищать вас от открытых нападений. Сарада говорила безумолку, стараясь унять тревогу принцессы, и в то же время, ее собственная тревога и не думала униматься. Отец в тюрьме по ее вине. Это понимание парализовало ее ум, заставляя снова и снова в воспоминаниях возвращаться к тому моменту. Если бы она только послушала его во время боя, отец был бы с ней. Но теперь, она боялась даже лишний раз подумать, что с ним могут сделать в каменных застенках. Папочка. Она горячо любила его, он всегда был примером для подражания, и в большей части, именно он дал ей все те знания, которыми она пользуется. Она приложит все свои возможности, чтобы освободить его, даже если потребуется уничтожить все вокруг. Если бы не ее миссия по охране принцессы, ничего бы не случилось, но теперь уже поздно сожалеть. Постепенно Сараду начала раздражать болтовня принцессы, кажется, она переняла ее настроение и точно так же говорила, говорила, говорила. Если бы не принцесса, но она же не виновата, что ее земли уже давно поделены между местными феодалами, ей заочно вынесен смертный приговор. Сегодня заговорщики не смогли осуществить свой замысел, но день еще не закончился и впереди ночь. Сколько еще случится покушений? Ее миссия как раз и состояла в том, чтобы сохранить ей жизнь, но восьмой видимо, просчитался, одной рукой отправляя Сараду, а другой отряд, который будет заниматься подготовкой взрыва. Он не предполагал, что ей помогут Какаши и Саски. Ни тот, ни другой не являются доверенными лицами Хакаги. Они особо не интересовались делами деревни, но были в курсе происходящего не только в Канохе, но и в стране. Назревающий заговор, а за ним и война в стране огня не входили в их планы. Если феодалам угодно помирить с оружием и перераспределить земли, пусть выйдут случиться и бедствие ударит в первую очередь по жителям. Теперь спасение принцессы из простой миссии превратилось в дело чести. Но главным звеном всей цепочки были заговорщики. Насколько она знала, это клан Набунага и его приближенные те, кому будет выгодна война. Важно не допустить смерти не только Таки, но и Дайва. Если принцесса умрет, ее земли перейдут во владение заговорщиков, тем самым усиливая их позиции. Если умрет Дайме, его место должен занять наследник, которого до сих пор нет, а это значит, что за трон Дайме прольется еще немало крови. Но по закону Страна Дня, если Дайме не оставляет наследника, его место занимает законная первая жена. Вот почему Кукаши так серьезно отнесся к ее миссии. Сарада сжала виски, стараясь прогнать головную боль. Не получалось даже с помощью Ирьяниндицу. Как можно лечить себя после мощного оттока чакры? Сегодня она самостоятельно попала в измерение Камуи, это значит, что ее зрение вышло на новый уровень. Если это и есть Мангеку Шаринган, тогда она имеет огромное преимущество в бою, но слишком часто полагаться на силу глаз нельзя. Эту истину Сарада поняла после экзамена на Чаунина она победила Чачо в поединке, воссоздав завершенные Чадари с помощью Шарингана. В звании Чаунина стала чаще ходить на миссии, конечно же, чаще пользоваться силой глаз. Родители запрещали ей не то, что применять новую силу, даже говорить о ней вслух, но как можно не использовать Шаринган, когда на тебя летит враг и самый верный путь, это сложить печати Чадари. Сарада умело скрывала, что пользуется им на миссиях, но к 15 годам ее зрение ухудшилось настолько, что пришлось выбрать себе очки. Послышался стук в дверь, на пороге появилась прислуга с ворохом одежды. Она принесла за собой шлейф странного запаха. В богатых домах и во дворце тоже, прислуга головой отвечала за наряды и, отправляя вещь на хранение, ее пересыпали сушеной полынью. Но вместо горького тольмонного аромата, от вороха еще исходил приторный сладкого то металлический запах. Во дворце теперь новые уставы, или господина Дайвна будет вас ожидать на приеме в красном зале по случаю торжества, пояснила девушка принцессе и передала Сараде наряды. Это для вас, госпожа, указала она на тяжелые, расшитые золотом кимоно и на шкатулку с драгоценностями. Следом занесли еще несколько более скромных нарядов, а это тебе, на день что-нибудь приличное, указала она Сараде. Господин очень добр ко мне, благодарю его, отозвалась принцесса и кажется, уже была готова выбирать на свой утонченный вкус. Прислуга сразу же спрятала руки в широких рукавах Хаари и отклонилась из покоев. Это не укрылось от взгляда Сарады, больно неестественно девушка вела себя. Когда прислуга скрылась за дверью, она бросилась обнюхивать каждую принесенную вещь. Странный запах особенно ярко чувствовался на шелковом нижнем белье. Холодный и чуть влажный на ощупь дорогой шелк. На тех вещах, что вдевают поверх не так выражено. Может быть, все дело в переплетении их нитей. Она брала вещи одну за другой, и от каждой исходил этот сладковатый запах с примесью металла. Но что там такое, неужели ты что-то обнаружила? Подала голос принцесс. Ее вопрос остался без ответа. Сарада продолжала принюхиваться к каждой вещи. Несмотря на большую потерю чакры, она ясно чувствовала, как сладковатый запах исходил от украшений, и даже от одежды, предназначенной для нее. Какое вещество или растение имеет похожий запах? Сколько она не пыталась вспомнить, не выходила. На ум пришла только ее давняя поездка в страну ветра. Под стеклянными куполами в резиденции Казика Герасла роща невысоких деревьев. Темные, узкие кожистые листья и ярко-розовые белые, красные, белые с красной окантовкой цветы поражали своим разнообразием. Такой же приятный сладковатый аромат исходил от них. Мать ей тогда запретила к ним приближаться, тем более, нюхать эти пряд красные цветы. Алеандр вспыхнула в ее памяти, на его основе делают не только лекарства, но и одежду. Если это надеть на себя, в скором времени по телу пойдут ожоги и язвы. Когда откроются раны, яд попадет в кровь и вызовет остановку дыхания. Сарада обмыла руки, надев перчатки, послала своего клона за девушкой, что принесла одежду. Когда в коридоре послышались шаги, она разорвала шелковую рубашку, и начала связывать ее в крепкий жгут. Злость медленно наполняла ее. Прислуга наградила ее надменным взглядом, наблюдая перед собой две одинаковые сарады, но когда заметила, как одна из них связывает шелковую рубашку, выпучила глаза от страха. Ты что творишь, сумасшедшая, ты хоть знаешь, сколько это стоит? Запричитала девушка. Сколько тебе заплатили? Хочешь отработать? Прошипела она. Сука, ты не поняла, сколько тебе заплатили за отравление супруги даме? Процедила сарада и метко хлестнула ее по лицу скрученной рубашкой. Девушка пыталась увернуться, но клон сарада в момент оказался рядом с ней и заключил в крепкую хватку. След от удара медленно расплывался отеком по ее лицу. Ну, так, сколько тебе заплатили? Спокойно повторила она. Я ничего не знаю. Мне просто сказали отнести вещи, взвизгнула она и предприняла попытку вырваться из крепкой хватки клона. Отек на лице все продолжал неестественно наливаться кровью. Кто сказал? Спросила сарада и закрепила свой вопрос еще одним ударом. Я не могу сказать, пожалуйста. Прекратите. Они меня убьют. Девушка орала во весь голос, то ли от страха за свою жизнь, то ли надеясь, что на ее крики прибежит охрана. Не расскажешь, тогда я тебя убью, сказала она и дала знак клону, чтобы он стянул с прислуги одежду. Удары посыпались на нее один за другим и в скорости тело девушки покрылось красными ожогами. Кожа вспохла волдерями, от новых ударов они рвались, обнажая тончайший слой, отделяющий от того, чтобы беспрепятственно попасть в кровь. Сарада, прекращай. Строгий голос Саски отвлек ее от истязаний девушки. Ты не должна позволять своему гневу овладеть твоим сознанием. Ни во время боя, ни сейчас. День выдался сложным, непредвиденное обстоятельство в виде заключения Кокоши спутало все карты. Да и он сам уже на пределе своих возможностей, непривидиками, случится нападение, может и не справиться. Саски видел, что у Сарады проснулся Мангеку Шаринган, она чувствует себя не лучше, чем он. Однако это не дает ей права пытать прислугу всех на виду. Ему стоило ожидать подобной выходки, будь то отравленная одежда или постельное белье для принцессы. Им предстоит еще прием, там будут присутствовать не только их сторонники, а они были, но и враги, которых намного больше. Пора заканчивать это представление, принцесса снова сидит бледная, не жива, не мертва от страха. Я сам разберусь, рявкнул он, и затянул в воронку ворох отравленных вещей и полживую прислугу. Красный зал искусно украсили живыми цветами по случаю свадьбы дайми. Светильники низко опускались, практически над самым столом, видимо, для того, чтобы гости смогли рассмотреть композиции из роз. Красные розы перемежались с белыми, сплетаясь в причудливом узоре. Богатый стол изобиловал едой и напитками, чтобы ни один гость не ушел голодным. Во дворец съехались со всех окраин, чтобы поздравить молодого дайми. Хотя, молодым он не был его сорокалетие отпраздновали с огромным размахом еще три года назад. Для молодоженов стоял отдельный стол и жених начал празднество без молодой жены, сославшись на то, что у нас слишком долго выбирает свой наряд. Большинство гостей согласилось с ним, понимая, что вид его супруги – это всего лишь миловидное личко среди стальных. Прием был в самом разгаре, симпатичные девушки подливали саки феодалом и их приближенным, когда раздвижные седзи едва ли не слетели из разъемов. В проходе показались три фигуры Тека – Сарада и Саски. Принцесса, разодетая в темно-синие кимоно и хакомо, с белым геометрическим узором в стиле народа Айну. Ее татуировки на лице и руках казались особенно яркими, при свете светильников. Ровная осанка, вытянутая в струну, придавала ей еще большую стройность. Бело-серебристые волосы Сарада помогла ей зачесать в длинный хвост, что покоился на правом плече. Она обвела над минным взглядом всех присутствующих и под своеобразным конвоем, состоящим из Сарады и Саски, прошла к своему месту. Саски занял место позади нее, осматривая зал на наличие приоткрытой опасности ничего нет, пока все спокойно. Однако случай с нарядом для принцессы напомнил ему, что расслабляться пока рано. Умирая, в его измерение, прислуга призналась, что ей заплатил человек из клана Набунага, чтобы она принесла отравленную одежду для принцессы. Сарада все так же была в роли личной прислуги принцессы. Стараясь не обращать внимания на нехватку чакры, она накладывала еду в тарелку, подливала питье в сосуд. Она же пробовала каждое блюдо на вкус, перед тем, как это съест принцесс. С такой охраной действительно не страшно, тем более, что недавно она показала, насколько ожесточенно может бороться против неправды. Блюда сменялись настолько быстро, едва она успевала положить в тарелку и попробовать его на наличие ядов. Вернее, даже не попробовать, Сараде достаточно повести носом, чтобы определить неладное. Как бы не скрывали запах в ядах, ее чуткий нос определял даже те, что без запаха. Подозрительно, что все чисто. На мгновение ей даже стало немного не по себе. Единственный, кто не боялся отравления Дайва, он не отказывался ни от одного блюда. Кажется, что внутри него бездонная бочка, где пропадает все, стоит только поднести ко рту. Высокий и грузный мужчина мало обращал внимания на взгляды и пересуды. Он здесь хозяин положения, с его мнением все считаются и к его голосу все прислушиваются, даже если ему нашептали на ухо, даже если он говорит очевидные вещи. Все произошло внезапно. Дайми опрокинул в себя очередной отекос подогретым саке и потянулся за танцующим кальмаром. Японский деликатес, недавно убитого кальмара поливают соевым соусом и за счет соли, находящейся в соусе, происходит реакция, щупальца кальмара начинают двигаться и кажется, что кальмар все еще жив. Его лицо приобрело багровый цвет, и с удивленным видом он покачнулся и стал заваливаться на бок. Дайва подхватили на руки, вокруг него засуетились люди, послышали женские вопли. Вот, кажется, появился врач, он торопливо осмотрел больного и выдал заключение апоплексический удар. Появились носилки, и несколько крепких парней помогли перетащить его грузное тело в покое. Сарада незаметно сложила печати, чтобы поставить невидимый барьер из чакры вокруг принцессы, но в следующий момент почувствовала приятную безмятежность. Саски успел подхватить ее тело почти у пола. Он недоуменно осматривал ее, предполагая, что она успела получить дозу яда, но ошибся. Стоило перевести взгляд на ее тенкицу, они оказались практически пусты. 8. Моя вина Когда за кукаши закрылись массивные двери отдела до знания стран огня, он ни на секунду не сомневался в своем выборе. Ни один родитель не сможет пожертвовать своим ребенком, даже в угоду самым великим идеям и стремлениям. Да и если сравнить его опыт проведения допросов и опыт сарады, он все же выигрывал. В 14 лет он вступил в ряды анбу и с тех пор был втянут в грязную систему особого отдела до знаний. Обычный шинобе, никак не связанный с известным отделом, после поимки преступника передавал его в руки анбу, писал отчет о миссии и забывал обо всем. В застенках преступника вытащит все нужные сведения, после чего тот понесет заслуженное наказание. Во время правления третьего Хакаги в анбу не задумывались над гуманностью методов, коими получали сведения от преступников. В ход шли железные иглы, кожаные ремни, и множество других приспособлений, после применения которых, подозреваемые расскажут все, что угодно, только бы прекратили мучение. Когда пятая расформировала анбу корня, методы дознания тоже изменились. Вместо пыток стали использовать ментальные техники. Клан Яманука преуспел в разработке новых и усовершенствований старых техник. Это позволяло быстро и почти безболезненно извлечь из памяти подозреваемого любую информацию. Но многие сенсоры были неопытны и часто после их работы преступники страдались от головных болей, повторяющихся кошмаров, либо сходили с ума. Шестой не стал вводить никаких изменений в систему анбу, только следил за тем, чтобы знаний и опыта сенсоров-дознавателей было достаточно, чтобы не навредить подозреваемым. Он заодно отточил свои сенсорные техники и затем с помощью Ямана Кейна они восстановили работу сенсорного купола над деревней. Седьмой сделал упор на использование нинджетов, так, что войти в сознание подозреваемого мог любой, даже не шиноби. При восьмом Хакаге отдел дознания расформировали, но возложили обязанность вести допрос на каждого из анбу, если они задерживали преступника. В столичной тюрьме обычно держали самых отъявленных головорезов из числа гражданских и своими методами выбивали из них нужные сведения. По крайней мере, так было до тех пор, пока идеи философа Ричи не добрались до системы дознания в стране огня. Теперь сведения не выбивали и не выпытывали из подозреваемого, а воздействовали таким образом, чтобы он добровольно рассказывал все, что знал сам. Новые способы получения сведений сильно отличались от старых, которые помнил какаши. Теперь никто не корчился в муках на прорезиненном полу в комнате допросов. Впрочем, новые способы, как и все новое, было хорошо забытым старым. Заключенным делали инъекцию сыворотки правды или допрашивали непрерывно, лишая сна в течение долгого времени. После вливания сыворотки мгновенно выдавались все тайные секреты, но с непрерывным допросом можно выиграть немного времени для себя и только спустя несколько бессонных суток, будучи на грани сна и бодрствования, выдать информацию. Какаши знал всю систему с изнанки, ведь часто ему приходилось допрашивать преступников вместе с Ибеки. Теперь они поменялись местами, на месте допрашиваемого оказался Какаши. Можно не бояться уколов с сывороткой, правда давным-давно, когда он работал на Анбу Корне, ему вшили капсулу с противоядием. При попадании сыворотки в кровь, капсула расщепляется и нейтрализует вещество, помогая сохранить информацию в секрете. Но с тех пор прошло уже много лет, состав сыворотки наверняка усовершенствован, а вшитая капсула могла раствориться в его крови сама по себе. Не хотелось, чтобы дознаватели использовали на нем свой метод. Тогда мир узнает о многих неприглядных вещах, что происходит в стране огня. Кокаши знал слишком много чужих секретов, при такой осведомленности он мог спокойно продавать информацию друг о друге политическим оппонентам, сталкивать их лбами и быть всегда на шаг впереди. Но он даже не допускал подобной мысли, это низкое насколько бы чужие секреты не выглядели привлекательными в глазах врага, сеять вражду в стране ради своей выгоды он не стал. Серо-зеленые стены камеры едва подсвечивались таким же зеленоватым светом потолка. Маленькое окошко, как в застенках Анбу, здесь отсутствовала столичная тюрьма в большей части располагалась под землей, и сейчас он находился на втором подземном этаже. Внутреннее чувство времени подсказывало, что уже примерно вечер, но толстая, бронированная дверь оставалась закрытой слишком долго. Наверняка, начнут допрашивать с утра, когда подготовят все материалы, прикинул в уме Кокаши. В ожидании, он прилег на жесткие нары, что были прибиты к стене, однако почувствовать приятное состояние дремоты ему не позволили. Едва он стал проваливаться в сон, по его телу прошел разряд электричества. Его чакры, поглощающие наручники, имели насадку ответвлений к указательному пальцу на левой руке, чтобы считывать сердцебиение и ход биоритмов. Это означало, что все время, которое он проведет в застенках тюрьмы, ему не дадут уснуть. Кокаши было известно о непрерывных допросах, длящихся неделями, что доводит подозреваемого до пограничного состояния и тогда, тот, не понимая разницы между сном и явью, выдает все свои тайны на допросе. Так было с некоторыми нукининами и отъявленными преступниками. Но в свое время Кокаши тренировал себя таким образом, чтобы не спать длительное время и оставаться в здравом уме. Его личный рекорд был 14 дней, но следует учесть, что тогда он пользовался солдатскими пилюлями, и на нем не было чакра полгощающих наручников. Насколько долго его хватит? Насколько долго хватит его тюремщиков? Это даже хорошо, с долей облегчения подумал он, значит, сыворотку правда они не будут применять. Но теперь каждый час, проведенный здесь, играл против него. Отлично знал, что сначала он не почувствует никаких изменений, но потом тело начнет выдавать новые и новые причуды, отказываясь подчиняться командам разума. Нужно поскорее убираться отсюда, но это должно произойти так, чтобы его отпустили добровольно, иначе своим побегом он ухудшит не только свое положение, но и очернит всех шинобеканахи в целом. Он принял позу для медитации и прислушался к движению чакры в тенкицу. Ограничения в виде чакры поглощающих наручников и таких же, надетых на его щеколотке мешали здоровому ходу чакры в каналах. Теперь он не может воспользоваться ни одной техникой, но даже лишенный этой возможности, он оставался опасным противником. Когда-то давно он изучал свойства печати Бьякова. Эта уникальная техника позволяла в один момент высвободить огромное количество чакры, которая годами накапливалась в тенкицу. Кокаши не надеялся пробудить печать в столь короткие сроки. Его горячо любимая супруга потратила на это три года, но если попытаться по капельке наполнять тенкицу, а затем залпом высвободить накопленную чакру, ограничивающие браслеты можно вывести из строя. Ближе к середине ночи в тюремном коридоре послышались шаги в сторону его одиночной камеры. После звучной возни в замочной скважине тяжелая дверь отворилась. Внутрь вошли четыре рослых здоровяка конвейра встали в углы. Заключенный 00482 кричал лысый детина. Какаши молча и поднялся и повернул к выходу. Прежде чем выйти за пределы камеры, ему на глаза накинули повязку, так же, как давили сюда. В чакропоглощающих браслетах невозможно активировать шаринган, пусть не боятся. Может быть, его надсмотрщики не желают, чтобы он изучил внутреннее устройство столичной тюрьмы. Это задача под силу даже ученику академии. Сейчас он находится на втором подземном этаже, сюда ведут четыре лестничных пролета по девять ступеней в каждом двадцать восемь шагов налево к его камере. Под конвоем таких же рослых здоровяков его проводили в комнату допросов. На удивление, в комнате с прорезиненными полами и стенами не было привычного запаха дезинфицирующих средств, которыми работники пытались забарить запах крови из поражений после допросов. Со стороны коридора у выхода стояли двое охранников и еще трое находились внутри комнаты. Разумеется, никаких окон здесь не предусмотрено. Так же, как и в тюрьме Анбу, под поэтолком горели лампы дневного света. Так же, как и в Канохе, одна из ламп работала через раз, помигивая с характерным гудящим звуком. Он только переступил порог допросной, но раздражение медленно поползло вверх. Посередине стоял стол, заваленный бумагами. Из-за нагромождения папок, макушка дознавателя еле видна. Им оказался невысокий молодой человек в очках, на вид, около 30 лет. Вы можете не свидетельствовать против себя и своих близких, предупредил его дознаватель. Тогда зачем мы здесь собрались? Спросил какаши с долей иронии, понимая, что это формальность и при желании, можно заставить оговорить не только себя и своих близких. Дознаватель пояснил какаши остальные формальности и рассказал, что ему не дадут уснуть до тех пор, пока не узнают, зачем он организовывает покушение на Дайме и принцессу во время их свадебной церемонии. Что же, посмотрим, насколько вас хватит, хмыкнул он про себя. С этого момента времени начало играть против него. С какой целью вы установили взрывчатку под камнем духов? По моей информации, взрывчатку установили солдаты Дайме, чтобы скомпрометировать шины Беконохи. Многочисленные свидетели случившегося утверждают, что именно вы приказали им установить взрывное устройство, не согласился дознаватель. Как быстро они получили сведения от свидетелей, удивился он про себя, прошло не так много времени, но у них уже все задокументировано. Стоит ли полагать, что подобный сценарий был подготовлен на случай, если кто-нибудь попробует вмешаться? Позвольте ознакомиться с вашими многочисленными свидетельствами, протянул Кокаши. Он был уверен, что все они однообразные и во многом могут не сходиться. Ему передали толстую папку с разноцветными разделителями, открыв ее, Кокаши еще раз прикинул в уме, можно ли так быстро собрать столько сведений. Разве что, если очень постараться, либо все подготовлены заранее. В последнем он все больше становился уверенным. Мужчина в маске с растрепанными белыми волосами, постоянно оглядываясь, закрепил взрывное устройство за камнем. Оттуда начало доносить стекание, как от часов, писала некая Миноматомедария. Кокаши пролистал еще несколько подобных свидетельств и вернул папку дознавателю. Во-первых, взрывное устройство той силы, которая прогремела во дворе хромового комплекса, не так-то просто закрепить. Во-вторых, эта немаленькая коробочка, в адской машине, что взорвалась, было не меньше двух мер человеческого веса, это Кокаши знал уже после взрыва, когда пришлось с помощью клонов сдерживать взрывную волну. От перенапряжения чакры Каналов, его виски чуть не лопнули и даже сейчас, он все еще чувствовал тошноту после нагрузки. Вынужден вас огорчить, отозвался Кокаши, в тот момент, о котором пишут свидетели, мы с дочерью ели таяки в кафе напротив Дворцовой площади. Накануне они с Сарадой предусмотрели даже такое развитие событий и послали своих клонов на главную улицу столицы, чтобы те засветились под каждой камерой видеонаблюдения. И действительно, в момент взрыва они ели таяки с вишневой начинкой в уютном кафе. Чем вы можете доказать свою невиновность? Бросил дознаватель в адрес Кокаши, чем заставил его рассмеяться. Я думал, что это ваша работа, доказывать чужую вину. Насколько помню законы стран огня, я не обязан доказывать вам свою невиновность, возразил он. Так же, как и во время своей работы в Анбу, будучи Хакаги в отставке, он знал законодательство на зубы. Тогда каким образом вы оказались во дворе хромового комплекса, где вас арестовали? Мы услышали сильный взрыв и бросились туда, но почему-то на нас напала охрана Дайми, и нам пришлось отбиваться, возразил Кокаши, что было чистой правдой. После взрыва их клоны скрылись подальше от камер наблюдения и растворились в безлюдном переулке. Настоящие Кокаши Сарада в тот момент отбивались от охраны Дайми, стараясь прорваться к выходу. Дознаватель еще долго выражал и пытался найти в словах Кокаши подвох. Их разговор стал похож на игру в пинг-понг, когда словесный маячек то и дело отскакивал от каждого из них. По его ощущениям наступило утро, когда на смену первому дознавателю пришел другой. Рослый и широкий в плечах настолько, что казалось, его униформа в отвод тряснет в области бицепсов. Его темперамент был под стать телосложению, он начал сходу давить на Кокаши, обвиняй того в покушении на жизнь дайми. Когда он начал говорить о наказании, что последует за обвинением, Кокаши возразил ему тогда может, потрудишься доказать мою вину. Его фраза заставила беззвучно глотать ртом воздух, второй дознаватель пытался унять свой гнев, но безрезультатно. Да ты в курсе, что я могу выбить из тебя всю твою дурь? Попробуй, откровенно забавляясь поведением дознавателя, ухмыльнулся Кокаши, и тогда я посмотрю, как быстро ты вылетишь из системы. Или ты забыл о новой доктрине дайми? Дознаватель разразился потоком руганий в его адрес, видимо, спокойствие Кокаши раздражало его не на шутку. Хотя, все вокруг знали, что перед ними находится Хакаги в отставке и заставить его признаться, особенно, в том, чего он не совершал, будет не так легко. Его внутренние часы подсказывали, что уже примерно вечер. Сменилось несколько человек, пытающихся вытащить из Кокаши нужные сведения и их смены длились около пяти часов. Выдержка и эмоциональное состояние работников дознания в столице оставляли желать лучшего. Со следующим дознавателем Кокаши начал валять дурака. Каждый вопрос он выворачивал наизнанку, не забывая высмеять своего оппонента. Такое поведение заключенного только злит и заставляет применить более действенные методы, но если они выбрали непрерывный допрос, то пусть наслаждаются его обществом по полной. За это время он узнает о тюрьме и все, что требуется и постарается сделать так, чтобы его отпустили самостоятельно. «Я хочу пить», сказал Кокаши в ответ на вопрос дознавателя, не связан ли он с заговорщиками. В скором времени худощавая девушка в строгой униформе принесла стакан воды на подносе. Поставила рядом с ним и развернулась к выходу. Кокаши продолжал как можно более реалистично изображать из себя дурака. «Детка, у тебя нехилая задница», подмигнул он ей. Как и положено, по инструкции, девушка никак не отреагировала на его выпад, но он почувствовал, что это смутило ее. Взял стакан в руки, но сцепленные чакры поглощающими наручниками заставляли держаться за стакан обеими руками. Поднес к носу, проверяя, нет ли каких примесей в воде, и намеренно перехватил стакан в правую руку, а левую опустил. За ней последовала правая, наклонив стакан. Вода пролилась на одежду, и Кокаши позволил выпасть стакан из рук. «Я не могу взять стакан», он протянул работнику тюрьму сцепленные руки, хотя его силы достаточно, чтобы разорвать сцепь чакры поглощающего металла. «Не положено», отозвался работник. «Еще не доказали мою вину, а уже начали пытать меня жаждой». «Вижу, что вы только формально соблюдаете новую доктрину Дайме», сказал он на повышенных тонах, и продолжил наградно требовать, «Я хочу пить». В комнате допросов снова появилась та же девушка со стаканом воды. Ситуация повторилась снова, Кокаши выронил стакан на себя. Это даже забавляло его в некоторой степени. Чувствовался странный подъем настроения, хотелось дальше изображать из себя дурака и шутить с дознавателями, это ощущалось сродни опьянению. Снова наигранно просил воды и только в четвертый раз его руки расцепили, оставив на каждой по черному чакру поглощающему браслету со считывателем внутренних ритмов на случай, если он уснет. Он уже знает, что считыватель подаст сигнал в систему и в ответ его прошьет разрядом электричества, чтобы прогнать сон. Вода помогла прояснить мысли, и, прислушиваясь к себе, какаши обнаружил, что его странный подъем настроения есть, не что иное, как один из первых признаков недосыпания. К утру прошло ровно двое суток с того момента, как он бодрствовал. Спать совсем не хотелось, даже ощущался прилив бодрости, присущий утренним часам. Сменился на водознаватель, но его вопросы мало отличались от вопросов предыдущих. По почетам какаши, допрос не прекращался уже более суток. Показалось, что он прикипел к тому месту, где сидел и, несмотря на мощную вентиляцию, почувствовал, что в помещении душно. Интересно, здесь придется сидеть безвылазно? Он подавил зевок, игнорируя задаваемые вопросы и попросил вывести его на прогулку. Насколько он помнил, тюремные правила каждого заключенного положено выводить на воздух не реже, чем раз в день. Получив закономерный отказ, а за ним обещание, что сегодня его выведут на прогулку, Какаши перешел к тактике полного игнорирования вопросов. Он снова сконцентрировался на Тенкицу, стараясь пропускать как можно больше чакры. Его молчание заставило следователя применить прямые угрозы и совсем абсурдные обвинения. Вас подозревают в предательстве деревни Шиноби, что вы можете сказать? Дело, касающееся деревни Шиноби находится в полномочиях Хакаги, лениво отозвался Какаши. Хотя, так и было на самом деле, вместе с Арадой и Саски они пошли против воли Хакаги. Но мало кто знает, что Хакаги, будучи заодно с заговорщиками, своими же руками организовывает покушение во время свадебной церемонии. Может, рассказать все как есть? Подумал Какаши. Засвидетельствовать против сговора восьмого с кланом Набунага, представить все известные ему доказательства виновных арестуют и заставят Мехкотелова Дайми наконец принять меры? Скорее всего, нет. Какаши был уверен, что среди работников дознаний немало сторонников заговора и возможно, его примота на допросе сыграет против него же. Он отлично знал немало примеров, как расправляются с врагами в тюрьме. Много лет назад, после возвращения в Канаху после длительной миссии, они привели с собой паренька, который занимался перевозкой алмазной пыли. Некоторое время спустя, люди Садака безжалостно расправились не только с ним, но и с человеком с другого мира Гэджином. Больше всего Какаши удивился тому, что его подчиненные и бики-аниматы только пожали плечами, мол, такое бывает часто, мы думали, что ты знаешь, Хакаги-сама. Тем не менее, мы видели, как вы избивали шина Беканохи, что дает нам право считать вас отступником. Вы можете считать меня кем угодно, отозвался Какаши, как и я вас могу считать хоть порождением к юбе. До тех пор, пока не увижу настоящих доказательств своей вины. Следователь еще долго пытался его обвинить, но потом сменил тактику и пытался выспросить у него о конохе, о количестве боеспособных Шинобе, прикрываясь мнимым сочувствием и даже наскоро придуманной историей, мол, его дальние родственники тоже пострадали после разрушения деревни. На вопрос, в каком районе они жили, следователь ответил, что они жили в центре старой конохи, но их дом не сильно задело. «Мы с вами, наверное, говорим о разных деревнях», ответил Какаши с непроницаемым лицом, но, то место, о котором вы говорите, было полностью разрушено. Незаметно прошло еще полдня. Куда бы его не выводили из комнаты допросов, всюду набрасывали на глаза темную повязку. Пищеблок находился в сорока шагах направо от входа на первом подземном этаже и это понятно даже по запаху, что доносится из правого крыла. Окна в столовой все так же отсутствовали, но, к удивлению Какаши, его кормили отдельно от других арестантов. Так боятся, что остальные языки увидят шестого Хакаги. Он медленно доел тюремную пищу, только ради того, чтобы поддерживать силы организма. Пока еще, он чувствует себя бодро, но с каждым часом, проведенным здесь, его положение постепенно ухудшается. Так же, как и во время обеда, его вывели на прогулку отдельно от всех. Повязку сдернули из глаз, и яркое солнце ослепило, заставляя сделать козырек из сложенных пальцев. Стояло августовское послеполуденное жаро, солнце проникало под кожу колючими, пекущими иголочками. Небольшой двор, 20 шагов в длину и 11 в ширину, кажется, тоже отдельно от общего. Высокий забор был совершенно гладким, камни подогнаны настолько точно, что нельзя вонзить даже острие куная, но можно легко преодолеть с помощью чакры. Чакры, поглощающие браслеты на запястьях и щеколадках сильно сдерживают ее поток, но не настолько, чтобы полностью парализовать движение. Он проверил работу браслетов, как только попал в камеру. Это одна из последних моделей, такая же применялась в конохе. Мгновенно пропустить ток чакры будет проблематично, если ты не обладаешь запасом, равным джинчуу реки, но если постепенно увеличивать ее движение, можно пользоваться ниндюцу без помех. Вопрос только во времени, которое уйдет на эту работу. Слишком долго оставаться здесь он не планировал. 00482, у вас осталось три минуты. Окрикнул надсмотрщик. Кокаши нехотя оглянулся на источник звука, им оказался высокий, подтянутый охранник, стоящий у входа. Чтобы удержать Шиноби уровни Каги, потребуется очень большое число гражданских тюремщиков. Неужели они так сильно полагаются на нинджеты? Размышляя о несовершенстве тюрьмы в столице стран огня, он почувствовал слабость. Надеялся, что порция свежего воздуха даст телу необходимый запас кислорода, но из-за жары вышло наоборот. Росло раскидистое дерево Павловния, он поспешил скрыться в ее тени. Символично, что несколько лет назад старый дайми наградил его орденом цветов Павловния. Это была высшая награда в стране огня, означающая большой вклад на благо ее жителей. Шестого Хакаги многие любили и уважали, а дерево с крупными лиловыми цветами считалось символом удачи и стойкости перед невзгодами. Время прогулки истекло, он направился в сторону здания тюрьмы, но ноги не гнулись словно наполненные ватой. Его тело решительно выдало еще одно последствие недосыпания, но вопреки физическим ощущениям ум оставался ясным. Весь вечер и остаток ночи он как мог изворачивался от вопросов следователей, раздражая и выводя их из себя. Чувствовал свое превосходство, потому что отлично знал, что к нему и пальцем не посмеет прикоснуться. Может быть, в новой политике дайми есть рациональное зерно? Если бы он попал в руки правосудия в годы правления старого дайми, сейчас валялся бы на полу, скрючившись от боли после пыток. На смену заступил новый дознаватель, сколько их было на самом деле, ведь каждые пять часов перед ним сидел новый человек. Кокаши снова старался уйти от любого внятного ответа, снова слышал свой адрес угрозы, но понимал, что все сказанное не что иное, как простое исследование инструкции. Он продолжал медитацию, чтобы накопить некоторое количество чакры в Тенкинсу, а потом высвободить его. Все это время постепенно расширял каналы чакры, чтобы не повредить их при его освобождение. Сегодня от него хотят узнать некоторые секреты деревни Ашиноби. Черт из два. Не хотелось, чтобы узнали о реальной силе Канухи после разрушения, они теперь мало что из себя представляют. Сразу после случившегося, Канухи взял на себя обязанности по расследованию, и когда узнал, что произошедшее случилось по вине Борута Каваки, не стал умалчивать об этом и послал донесения для Дайми. Канухи в то время был на миссии, и вместо немедленного возвращения в Канаху, свернул в столицу и странным образом вернулся уже в роль восьмого Хакаги. Канухи не горел желанием управлять деревней во второй раз, но надеялся, что восьмый прислушается к его мнению запросить помощь стран Альянса. Этого не случилось на место обученных джанинов стали пришлые люди, в основном гражданские, только укомплектованные нинджетами. Какаши подозревал о настоящих причинах, которые заставили Конохамару перехватить власть в свои руки. Но когда он стал восьмым, к семье Хатаки сильно изменилось отношение в деревне. Это уже не молчаливое игнорирование, а скорее открытое противостояние. После этого Какаши понял, почему восьмой не запросил помощь Альянса, а ограничился своими силами, буквально надев на гражданских лиц джанинские жилеты. Будучи по своей природе любознательным человеком, Какаши узнал еще некоторые подробности политики молодого Хатаки. Между восьмым и даем была негласная договоренность о сокращении числа Шиноби. Скорее всего, в условиях затяжного мира это верное решение, но не сейчас, когда с помощью чакры можно восстановить деревню быстрее. Дома стоят разрушенные, в больнице нет врачей, безопасность и боеспособность деревни под вопросом, но Канаха отказалась от помощи. Для того, чтобы проводить миссии Аранга, осталось не больше десятка элитных Шиноби, включи Сараду и Мицки, но, не считая, Какаши Сакуры. С тех пор, как он вышел в отставку, количество его миссий резко упало. Но тому есть причина, все-таки бывшему Хакаге не к лицу бегать с донесениями, либо охранять высокопоставленных лиц. Но восьмой отказался даже от помощи Сакуры после разрушения деревни, она начала восстанавливать работу госпиталя, днем лечила уцелевших жителей, а ночью проводила в лаборатории, взвалив на себя всю грязную работу по идентификации погибших. Когда новый Хакаге вернулся в деревню с небольшой кучкой гражданских докторов, в скорости освободил ее от обязанностей. Восьмой ненавидел Какаши за его силу и моральный дух, иногда казалось, что он боялся его почти на физическом уровне. Возможно, потому, что Какаши знал как какие секреты Конохамыру. Перед началом пятого дня перед ним положили листок и ручку. Новый дознаватель попросил его отнять восемь от сотни до тех пор, пока не останется наименьшее число. Какаши смекнул, что хотят проверить его способности после четырех суток без сна и намеренно сделал ошибку в расчетах. После того, как удостовериться в том, что его внимание не такое острое, как в первый день, возможно, прибегнут к другим способам допроса. Но думать об этом не хотелось, вопреки тому, что было утро, Какаши чувствовал себя очень скверно. Голову стянуло болью, словно железными тисками, а искушение прикрыть глаза хоть на секунду, становилось все ярче. Он отлично знал, что после того, как он прикроет глаза, последует разряд тока. Его снова спрашивали о деревне листа, пытались склонить к сотрудничеству, а потом снова подводили к мысли, что именно он хотел лишить жизни дайми. Мягкое вкратчиво слово дознаватели доносились до него, но часть из них как Какаши почти не воспринимал. Часто просил повторить вопрос и уже не потому, что играл дурака, к концу шестого дня бодрствования сложно понять смысл сказанных слов. Дознаватель что-то говорил о женщинах, правда, каких именно, он так и не понял. Какаши почувствовал, как холод постепенно проникает под одежду, хотя в помещение тепло и вообще, на улице жаркое лето. Слово дознавателя все продолжали лица, сплетаясь между собой в полную бессмыслицу. Между провалами в памяти он пробовал восстановить ход чакры, чем и занимался почти все время, который находился в застенках столичной тюрьмы. Но с каждым днем медитация давалась все труднее и даже прогулка, прием пищи и поход в душ слабо влияли на его состояние. Если бы сейчас перед ним положили листок и ручку, чтобы он сделал несложные вычисления, он бы не смог отличить сложение от вычитания. Старался держаться, не показывать окружающим своего состояния, но к началу седьмого дня бодрствования он поймал солнце открытыми глазами. Разряд электричества прошелся по телу мгновенно, стоило едва отпустить поток сознания. Возможно, это и вернуло его в действительность. Насколько вы можете оценить вину восьмого Хакаги в случае с покушением на даме? Следователь задал ему очередной вопрос. Какаши удивился, что очень ясно понял его. Кто я такой, чтобы оценивать чужую вину? Он вернулся к привычной тактике увиливания от ответа. Может быть, у вас есть некая информация, которая объясняет его действия? Вкратчево продолжил следователь. Какаши замолчал, но в его уме всплыли образы, проливающие свет на некоторые события, связанные с именем восьмого Хакаги. Имя секрета Конохамру было на устах у доброй половины Джанина в Конохе в свое время. Набунага Римон миловидная светловолосая девушка и заодно единственная дочка именитого феодала. Они познакомились больше десяти лет назад, когда Сарутаби вместе с командой генинов послали на миссию в имя Набунага. Девушка должна была выйти замуж за подобного ей именитого жениха, но после поездки в Коноху она впала в Хандру. Причиной ее грусти было известно, что может быть общего у дочки богача и обыкновенного Джанина, но впоследствии он узнал, что возлюбленная Конохумару пытается повлиять на политику Конохи. Этот секрет Какаши узнал еще при седьмом Хакаге и оказалось, что Наруто смотрит сквозь пальцы на похождения Конохумару. Может быть, тогда нужно было быть чуть более настойчивее перед Наруто, чтобы тот воздействовал на Конохумару. Может, сейчас не было бы столько проблем в стране. Может, что сейчас происходит с Конохой? Подумал Какаши. Не могу знать, отозвался он, я уже давно не хожу на миссии, и не имею никакого доступа к информации в деревне. В какой-то мере это было правдой, он действительно не ходит на миссии, по доступам к информации о делах в деревне все хорошо. Как и раньше, так и сейчас Какаши знал обо всем, что происходит в Конохе и за ее пределами. Вы подумаете, может, вспомните что-нибудь такое, намекнул ему следователь, мы с вами встретимся после перерыва. Перерыв в виде гигиенических процедур, прогулки и приемы пищи никак не повлияли на его состояние. Все так же хотелось закрыть глаза прямо сейчас, упасть, где придется, не обращая внимания ни на что. Головная боль уже стала привычной, но сильно беспокоила только ночью, сковывая виски, мешая анализировать ситуацию и свое состояние. Днем же, воздух казался вязким на ощупь, хотелось провести рукой, словно поднимая завесу. Прошел еще один день, теперь удобно считать дни, когда его выводили на несколько минут подышать жарким послеполуденным воздухом. Это был седьмой или, кажется, восьмой день его пребывания в застенках без сна. Следователи все так же хотели добиться признания в грехах восьмого Хакаги, чтобы обвинить Шиноби и ограничить пользование чакроя в стране. Все так же Кукаши молчал, задавал каверзные вопросы или откровенно измывался над следователем. В моменты, когда непреодолимый сон отходил на второй план, продолжал упражняться в накоплении чакры. Это занятие проходило как нельзя лучше во время допроса. Отрешившись от внешнего раздражителя, в виде постоянно говорящего следователя, он по капле оставлял чакру в тенкинцу, а оставшееся количество проводил по каналам в область кистей рук и к ступням. Сегодня казалось, что чакры течет по каналам особенно легко и ограничивающие браслеты совсем не помеха. Возникло желание проверить свое достижение, но в тюремных стенах это может стать опасным предприятием, ведь ничто не мешает им надеть на него новые браслеты, и тогда вся работа пойдет на смарку. Когда его вели по длинному коридору на прогулку, пришлось бороться с желанием упасть вперед в вязкую субстанцию, которым его сознание воспринимало воздух. Сегодня как никогда он желал выйти на улицу, понимая, что его сознание играет с ним в опасные игры и отлично знал, что окружающее пространство совсем не тягучее на ощупь, а свет не имеет вкуса. Однако на улице Кукаши не заметил особой разницы в восприятии воздух все так же казался плотнее, чем всегда, а солнечный свет теперь отличался от света дневных ламп допросный на вкус. Яркое августовское солнце ощущалось солоноватыми острыми льдинками на языке, он отошел ближе к забору и попытался сложить печати, чтобы произвести слабоэлектрический заряд. В его ладони заплясали едва различимые светло-голубые искры. Превосходно! Если пользование чайкрой теперь доступно, ничего не стоит воздействовать на следователя через гендюцу и заставить его своими же руками выпустить его на волю. Свет дневных ламп был слегка мятным на вкус. Его больное восприятие после недели без сна отождествляло свет со вкусом во рту после воздействия чакры Сакура на его тело. Почти таков же, ментоловый. Какаши почти не обращал внимания на слова дознавателя, находясь в состоянии приятного мечтания. На секунду показалось, что где-то рядом с ним находится Сакура, а сознание радостно подхватило его догадку, заставляя оглянуться по сторонам в поисках своей супруги. Она должна быть где-то рядом, ведь он чувствует вкус ее чакры на языке. Проклятое сознание радостно дорисовывало желаемое в его уме, изменяя серо-зеленые стены допросной комнаты на стены их особняка. Вы кого-то ищете? Голос следователей раздался совсем рядом с ним, давая понять, что он все еще находится в застенках столичной тюрьмы. Простите, что... Какаши попытался прислушаться к его словам, не могли бы вы повторить, я не расслышал. Следователь повторил свои вопросы, понимая, что длительное отсутствие сна сказалось даже на таком сильном шинобе, как Какаши, перешел к более активным действиям. Пока вы на старательно вводите за нос, ваша жена и дочь погибли при нападении на Канаху, отчеканивая каждое слово, произнес дознаватель, если бы взяли на себя всю вину за покушение на жизнь дайме, то понесли бы заслуженное наказание, и нам не пришлось бы вырезать всю деревню шинобе. Ты хоть знаешь, сколько раз при моей жизни нападали на деревню? С долей иронии спросил Какаши. Он не повелся на знаменитый прием запугивания. Твоя девочка умерла почти сразу, но женушка долго сопротивлялась, вкратчиво продолжил он, кстати, вот ее налобная повязка, полюбуйся, он положил на стол резиновую повязку ярко-розового цвета с эмблемой Канохи, почти как у Сакуры. Только вот, она никогда не носила символ Канохи на резинке. Сакура носила ленту, как и он. После упоминания о ложной смерти его жены и дочери, Какаши непреднамеренно сделал более глубокий вдох и раскрыл глаза пошире, стараясь прогнать перед сознанием те образы, которые возникли после слов следователя. Такое уже было и не раз. Следователи рассказывали ему о смерти близких в ярких и сочных подробностях. Это один из способов запугать подозреваемого, не больше. Твоя женушка так сладко стонала, когда ее полумертвы унасиловали солдаты Дайми, продолжал его дожимать следователь. Всего лишь прием, это неправда, повторил он про себя. Реакция его тела стала совершенно иной. Момент, когда на его ладони заплясал мощный электрический разряд, стал таким же тягучим, как и воздух, который он ощущал вокруг себя. Браслеты с тихим звоном разлетелись в стороны, снесенные потоком чакры. Она хлынула из тенки супа чакр канулом, как приливная волна, срывая препятствия на своем пути. Шаринган активировался сам по себе. Перед глазами вспыхнуло пульсирующее красное зарево, это означало, что его тело против разума превратилось в машину для убийств. Вдоль секунды Кукаши пробил грудь следователя насквозь, в лицо брызнули капли чужой крови, все еще чувствуя на себе застывший взгляд мертвеца, он в мгновение ока умертвил охранников, что стояли у выхода. Ему с трудом удалось прекратить технику чадари, которая все еще искрилась, танцуя на кончиках пальцев. Он всегда учился раду не быть такой жестокой и не убивать без причины. Кажется, он облажался, а, несмотря на свой возраст, еще сам не до конца обуздал свои порывы. С его руки стекала горячая, свежая кровь, спецодежда, которую ему выдали в тюрьме, была безнадежно измазана в ошметках чужой плоти. Попытался рукавом стереть кровь и слиться, но вышло так, что еще больше вымазал себя в чужой крови. Тяжелая дверь открылась за секунду до того, как он решил ее пробить с помощью чакры. В проеме двери появился Саски, он удивленно оглядел комнату, посередине которой стоял какаши с активным шарингоном, с головы до ног вымазанный в крови, но с едва искрящимися разрядами чадари на кончиках пальцев. Какаши, ты свободен, идем за мной. 9. Казнить нельзя помиловать. Огонек свечи подрагивал, оживляя тени на потолке. Переполняясь, оплавленный воск стекал извилистым ручейком и, застывая, образовывал причудливые формы. Электричество на ночь выключали во дворце, надеясь сохранить ценный ресурс, а вместе с ним и деньги в казне. Кажется, в стране огня сейчас тоже нелегкие времена, но даже те блага, которые Атека видела здесь, в ее землях недоступны. К третьему часу по полуночи голоса в женской половине дворца стихли, но жизнь продолжалась даже в потемках. Она откинула очередное зерно на четках и посмотрела в дальний угол комнаты. Темноволосый Шиноби стоял неподвижно, только его единственный глаз поблескивал при свете свечи. Это его клон, настоящий же, отправился на разведку. Достаточно того, что ваши руки были перевязаны перед камнем духов, его голос до сих пор раздавался в голове принцессы. Этот мужчина, с не спадающей челкой на половину лица, сопровождал ее везде вместе с новой прислугой, он выглядел неприветливо и даже устрашающе. Впрочем, прислуга оказалась не совсем прислугой, а настоящей Шиноби и внучкой той благородной женщины, которая полюбила Шиноби и ушла с ним в Канаху. Они писали в некоторых исторических свитках народу Айну, притом, каждый летописец старался дать свою оценку ее поступку. От самых нелестных называющих ее ветреной и легкомысленной, до преклоняющихся перед силой ее чувств и восхваляя поступок ее тезки. Все чаще Тека завидовала той женщине и втайне мечтала влюбиться, а потом так же как и она, бросить все и уйти подальше от потрясений. Столько всего произошло, что голова шла кругом. Ее постоянное ожидание смерти смешалось со страхом во время свадебной церемонии. Послышался хлопок, а за ним окружающее пространство внезапно сложилось в воронку, и она очутилась в неизвестном месте. Она опозорилась перед шестым Хакаги, когда протянула ему куной, надеясь, что он ее убьет быстро и безболезнен. Еще до сих пор чувствовала его пальцы у себя на подбородке, когда он одним рывком поднял ее с колен. Его гипнотический взгляд поразил ее до глубины души, и за свой порыв стыдно до сих пор, но в тот момент хотелось все прекратить одним движением. Спрятать голову в песок теперь не получится при всем желании. Она навеки связана со страной огня перед камнем духов. Милость богов или проклятие на всю жизнь? Пока что, нахождение в стране огня было для нее сродни проклятию. Вынуждены согласиться на брак с Дайми только потому, что участились случаи разбоя на ее землях, и, понимая, что ее народ не в состоянии защитить себя, Тека отправилась в страну огня в обмен на спокойствие и безопасность ее людей. Но, даже выполнив все условия, она снова оказалась в опасности. Собственно, ее брак стал только предлогом, чтобы присоединить новые земли, а вот она оказалась лишней в этой игре. Настолько, что один из наиболее влиятельных кланов страны не раз посылал к ней убийц. Пока еще, все покушения прошли неудачно для ее врага. Защитой Шиноби из Канохи можно быть покойной, только вот, их услуги стоят недешево и когда-нибудь настанет момент, когда они оставят ее. Присутствие Сарады и того неприветливого мужчины вселяло в ее сердце веру, что боги все-таки милостивы к ней. Она даже не знала имени того, кто нанял их для нее. И нанял ли вообще? Может быть, они пока ее охраняют, а когда получат новый заказ, убьют. Очень хочется считать, что это не так, но разве можно здесь верить кому-нибудь? Раньше она думала, что когда выйдет замуж, больше не придется переживать или же принимать сложные решения. Ее несостоявшийся муж Дайва. Она даже не успела с ним пообщаться, не то что, разделить ложи, как положено по традициям. Час назад лекарь сообщил о его смерти. Злые языки уже разнесли слухи о том, что новая жена иностранка могла отравить или сглазить даймя, но заключение лекаря имеет больше вес, нежели слухи. К сожалению, она не знала традиции престола наследий в стране огня, но если дала обещание перед камнем духов, значит, связана с этой страной на всю жизнь. Тек опустила взгляд на развернутую карту стран огня. На искусного дела на теле и чьей кожи с четырех сторон света ее окружали боги стихий. Одна из великих стран Альянса занимала срединную территорию на Кокуризата. Имеет выход к морю в нескольких провинциях и граничит с большим количеством малых стран. Здесь нет сильных холодов, как в ее землях, зато он есть горы и леса, реки и плодородные почвы. Говорят, что в стране огня земля родит по два урожая в год. Не сравнить к северным землям народу Айну, где люди живут только за счет выловленной рыбы и китового уса. Тека прикрыла кончиком пальцы своей земли, граничащей со страной огня и находилась в легком шоке от понимания, что новая страна в сотни раз больше, чем ее родная. Четвертая война закончилась больше двадцати лет назад и долгий мир, воцарившийся после нее, пошел только на пользу. Она слышала, что в шестой Хакаги уделял большое внимание изучению природных богатств стран огня. Очень восхищалась его личностью, уважала за его ум и может, даже была втайне влюблена в него. Да и как тут не влюбиться, если он столько сделал для своей страны? Сейчас в стране огня тоже не совсем спокойно, но она никогда не интересовалась внутренней политикой, ведь ехала сюда как невеста. Свеча почти полностью прогорела, но до рассвета еще далеко. Небо едва забрежала перламутровыми отблесками, а плохо бы поспать, но после всех событий сложно сомкнуть глаз. Завтра, вернее, уже сегодня, ей придется выступать на совете. Стараясь вдохнуть больше воздуха в душном помещении, Тека вошла в зал совета. На ней был надет ее национальный наряд белая хори, расшитая таким же белым геометрическим узором с вкраплениями жемчуга. Белый цвет в ее стране считали цветом Траора, ведь, зимой, когда все живое умирает, снег укрывает землю в белое дуяние. Носить то, что предлагали ей во дворце, она решительно отказалась после случая с отравленной одеждой. Сделала движение рукой, словно поднимаясь поклонно всех участников, которые выражали ей уважение таким образом. За невысоким столом сидела дюжина мужчин разного возраста, здесь были юноши старца, но многим на вид около сорока лет. В глубине комнаты занимали место члены Малого Совета тех было около полусотни или принцессы так показалось. Небольшой зал заседания из-за бед до отказа, свободное место здесь предназначено только для нее. Она старалась вести себя так, как сказал ей Саскисен, тот самый неприветливый темноволосый Шиноби. Ничего не бояться, и больше присматриваться к участникам Большого Совета дюжины, которая сидела с ней за одним столом. Саски сказал, что будет находиться рядом, но не сказал, где именно. Она произнесла формальное приветствие, подобающее ее чину, и плавно перешли к закону престола о наследии. Госпожа Тека, вы являетесь законной супругой почившего даймя, начал старец в правом ряду, по древней традиции стран огня, супруга правителя обычно совершает обряд сапуку после смерти мужа. По рядам прошелся бурный шепот, но быстро прекратился после удара в посохе Верховного Жреца. Его слова на мгновение обескуражили ее, она опустила глаза в развернутый свиток и быстро пробежала по только что появившимся Кандзи. Господин Хаттери, вы хотите предложить мне самоубийство? Хаттери замялся, не ожидая свой адрес напора со стороны иностранной принцессы и повторил уже тише, таковы традиции нашей страны или вы не знали? Об этой традиции она действительно не знала, и еще вчера утром с радостью бы исполнила ее. Но сегодня дело обстояло немного иначе, она больше никогда не будет зря искать смерти. Саски приказал ей ничего не бояться и на всякий случай дал свиток, в который она время от времени подглядывала. Вытащи-ка я кин, и направь его на себя. Я готова исполнить вашу традицию. Тека покрепче перехватила резнукостяную ручку кинжала и на вытянутых руках направила на свой живот. По залу прошелся возмущенный шепот. Многие из вас желают моей смерти. Многие из вас желают, чтобы династия прервалась. Положится оружие, госпожа, заикаясь, проговорил сидящий рядом с ней молодой человек. Возможно, вы не так поняли. Снова раздался стук посоха, и после него поднялся с места мужчины с яркоинтерными глазами и светлыми волосами, заплетенными в тугой пучок на затылке. Со слов Саски, это я был тот самый Набунага, который так хотел ее смерти. Уважаемый старейшина, прошу вас принять во внимание, что принцесса так как великая нашей скорби, так и не успела разделить ложи с почившим даймя, да будет мир праху его. Она не носит его ребенка, тем более, не является матерью наследников. Эта традиция может применяться только к тем женам, которые прожили со своим господином долгую жизнь. Я считаю, что подобное должно быть весомым доводом, чтобы освободить ее от исполнения всей традиции. Поддерживаю. Послышался крик со стороны Малого Совета, затем еще и еще члены обоих Советов поддержали его слова. Она медленно опустила Кайкин, но так и держала его обнаженным. Странно, почему тот, кто желал ей смерти, высказался за то, чтобы сохранить ее жизнь? Каким будет ваш следующий ход, господин Набунага? Разговоры в душном зале не стихали и превратились в белый шум вокруг нее. Именем небесных и земных богов верховный жрец принялся нараспев перечислять имена богов и предков рода почившего дайми, что принцесса на секунду потеряла нить его перечислений, но встрепенулась, когда он произнес ее имя, возлагая на Накамура таку самую обязанность продолжать зеленую ветвь династии. Ты теперь дайми стран огня, на свитке саски спрылись новые канцзы и тотчас же растворились. Увиденная все еще стояла перед глазами, когда она заметила, как член обоих советов молча опускаются перед ней на колени. Верховный жрец шепнул ей, что нужно прочитать текст присяги наизусть, но она даже не знала, как происходит процедура передачи власти в этой стране. Еще вечером Тека хотела отдать распоряжение по поводу проведения похоронной церемонии и в тот же день собраться, чтобы ехать домой. Жизнь снова развернулась к ней другой стороной, и она надеялась, что в этот раз обойдется без покушения на ее жизнь. На свитке начали появляться новые слова и спокойным, но властным голосом она начала читать текст. Ее речь была недолгой, если бы кто сказал ей раньше о том, что придется прочитать это, она бы потрудилась запомнить наизусть. После заключительной части она снова оглядела всех присутствующих и жрец начал читать нараспев незнакомое ее слово. От поворота событий все еще кружилась голова за два дня ее судьба сделала несколько крутых виражей, и если бы кто попытался предупредить ее обо всех изменениях не поверила бы, и возможно, плюнула в лицо предсказателю. Она спрятала свиток в карман и накрыла его. В следующий момент он растворился прямо в ее руке. Не придавая значение исчезновению свитка, еще немного ошалевшая, Тек обратила внимание на крепко сложенного человека, который склонился перед ней в поясном поклоне. Ваше Величество, прошу минутку вашего внимания, не разгибаясь, проговорил он. По традициям ее народа, перед правителем никто не преклонял ни головы, ни колен. Пожалуй, придется привыкать ко всем новшествам, что ее ожидают здесь. Слушаю. Вы простите меня, за ваше беспокойство, я начальник сыска и дознания в стране огня, начал мужчина. Ближе к делу, Тека оборвала его на полусловие, не желая слушать его извинения и перечисления регалий. Мы обнаружили человека, который подстроил происшествие на свадебной церемонии. Хорошо. Какую меру пресечения вы могли бы посоветовать для него? Для, таких, как он, только смертная казнь, причем она должна быть такая, чтобы потом никому не приходило в голову повторять подобное. Какая же, госпожа? Это должно быть показательно, начала она, припоминая виды казней, что существовали в ее землях. Впрочем, только на бумаге, их не применяли уже несколько веков подряд. В старые времена преступника погружали в масло и постепенно нагревали, до тех пор, пока он не умрет в муках. Вас понял, от него осталось выбить признание и позже я вас извещу, кивнул он и скрылся в толпе народа. Вот уж, действительно, преступников, подобных ему, совсем не жалко, подумала она, это должно сразу пресекаться. Саски не предполагал, что относительно простая миссия, больше похожая на подстраховку, превратится в череду неприятностей. Смерть Дайми стала еще одним нежелательным моментом в этой миссии. Тело еще не остыло, но по дворцу уже пошли сплетни, что принцесса отравила его. Вообще, на иностранку здесь смотрели косо, но вопреки взглядам и пересудам именно ей суждено стать женой Дайва. Теперь же, для заговорщиков нет ни одного препятствий, чтобы убить принцессу и захватить власть в свои руки. Стало быть, нужно постараться сохранить ей жизнь. Судя по наблюдениям Саски, на роль правителя она не подходит. Это перепуганная девушка, которой плевать на внутреннюю политику и прочие нюансы. Впрочем, участникам заговора неважно, принцесса, принц или кто-нибудь еще до смерти Дайва, для них были важны ее земли. Теперь ситуация стала еще проще, глава заговора старшая из клана Набунага заставит ее совершить цепуку и тогда ее кости сожгут завтра вместе с костями Дайва. И в тот же день, главный заговорщик станет новым Дайме. Тогда его усилия по поиску и уничтожению устройства с частицами и будут впустую, Набунага найдет деньги, чтобы в астрономическом институте собрали еще одно и скоро гренит новая война. Он согласился на миссию Кокаши только потому, чтобы не дать заговорщикам разрушить мир. Все пошло под откос, когда Кокаши решил пожертвовать собой. Не желая, он подбросил еще проблем теперь нужно вытащить его задницу из тюрьмы. Сначала Саскин не переживал, такой, как Кокаши, легко выйдет из стен тюрьмы, там нет ни одного Шиноби. Даже ждал его возвращения, надеясь, что внутри тюрьмы останется деревянной бревно техники замены. Но это не случилось, ни через час, ни через два, ни к утру. Неужели Кокаши ждет, чтобы его сначала оправдали и только потом вытащили оттуда? Только вот, оправдать может Даймя, которого пока нет. Саски оставил с принцессой своего клона и отправился за информацией. Звук поглощающей ловушки, которые он поставил в покоях Дайвы и за их пределами пригодились ему как нельзя кстати. К счастью, или нет? Лекарь честно огласил причину смерти, но даже этого будет слишком мало, чтобы заговорщики позволили таки вступить на престол. Он давно присматривался к небольшому кружку богатых феодалов, часто их идеи имели слишком вольный характер. До этой миссии Саски не принимал во внимание, что кучка обыкновенных гражданских способна развязать войну. Обычно, больше урон для страны приносили шинобио их разборки с хвостатыми зверями или с божественными сущностями. Но если людям дать усовершенствовану нинджит, который способен стереть с лица землю большой город, это будет равносильно удару бомбы хвостатого. В основном, участники заговора не имели большого количества своих земель, все они производили товары разного назначения, однако среди них затесался именитый и не менее богатый Набунага Исау. Тот владел не только большим количеством земли, но и месторождениями золота в стране огня и за ее пределами. Своё золото он вкладывал в производство оружия и сейчас настал момент, чтобы обратить оружие обратно в золото. В узких кругах его называли золотым башком, и он мог бы купить страну огня полностью. Но зачем тратить деньги зря, если можно стать полноправным хозяином страны? С его мнением считался Дайми, а с недавних пор и Хакаги. Впрочем, история грязного белья восьмого и дочки Набунага не интересовала Саски. До тех пор, пока был жив Дайва, Набунага надеялся на достижение астрономического института, но даже когда его драгоценный нинджет ушел из-под носа, удача осталась на его стороне, и нет никаких препятствий, чтобы занять место Дайми. Огромную усадьбу окружал густой лес. Феодал был не настолько глуп и тщеславен, чтобы жить в столице. Саски притаился за стволом дерева, посылая тонкие нити чакры вглубь земли. Невидимые потоки пройдут сквозь почвенный слой и найдут выход в районе усадьбы, оповещая хозяина техники о каждом присутствующем внутри. Пока что перед его внутренним чутьем вырисовывались образы наложницы бесчисленного количества прислуги, только хозяина нет на месте. Неудивительно, когда творится история, нельзя отсиживаться в поместье, нужно держать удачу за хвост. Удостоверившись, что Феодал здесь нет, Саски сосредоточил свои поиски внутри столицы. Ночь близилась к завершению восточная часть неба забрежила перламутровым сиянием. Нужно успеть до рассвета. Утром, перед началом похоронной церемонии, состоится собрание обоих советов с участием принцессы. Нетрудно догадаться, каким выводом придут власть имущие, скорее всего, они будут настаивать на совершении обряда сапуку для таки. Традиционные в духе старых легенд, когда безутешная вдова отправлялась в чистый мир вслед за своим мужем. Народ примет на ура и быстро забудет. Придет новый даймь и вроде бы как все хорошо, только вот вслед за этим случится война. Феодалы, нагулявшие жир, давно хотят помириться силами и перераспределить территории в стране огня. В большом городе не так просто использовать технику нити-чакры слишком много целей, но саске требуется только один человек на Бунага и Сау. Из предполагаемых мест обитания дворцовый комплекс, квартал рисовых ростков или же квартал удовольствий, что показалось ему маловероятным. Техника нити-чакры требует много ресурса, но стоит того. Пропустив нити под огромным дворцом, Саске не обнаружил его. В квартале рисовых ростков, где расположено бесчисленное количество чайных домиков и дорогих гиш, тоже не оказалось феодала. Неужели в квартале удовольствий? Так и вышло, Набунага развлекался в компании молодых девушек и юношей. Не похоже на аргию, но их взгляды и касания тем лучше для Саске. Он переместился ближе к входу в бордели, приобняв миленькую на вид девушку, заглянул ей в глаза и скопировал ее внешность. Пока он управится, девушка поспит немного в углу за ширмой. Странно, что такой человек, как он, находился без охраны. Саске проник в сознание феодала с этого момента, он видит и может говорить от имени Набунаги. Ему известны не только все тайные желания своей жертвы, но и чувственная сторона чужого существования. Полногруда и шатенка, сидящая на коленях, сейчас уверенно тянула руку к его паху. Взять бы и переломать ей пальцы, было первым порывом Саске, но стараясь вжиться в роль присыщенного феодала, тот шлепнул девицу по заднице и прогнал с колен. Сложно контролировать чужое сознание и одновременно идти по городу. Яманука, к примеру, падает в обморок, когда находится в чужом разуме. Виски ломил от боли и Саске плохо помнил, как добрался до покоев принцессы. Сарада помогала принцессе одеться, а тем временем, в другой части города, феодал пил зеленый чай, сидя на мягком дзебутоне. А бурные ночи почти ничего не напоминало, за исключением той самой полногруды шатенки, что наливала ему очередную порцию чая. Осталось всего ничего, в десять начнется заседание, и оба совета только и ждут, чтобы Набунага сказал свое слово, с некоторой долей облегчений подумал Саске, только они не представляют, что именно скажет им феодал. Принцесса подпишет приказ об освобождении Кукаши, эту миссию можно считать исполненной. Саске заставил себя съесть еще одну таблетку для усиления объемов чакры на телу на глазах, при постоянном контроле сознания феодала. Он достал два свитка и нанес на них несколько печатей. Токасан, вы знаете регламент участия в заседании. Принцесса покачала головой в ответ, откуда ей знать регламенты, законные и прочие премудрости. Возьмите этот цветок, через него я смогу вам подсказать нужное слово или действие. В ее взгляде промелькнуло облегчение и благодарность, но не укрылось от Саске, что принцесса ждет совершенно иного, чем он. Пусть она еще не знает, что скоро станет во главе страны огня. После ухода принцессы, Саске пытался медитировать, чтобы накопить хоть немного чакры, но получалось из рук вон плохо. Постоянный контроль сознания феодала требовался средоточности и одновременно писать свиток подсказку для принцессы сложно. Сарада, позвал он, мне нужна твоя помощь. Что такое, дядя Саске? Это ее раздражающий дядя Саске выводил его из себя. Какой он ее дядя? Когда у нее появился Шаринган, естественно, ее родители запретили говорить кому-либо об этом. Но почему-то, никто не запретил ей выслеживать его с просьбой научить ее пользоваться силой глаз. Самое досадное, что девчонка самостоятельно узнала, что он тоже носитель Шарингана и уже долго следила за ним. Внешние способностями она сильно напоминала его учителя этакие, какаши в юбке, но выдержки и контролю над эмоциями, ей следует еще подучиться, считал Саски. Он без слов положил ей ладонь на голову, чтобы показать, что происходит в зале заседаний и попросил ее записывать в свиток, что он скажет. Но девчонка снова перетянула внимание на себя. Пока не соблюдаю традиции, мой отец находится в тюрьме. Злобно прошипела она, дядя Саски, его нужно вытащить оттуда как можно скорее. Чем я и занимаюсь, тихо сказал он, стараясь загнать раздражение подальше. Делай, что я говорю, и продолжил показывать ей происходящее на совете. Но мы не знаем, что с ним уже сделали, вдруг его пытают. Сарада, если бы не твоя прыть вчера, этого бы не произошло, и Кукаши был на свободе. Или забыла, чью задницу он прикрывал? Она уже открыла рот, чтобы возразить или огрызнуться ему, но Саски оказался быстрее, сложил печать и накинул на нее. Теперь губы девушки венчают печать в молчании в виде черного канзи. Хатаки младшая всеми силами сопротивлялась действию печати и пыталась снять ее, дав себе сталку. Нагородила его убийственным взглядом, кажется, в отвод сорвется и разорвет в клочья, но пока он контролирует сознание феодала, никто не посмеет помешать ему. В эту минуту, Набунага Исаа в зале совета говорил свою речь. Сарада торопливо искала слово присяги «Страна огня». Некоторое время спустя, Саски окликнул ее, «Пойди, встреть принцессу», приказал ей. «Приведешь ее, и тогда я сниму с тебя печать». Еще вот что, он установил ее у выхода из комнаты, учись контролировать свои эмоции. В следующий раз все может обойтись намного серьезнее. Запах погребального костра въелся под кожу, и хотелось бы смыть с себя грязь и пыль жаркого дня, но несколько минут назад ястреб принес Саски нерадостные сообщения. Принцесса только приняла титул даймя, и уже пришлось столкнуться с ее первым указом. «Госпожа, не хочу лезть не в свое дело, но мне нужно знать, с кем вы разговаривали после окончания заседания», спросил ее Саски. В ту минуту он как раз окончил действие техники переноса сознания и в последний момент глазами феодала заметил рядом с ней крепко сложенного мужчину. Насколько он помнил, тот спрашивал ее о чем-то. «Саскисон, не поймите меня неправильно, но неужели я должна отчитываться вам о каждом шаге?» «До тех пор, пока вы в опасности, да», ответил он и смерил ее немигающим взглядом. «Ничего из того, что вам следует знать», Тэка увернулась от прямого ответа. «Тогда поясните любезно», начал он сквозь зубы, «почему шестому Хакаге грозит смертная казнь?» «Насколько я знаю, привилегии казнить и миловать находится в полномочиях Дайми». Она отшатнулась в сторону от его леденящего голоса, чувствуя, как на позвоночнике собирался липкая испарина. Но червячок сомнения поточил ее страх и помог ей взять себя в руки. «Мы говорили о мире наказания для того, кто организовал взрыв во время свадебной церемонии», быстро заговорила она, «причем здесь в шестой Хакаге?» «Уж не думаете ли, что это он организует покушение?» «Судя по вашему первому указу, это именно так, сухо произнес он. Саски едва сдерживал в себе гнев, чтобы не сорваться и не придушить привилегированную дурочку. Вместе с Какашей проделали уйму работы только для того, чтобы она таким образом расплатилась с ними. После внезапной смерти Дайми, Саски перестроил ход миссии, а может, и истории, чтобы сохранить жизнь принцессе и предотвратить войну. Рисковал многим и чертовски устал от всей дворцовой канители, чтобы к вечеру узнать о смертном приговоре для Какаши. Пока вы находились в безопасном месте, он не стал ей называть, что это было измерение Камуя, нам пришлось дать бой наемникам. И пока девушка замешкалась на поле боя, Саски перевел суровый взгляд на Сараду, на нее успели набросить цепи. Какаши спас свою дочь и предпочел сам пойти в тюрьму. Сейчас его допрашивают и под пытками, рано или поздно выбьют признание в том, чего он не совершал. И сейчас мне донесли, что вы собираетесь казнить его особо жестоким способом. Это ваша плата за сохранение своей жизни? Я не хочу так, растерянно произнесла она и покачала головой, на ее глаза набежали слезы. Я не хочу так править, меня обманули. Он спросил, какую меру могу я предложить, но не сказал для кого именно. Ее слезы градом покатились по щекам, смывая дорогие белила. Она была на грани истерики, но вместо того, чтобы рвать и метать, сжал ладони в кулаки и начал нервно прохаживаться по покоям. Как это можно отменить? Я не допущу, чтобы его зря обвинили. К сожалению, чтобы отменить указ Дайме, нужно согласие всех участников Большого Совета, сообщил ей Саски. Это практически нереально, зато вы сможете приказать им проверить законность вынесения этого приговора. Не обманут ли меня во второй раз? Скептически ответила она, откуда я могу знать, все ли законы они соблюдают? В правильном направлении мыслите, кивнул Саски, для этого вам самое нужно их знать. Изучите. Но это невозможно. У нас нет столько времени, пока мы с вами разговариваем, его пытают. Нужно сейчас же собрать совет. Совет может собираться не чаще, чем раз в три дня. До тех пор у вас есть время все изучить. Впрочем, совет смог собраться не через три дню, а через пять, и ученые мужи уже весь день совещаются, обсуждая каждый нюанс. Это было слишком долго даже для Саски, а он знал, что кокоши не дают уснуть все это время. Благодаря технике нити чакры, он знал, что арестант в относительном порядке, только спать ему не дают. Кокоши не робкого десятка и такой, как он, точно знает, как вести себя на допросе. Саски стоял в тени массивной колонны уже больше двух часов, ожидая вынесения оправдательного приговора. Среди участников совета было полно сторонников заговора, они странно приняли решение на Бунага на прошлом собрании, а теперь с трудом соглашались на освобождение кокоши. Хотя по всем законам они не могли его удерживать, тем более, выбивать признание под пытками. Можно было перенести сознание в одного из них и заставить принять верное решение, но после случая на прошлом собрании, феодалы могли заподозрить вмешательство извне. Пусть все идет своим чередом. Интуиция подсказывала ему, что сегодня дело разрешится. Время шло к вечеру, но жара так и не спала. Раскаленный до белошарик продолжал посылать обжигающие лучи на землю. Держа в руке заветный свиток, он без промедления и переместился к стенам столичной тюрьмы. Получив разрешение на перемещение под тюрьме, Саски шел к кабинету допросов. Внутри здания гуляли сквозняки, однако этого было слишком мало, и на втором подземном этаже воздух казался застоявшимся. Он почувствовал мощный всплеск чакры кокаши сквозь стены. Это была единичная вспышка, и он поспешил к двери. Увиденное повергло в шок, посередине небольшой комнаты стоял кокаши, перепачканный в крови, с полуобезумевшими глазами. Электрические разряды все еще искрились на его правой руке, но даже не заглядывая во внутрь комнаты, Саски почувствовал стойкий запах развороченных внутренностей. Опоздал буквально на мгновение, но что можно доказать тем сомневающимся феодалам, которые не могли за целый день прийти к важному решению. «Кокаши, ты свободен, идем за мной!» Он сделал шаг внутрь комнаты, осматривая пострадавших стражников все мертвы. Незаметно сглотнул отвращение в горле и попросил Кокаши принять хинги. Так лучше, когда никто не видит его окровавленных рук. Что его заставило так поступить с дознавателями? К-то-к-то, но Кокаши никогда не станет бездумно убивать ради убийства. Впрочем, сейчас не время для подробностей, и следует учесть, что он не сомкнул глаз на протяжении недели. Следуя убийства пришлось скрыть техникой каменной стены, не было комнаты допросов. В древности именно так и скрывали свои секреты от лишних глаз. Нужно отвезти Кокаши как можно дальше от столицы. Нам пора. Они растворились в пространстве и ступили на большой камень в горные долины. Вокруг не души, только вековой лес и бурная речка, протекающая меж огромных окатанных силами воды, валунов. Здесь можно привести себя в порядок и наконец смыть с себя столичную грязь. Слишком много всего случилось за прошедшие дни, но больше всего огорчало, что ему придется вернуться в столицу снова. Но воедайме еще слишком наивно, чтобы править страной самостоятельно. Саски окунулся с головой в ледяную воду, холод выжигал в его душе весь обман и неправду, что царили в столице. Вереница пузырьков воздуха поднималась высоко вверх, но подниматься вслед за ними совсем не хотелось. Когда воздух в легких стал подходить к концу, пришлось пересилить себя. Тем более, что по небу начали расстелаться сумерки. Если они побегут в тем пешинобе, к утру будут в конохе. Осталось наскоро высушить одежду огня и можно выдвигаться в путь. Прости, Саски, я не должен был этого делать, нарушил тишину какаши, не знаю, что на меня нашло. Саски пожал плечами, но какой смысл себя корить, когда уже все произошло? Они тебя спровоцировали. Можно сказать и так, он уставился на отблески костра, на лбу залегла глубокая морщина, помню, что он начал говорить, как убили Сакуру и Сараду, и после этого чакра словно взбесилась. Вот как? Он хотел спросить, чего добивались от него следователи, и рассказать, как новая дайми чуть не отправила его на казнь, но осекся, и сказал, что с Сарадой все в порядке, она помогает принцессе освоиться в новой роли. Ты все правильно сделал. Не выражаешь, если я пятнадцать минут посплю? Только не больше, какаши, кивнул он. У меня есть еще незаконченное дело в столице. Ты мог бы вернуться сейчас, я и сам доберусь до деревни. Я пообещал Сараде, ответил он. Неплохо бы Сакуре показать его, подумал Саски. Открытая часть лица кукаши по цвету была похожа на пергамент. Как бы он не скрывал свое состояние, выглядел не очень хорошо, даже после солдатской таблетки. Восемь суток без сна сказались на нем. Отведенное время на сон быстро прошло, ведь пятнадцать минут не так уж много. Саски решил, что кукаши проснется сам, все-таки, но этого не произошло. Он дотронулся до его плеча и потрепал, обычно после подобных действий проснется любой, даже крепко спящий человек. Кукаши всегда очень чутко спал, это Саски помнил еще по миссиям в детстве. Кукаши, нам пора. Сказал он как можно громче, но результата не последовало. Кукаши не хотелось сознавать, что миссия еще раз круто поменялась, Саски пытался тормошить его, но безрезультатно он был недвижим. Прислушался к его дыханию, ровное, глубокое, но показалось или слишком редкое даже для спящего. Это меняет дело, нехотя согласился с действительностью срочно в деревню. Он перекинул его тело через плечо и шагнул в брешь между пространствами.